Джеймс Свалу Полеты из Эйнштейна Часть первая Ослепленная звезда Глава первая Сбор Чудесный меч Повелитель смерти В черной бездне собирались корабли Они молчаливо разворачивались, похожие благодаря зубчатым надстройками, огромным украшенным корпусам, на группу великолепных соборов, оторвавшихся от поверхности миров и превратившихся в военные суда Украшенные скульптурами носовые выступы заканчивались острыми наконечниками, и все как один угрожающе смотрели в темноту, образуя совершенный строй На некоторых кораблях вызовом безвоздушному пространству горели факелы На многие километры за кормой тянулись бело-оранжевые струи турбулетных газов из труб плазменных реакторов Эти маяки зажигались только в преддверии скорого сражения Расточительные, вызывающие вспышки, служили врагам предупреждением Мы несем вам пламя просвещения Впереди флотилии шел корабль с корпусом из стали цвета штормового неба, и лишь корма была темно-зеленой под свет океанской волны Он двигался медленно, словно неотвратимый кинжал в руке терпеливого и безжалостного убийцы И украшений на корабле было совсем немного Да и те оказались устрашающими Буквы в рост человека образовывали длинные строки текста Где говорилось об одержанных за столетия победах О посещенных мирах и поверженных в прах противников Кроме букв имелась лишь пара бесспорно украшавших судно символов Золотой орел с распростертыми крыльями и двумя головами на поверхности капитанского мостика И огромная икона на самом краю зубчатого лезвия Выполненная из тяжелого железоникелевого сплава И изображавшая угрожающий мрачный череп в центре стальной звезды Позади корабля лидера выстраивались остальные суда Образуя точное повторение формы наконечника боевого копья воинов, составлявших их основной груз В подтверждение нерушимой отваги этих солдат Ведущий корабль носил гордое имя Стойкость Выведенная на железном корпусе высоким готиком Остальные корабли различались по классу и размерам Но тем не менее походили друг на друга Неукротимый дух, жало Барбаруса, повелитель Хируса, терминус Эст Бессмертный, призрак смерти и другие Этот флот собрался в тени солнца йота-хорологии Готовясь продолжить Великий Крестовый Поход Свершаемый по воле Императора Человечества В одном из колоссальных цилиндрических миров Йорголов Инструментами этой воли на борту кораблей, служивших легиону И были тысячи космодесантников 14-го легиона Гвардии Смерти Калиб Арен быстрой танцующей походкой шел по коридорам стойкости Прижимая к груди тяжелую, обернутую в ткань нож За годы послушничества у него выработалась привычка Оставаться почти незамеченным в обществе громадных космодесантников Он был адептом и не стоил их внимания И до сего дня, после стольких лет службы Отмеченных тускло мерцавшими закрепками на его ошейнике Калибов в их присутствии охватывал все тот же благоговейный восторг Что и в момент, когда он впервые преклонил колено перед 14-м легионом Морщины на бледном лице и поседевшие волосы выдавали его возраст Но он и сейчас держался бодрее многих молодых Сила его убеждений, в том числе и личных, хранимых в самой глубине души Побуждала продолжать добровольное служение По глубокому убеждению Калиба Во всей галактике было не так уж много людей Которые испытывали бы подобное удовлетворение Явившаяся ему истина и сейчас, как и много десятков лет назад Когда он стоял под ядовитым ливнем Смиряясь со своими недостатками и неудачами Была ему все так же очевидна Те, кто продолжал стремиться к недостижимым целям Кто продолжал истязать себя и пытаться достичь высот На которые были не в состоянии подняться Никогда не имели мира и спокойствия в душе Калиб не уподоблялся им Он осознал свое место и положение вещей Он знал, где ему предстоит быть и что придется делать Он понимал, что должен быть здесь и не спрашивать, не страдать, а только исполнять И это наполняло его гордостью Кто еще, спрашивал он себя, мог ходить там, где ходит он Среди полубогов, рожденных из плоти самого императора Бенщик никогда не уставал ими восторгаться Он прижимался к стенам коридора Уступая дорогу массивным воинам Спешившим завершить подготовку к сражению Космодесантники представлялись ему ожившими статуями Которые сошли со своих пьедесталов и заполнили корабль Они шагали по переходам в доспехах цвета мрамора С зеленой каймой и вкраплениями золота Некоторые носили новейшие, более компактные комплекты брони Другие оставались в старинных доспехах Украшенных заклепками с острыми шипами и тяжелыми шлемами Они были непревзойденными воинами Живыми руками Империума И все их деяния вызывали благоговейный восторг Тянувшийся за космодесантниками словно мантия Им никогда не понять направленных в их сторону взглядов простых смерт За время своей службы Калиб смог убедиться Что кое-кто из легиона относится к нему без всякого уважения Или с некоторым раздражением Словно к какому-нибудь безмозглому сервитору Он воспринимал это как свой жребий И смирялся со свойственным ему стоицизмом Понимая, что таковы обычаи легиона гвардии смерти Он никогда не пытался обманывать себя И считать, что принадлежит к их кругу Такой шанс был предоставлен Калибу И он не сумел им воспользоваться Но в душе знал, что живет по тому же кодексу, что и космодесантники Он был уверен, что его ничтожное, слабое человеческое тело До самой смерти будет служить тем же идеалам Империума Калиб Арин, неудачливый претендент, дюнщик и советник капитана Был доволен своей судьбой Как только может быть доволен кто-то из смертных Завернутая в ткань ноша была неудобной И Калиб повернул ее, расположив по диагонали поперек груди Но ни разу он не осмелился позволить предмету коснуться палубы Или хотя бы приблизиться к какому-то препятствию Ощущение его в своих руках, даже через несколько слоев зеленого, как трава бархата Уже переполняло дюнщика гордостью Калиб продолжал путь вперед и вверх по извилистым переходам По служебным путям, тянущимся над душными и шумными мастерскими оружейной палубы Затем коридоры вывели его на верхние уровни Куда не осмеливался ступать никто из членов корабельного экипажа Эта территория полностью была отдана во владение космодесантников Даже капитан стойкости, пожелая она посетить эти помещения Должна была бы и спросить разрешение у высших командиров гвардии смерти Калиб ощутил некоторое удовлетворение И бессознательно провел рукой по одежде и застежке ошейника Выполненной в виде черепа Устройство было размером с его ладонь И изготовлено из какого-то сплава, содержащего олова Заключенное в нем устройство для оптических датчиков механизмов И сканирующих кристаллов корабля Было равносильно подтвержденному бумажному пропуску Калиб подозревал, что устройство было таким же старым, как и сам Легион Им пользовались сотни слуг, умерших на той же службе, которую нес он И Калиб догадывался, что механизм переживет и его А может и нет Прошлые обычаи вырождались И лишь несколько старейших боевых братьев гвардии смерти продолжали поддерживать древнейшие традиции Легиона Времена, а вместе с ними и космодесантники, постепенно преображались Благодаря омолаживающим процедурам, которые продляли жизнь и давали частицу долголетия его повелителей Калиб имел возможность видеть эти изменения Навсегда связанный с космодесантниками Но отделенный от них непреодолимым барьером Калиб чувствовал, как меняются настроения Все началось через несколько месяцев после решения императора покинуть Великий Крестовый Поход И передать звание воителя благороднейшему из примархов – Хорусу Перемены продолжались и по сей день Они медленно и тихо двигали все вокруг с холодной неспешностью сползающего ледника И в самые мрачные моменты Калиб задумывался Куда приведет его и весь Легион этот новый, неизведанный путь? Лицо Денщика омрачилось, но он, поморщившись, прогнал приступ меланхолии Сейчас не время размышлять над эфемерным будущим и беспокоиться о возможных последствиях Вскоре предстоит битва, и в ней снова подтвердится право человечества безбоязненно и свободно странствовать межзвезд Продолжая путь к личной оружейной комнате капитана, Калиб посмотрел в бронированный иллюминатор На звезды Интересно, которая из них приютила колонию йорголов и подозревают ли ксеносы о надвигающейся на них буре? Натанаэль Гаро поднял вольнолюбца на уровень глаз и осмотрел по всей длине лезвия Тяжелый, плотный металл оружия сверкнул в голубоватом освещении оружейной А когда он резко опустил меч вниз, от края кромки разбежались радужные волны В кристаллической матрице монастали не осталось никаких видимых повреждений Гаро не стал оборачиваться к стоявшему позади денщика Отличная работа! Сказал он, жестом разрешая тому подняться Я доволен Калеб скомпал бархат Как я понимаю, исправлявший ваше оружие сервитор в прежней жизни был кузнецом или оружейником Некоторые элементы его бывшего мастерства должны были сохраниться Точно Гаро сделал несколько пробных выпадов, двигаясь ловко и стремительно, несмотря на силовые доспехи Марк 4 На худощавом лице мелькнула тень улыбки Мелкие зазубрины, появившиеся в ходе операции региона по умиротворению спутников Коренеи, обеспокоили его Они были следствием единственной оплошности, когда меч вместо плоти рассек железную колонну Приятно было снова держать в руках свое любимое оружие Значительный вес широкого меча ему вполне подходил А перспектива идти в бой безвольнодумца вызывала тревогу, спрятанную в самой глубине сознания Гаро никогда бы не позволил себе всерьез произнести такие слова, как судьба или удача Разве что в насмешку, но позволил признаться самому себе Что безвольнодумца в ножнах чувствовал себя несколько менее защищенным Космодесантник уловил свое отражение в полированной поверхности металла Глаза старика на лице, которое, несмотря на обычно усталое выражение, казалось для них слишком молодым Лишенный волос и украшенный множественными шрамами череп Благородная внешность и бледная кожа указывали на принадлежность к династии военных с Древней Терры Но безмертвенной тусклости, как у его боевых братьев, уроженцев холодного и опасного Барбаруса Гаро, салютуя, поднял меч вверх, а затем вложил висящее на поясе ножны Затем он повернулся к Калибу А ты знаешь, что он даже старше меня? Как мне говорили, отдельные элементы оружия были изготовлены на Старой Земле, еще до эпохи Раздора Денщик кивнул Тогда, господин, я могу лишь сказать, что уроженец Терры владеет им по праву Все это означает, что меч находится на службе императору Поправил его Гаро, хлопнув латными перчатками Калиб уже открыл было рот, чтобы ответить, но в этот момент уловил какое-то движение у входа в комнату И моментально согнулся в подобострастном поклоне Какой чудесный меч! Раздался голос, и космодесантник, обернувшись, увидел двоих своих братьев Глядя на приближающиеся фигуры, он с трудом удержался от улыбки Как жаль, продолжал говоривший, что о нем заботится немолодой и более энергичный воин Гаро бросил взгляд на того, кто произнес эти слова По обычаю воина в гвардии смерти, его голова была чисто выбрита Но в отличие от остальных, он оставил на затылке пучок волос И черные с проседью пряди не спадали на плечи На морщинистом и обветренном лице играла ироническая усмешка «Самонадеянность юности!» – беззлобно откликнулся Гаро «А ты уверен, что смог бы его поднять, Тимитер? Или тебе понадобится для этого помощь старинных Акура?» Он махнул рукой в сторону второго воина Сухощавого, жилистого мужчины с единственным аугметическим глазом Незатейливая шутка вызвала взрыв смеха «Извини, капитан!» – произнес Тимитер «Я просто хотел обменять его на что-нибудь более тебе подходящее Например, на прогулочную трость» Гаро изобразил задумчивость, словно размышлял над поступившим предложением «Возможно, ты прав, но как я могу передать свой меч тому, чье дыхание еще пахнет материнским молоком?» Смех снова раскатился по комнате И Тимитер, шутливо обороняясь, поднял руки «Мне ничего не остается, как только склониться в знак уважения перед возрастом великого боевого капитана и его древним опытом» Гаро, шагнув вперед, сжал бронированную перчатку друга в крепком рукопожатии «Улист Тимитер, старый вояка! Ты прожил всего на несколько лет меньше, чем я!» «Да, но в этом-то вся разница! Дело не в возрасте, а в его последствиях» Второй воин гвардии смерти, стоявший рядом с Тимитером изобразил суровость «Тогда могу поспорить, что капитану Тимитеру здорово не повезло» «Не пытайся его защищать, Андус!» Воскликнул Тимитер «У Натануэля и так достаточно колючек, он обойдется и без твоей помощи» «Я просто помогаю командору своей роты, как должен поступать каждый порядочный сержант» Ответил ветеран, склоняя голову Те, кто не слишком хорошо знал Андуса Хакура, сочли бы его реплику оскорбительной для Тимитера И Гарро даже услышал, как при этих словах резко втянул в себя в воздух его денщик Тем более, что ветеран-сержант держался весьма официально Но капитан Тимитер только рассмеялся в ответ И он, и Гарро прослужили вместе с сержантом немало лет Еще до того, как были поставлены во главе своих род И Тимитер постоянно дразнил Гарро, угрожая переманить у него старейшего воина Гарро ответил сержанту кивком и отвел Тимитера в сторону «Я не надеялся тебя увидеть до собрания на термину Сест Вот почему остался здесь» Он похлопал ладонью по эфесу меча «Не хотел подниматься на борт корабля Тифона без этого» Тимитер вопросительно взглянул на Дюнщика и слегка улыбнулся «Да, на этом корабле не хочется оставаться беззащитным, не так ли? Тогда я могу сделать вывод, что ты не знаешь последних новостей» Гарро искоса посмотрел на старинного приятеля «Какие новости, Улисс? Давай, не разыгрывай спектакль, рассказывай» Тимитер еще больше понизил голос «Уважаемый командир первой великолепной роты, капитан Калас Тифон Уступил право руководства атакой на Йорголов «Нас поведет в сражение кто-то другой» «Кто?» – удивился Гарро «Тифон не уступит своих прав ни одному из космодесантников Ему гордость не позволит» «Ты не ошибся», – продолжал Тимитер «Он не уступит никому из космодесантников» Внезапное прозрение окатило Гарро ледяной волной «Значит, ты хочешь сказать?» «Примарх уже здесь, Натанээль» «Сам Мартарион собирается принять участие в операции» «И решил ускорить дело» «Примарх?» Восклицание непроизвольно сорвалось с губ Калиба И в каждом звуке слышались восторг и благоговение Тимитер оглянулся, словно впервые заметив невольника Гарро «Верно, человечек!» «Как раз сейчас, пока я говорю, он ходит по палубам стойкости» Калиб опустился на колени и заметно дрожащими руками сотворил знак Аквиллы И у его господина внезапно пересохло в горле До принесенного Тимитером известия Он, как и большинство воинов легиона Полагал, что суровый лидер гвардии смерти Занят в какой-то другой миссии Важной для самого воителя Такое внезапное и тайное прибытие примарха Выбило его из колеи При мысли о том, что Мартарион Лично выступит против Йорголов В составе штурмовой группы Он ощутил одновременно и ликование И смятение «Когда же состоится собрание?» Спросил Гаро, едва снова обрел способность говорить Тимитер широко улыбнулся Он успел насладиться мгновенным замешательством Обычно невозмутимого капитана «Прямо сейчас, дружище! Я пришел, чтобы забрать тебя и отправиться на Конклав!» Он придвинулся еще ближе и сообщил по секрету «Должен тебя предупредить, что примарх привез с собой Весьма интересную компанию» Зал собраний ничем не выделялся среди других Это было всего лишь прямоугольное помещение в носовой части стойкости С одной стороны, открытое звездом через два овальных иллюминатора Закаленными стеклами, выдерживающими натиск убийственного вакуума Решетчатые ставни на них были наполовину задвинуты И белесые лучи, близлежащие туманности, едва пробивались внутрь корабля Сводчатый потолок образовывали несущие брусья металлической основы корабля Которые, соединяясь, переходили в стальную заклепанную плиту Здесь не стояло ни стульев, ни скамей, чтобы отдохнуть В них не было необходимости Зал не предназначался для длительных споров и обсуждений В нем провозглашались краткие приказы и указания В нем оперативно рассматривались планы предстоящих сражений Из украшений присутствовало лишь несколько боевых знамен Свисавших с металлических брусьев Все помещение было погружено в сумрак Ниши, образованные промежутками между брусьями, тонули в чернильно-черных тенях Отдельные лужицы света напоминали своим цветом желто-белые лучи высокого солнца Барбаруса В центре зала лениво поворачивался вокруг своей оси призрачный голубоватый контур куба из голопроектора Механикумы толпились вокруг самого проектора, находящегося непосредственно под проекцией Но не отходили от него дальше, чем на расстояние вытянутой руки Гаро решил про себя, что они попросту боятся приближаться к собравшимся воинам Боевой капитан накинул взглядом собрание, вглядываясь в лица высших офицеров флота и уполномоченных представителей всех боевых кораблей Капитан стойкости, властная женщина с резкими чертами лица, поймала его взгляд и уважительно кивнула Гаро ответил на приветствие и прошел мимо Идущий рядом Тимитер заговорил шепотом «Интересно, а где Грульгар?» «Вон там», — движением подбородка показал Гаро «Рядом с Тифоном» «А-а-а», — глубокомысленно протянул Тимитер «Меня это не удивляет» Капитаны Первой и Второй Рот Гвардии Смерти о чем-то тихо совещались, настолько понизив голоса, что даже острый слух космодесантника не был способен уловить ни слова Гаро увидел, что Грульгар заметил их появление, и, как обычно, проигнорировал этот факт, нарушая протокол, обязывающий приветствовать боевых братьев «Он никогда не был твоим другом, не так ли?» — прошептал Тимитер, заметивший его поведение «Не на одно мгновение» Гаро едва заметно пожал плечами «Я стараюсь не обращать на это внимания Мы достигли своих званий не из-за любви друг к другу Мы стараемся ради великого крестового похода, а не ради чьего-то благоволения» Тимитер нас смешливо фыркнул «Говори только за себя, я невероятно популярен» «Уверен, ты в этом не сомневаешься» Тимитер и Грульгар резко отодвинулись друг от друга и повернулись навстречу приближавшимся соратникам Первый капитан гвардии смерти, командир лучшей роты и правая рука примарха Выглядел весьма внушительно в своих доспехах терминатора цвета железа Пряди темных волос рассыпались у него по плечам А бородатое лицо обрамлял массивный прямоугольный ворот брони Шлем, увенчанный над линией бровей единственным рогом, покоился на сгибе руки Какие бы чувства не бушевали в его душе, Тифон постарался их скрыть Но не настолько искусно, чтобы нельзя было не заметить блеск раздражения в его глазах «Тимитер! Гарро!» Тифон почти прорычал приветствие и по очереди повернулся к каждому из подошедших В тот же момент присущая Тимитеру непринужденность исчезла, испарившись под пронизывающим взглядом первого капитана Гарро с удивлением отметил в глубине его темных глаз непотухшее пламя гнева Зажженное необходимостью в последний момент уступить главенствующую роль в сражении с Йорговыми «Мы с Грульгаром обсуждали изменения в плане вторжения», — сообщил Тифон «Изменения?» — повторил Тимитер «Я не знал...» — «Так вот, знай!» — с оттенком насмешки в голосе сказал Грульгар Несмотря на то, что он был рожден в мире на противоположном конце галактики Своим внешним обликом Грульгар полностью повторял наружность Гарро Вплоть до безволосого черепа, испещренного шрамами Но в противовес спокойствию и уравновешенности Гарро Поведение Грульгара всегда граничило с высокомерием В его речи сквозила насмешка, а объяснения превращались в поучение Задачи четвертой роты изменились Ей надлежит провести операции по сдерживанию заградительных сил противника Тимитер поклонился Гарро заметил, что его друг испытывает раздражение Поскольку его лишили возможности разделить с остальным легионом триумф главной победы Как пожелает примар Он поднял голову и встретил взгляд Грульгара Спасибо, что предупредил меня, капитан Командор, бросил Грульгар Тебе стоит обращаться ко мне по званию, капитан Тимитер Тимитер помрачнел Конечно, командор, это моя ошибка Если мысли чем-то заняты, обычаи иногда ускользают из памяти Гарро заметил, как напряглись челюсти Грульгара Как и у всех легионов космодесанта, у них имелись особые, только им свойственные обычаи и причуды Гвардия смерти, к примеру, отличалась от остальных легионов в построении командной структуры и рангах По сложившейся традиции, в 14 легионе никогда не было более семи полных рот Но воинов в этих подразделениях было больше, чем в ротах других легионов Таких, как космические волки или кровавые ангелы Тогда как во многих легионах единственное почетное звание первого капитана присваивалось командору главной роты В гвардии смерти существовало еще два привилегированных титула, предназначенных для командиров второй и седьмой роты А потому, хоть и не имея формального старшинства над другими капитанами Грульгар имел право претендовать на обращение к командор, тогда как Гарро именовался боевым капитаном По мнению последнего, его почетное звание восходило к объединительным воинам Когда знак отличия был дарован офицеру гвардии смерти лично императором И даже по прошествии многих столетий Гарро гордился своим титулом Наши традиции делают нас такими, какие мы есть, спокойно заметил Гарро И правильно, что мы их придерживаемся Все хорошо в меру, поправил его Тиффон Нельзя допустить, чтобы правила из давно ушедшего прошлого связывали нас по рукам и ногам Верно, поддакнул Грульгар Вот как, воскрикнул Тимитер Одной рукой ты, Игнатий, держишься за традиции, а другой отметаешь их впрочь Старые обычаи хороши только до тех пор, пока они служат нашим целям Грульгар неприязненно взглянул на Гарро Этот дюнщик, которого ты при себе держишь, тоже часть традиций, но уже не имеющих смысла Некоторые обычаи теперь не представляют никакой ценности Не могу согласиться, командор, возразил Гарро Дюнщик безупречно выполняет свои обязанности Грульгар презрительно фыркнул Ха! У меня когда-то тоже был такой помощник Мне кажется, я потерял его где-то на ледяном спутнике Этот слабак, наверное, замерз насмерть Он глянул по сторонам Это наводит меня на мысль о сентиментальности, Гарро Грульгар, я, как всегда, приму твои комментарии ровно настолько, насколько они того заслуживают Сказал Гарро и внезапно замолчал, уловив в луче света движение фигуры в золотом платье Кимитер проследил за его взглядом и дважды хлопнул друга по наплечнику доспехов Я же говорил, что Мартарион привез с собой компанию Калиб занял себя тем, что складывал зеленую бархатную накидку в ровный аккуратный квадрат Вокруг него, в нише оружейной Гарро, на каркасах и крючьях было развешено обмундирование капитана На одной стене на стальных штырях покоился болтер его господина Вся его поверхность была отполирована до матового блеска, а латунные детали мерцали в слабом свете биолюминесцентных сфер Денщик убрал ткань и в раздумье скрестил руки Мысль о том, что примарх находится всего в нескольких уровнях над ним, сверлила мозг и не давала сосредоточиться Калиб посмотрел вверх на стальной потолок и представил себе, что бы он смог увидеть, если бы стойкость была построена из стекла Интересно, правда ли Мортарион распространяет вокруг себя мрак и холод, как о нем говорят? Возможно ли простому смертному взглянуть на повелителя смерти, чтобы сердце не остановилось в груди? Слуга сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться Ему предстояло еще много дел, и рассеянность затрудняла выполнение обычных обязанностей Мортарион приходился сыном самому императору, а император Калиб, обернувшись, он увидел Хакура Пожилой ветеран, один из немногих космодесантников, называл Денщика по имени Да, господин, занимайся своим делом Тот кивнул на потолок, куда только что смотрел Калиб Смотреть сквозь сталь – дело примарха Слуга выдавил из себя улыбку и взял лоскут и банку с полировальной пастой Под равнодушным взглядом Хакура он прошел в центр и занялся лежащей там тяжелой керамитовой керасой Это был парадный комплект, и Гаро надевал его только в сражение или на торжественные церемонии В добавление к почетному званию боевого капитана он получил право на бронзовую накладку в виде орла с распростертыми крыльями и загнутым клювом Казалось, грозная птица вот-вот взлетит с нагрудника Спинную броню украшал второй орел, который словно охранял его голову, раскинув крылья по плечам над боевым ранцем Что придавало символам уникальность, так это их отличие от аквилы императора Эмблема империума человечества обладала двумя головами Одна смотрела в прошлое, другая – в будущее, а орлы Гаро были одноголовыми Калеб воображал, что эти орлы смотрят на то, что еще предстоит совершить Возможно, они были своего рода талисманом и заранее знали о летящей в грудь пуля или смертельно опасном выпаде Однажды он осмелился высказать свои фантазии вслух и получил в ответ презрительные насмешки от людей Гаро Позднее сержант Хакур сказал, что все это суеверие, которым нет места на корабле императорского крестового похода «Мы ведем войну, чтобы разогнать ложные мифы и домыслы холодным светом истины, и нам не пристало распространять сказки» Ветеран постучал пальцем по орлам «Всего лишь неодушевленная бронза, и ничего больше, это так же верно, как то, что мы состоим из плоти и крови» И все же Калеб, когда его никто не видел, не мог удержаться, чтобы не прикоснуться к бронзовой иконке, спрятанной глубоко под туникой Фигура в золотом явно принадлежала женщине Гибкой и стройной, в мерцающем, словно змеиная кожа, костюме плотного кольчужного плетения, дополненным золотым нагрудником, напоминавшим корсаж платья Снятая полумаска висела у нее на груди, открывая прекрасное лицо Гаро не всегда правильно определял возраст тех, кто не принадлежал космодесантникам, но все же пришел к выводу, что женщине не может быть более 30 солнечных лет Фиолетово-черные волосы были собраны в пучок на макушке продолговатого черепа и открывали кроваво-красную татуировку в виде аквилы Женщина бесспорно была красива, но внимание Гаро больше привлекла ее манера двигаться Гостья бесшумно скользила по металлическому полу зала, так что космодесантники могли принять ее за голографический призрак, чудесным образом появившийся из проектора Амандера Кэндалл, с оттенком неприязни произнес Стифан Ищейка Тимитер кивнул Из отделения штурмовой кинжал Она здесь вместе с делегацией сестринства безмолвия, возможно по поручению самого Сиггилайта Грульгар пренебрежительно скривил губы Здесь нет никаких псайкеров С какой целью накануне сражения прислали сюда этих женщин? Вероятно, у регента Терра имеются свои причины Предположил Тифан, хотя по его тону было ясно, что он лично этих причин не видит Гаро следил, как Ищейка идет по залу Ее профессиональные навыки вызывали восхищение Даже будучи открытой всем взглядом, она передвигалась совершенно незаметно, обходя стоящих офицеров словно по случайно выбранному пути Хотя обостренное чутье Гаро подсказывало ему, что это не так Кэндалл наблюдала Она считывала реакцию разных людей и собирала впечатления для последующих выводов Это напомнило космодесантнику-разведчика, осматривающего местность перед боем в поисках наиболее уязвимых целей и слабых мест Гаро еще никогда не приходилось встречаться с сестрами безмолвия, но он был наслышан об их подвигах на службе Империуму Они заслуженно носят это имя, решил капитан Кэндалл действительно была безмолвной, словно ветерок над могилами И на своем пути, как он заметил, заставляла некоторых воинов непроизвольно вздрагивать Или на мгновение терять нить разговора Вокруг Ищейки словно существовала особая невидимая аура, заставлявшая простых смертных на миг замолкать Наблюдая за Ищейкой, Гаро вновь обратился к входу в зал И его взгляд приковал блеск бронзы из стали на двух гигантских фигурах, стоявших по обе стороны от люка Абсолютно идентичные часовые, с бачкообразной грудью, в прекрасно изготовленных доспехах перекрыли вход скрещенными боевыми косами Отличительным оружием элитных воинов Гвардии Смерти Подобные артефакты имели в своем распоряжении лишь несколько членов легиона, отмеченных лично примархом Эти орудия были известны как женицы, а изготовили их в память о простой крестьянской косе Которыми, как говорят, Мортарион сражался в дни своей юности Одним из женицов владел первый капитан, но эти лезвия-близнецы Гаро узнал сразу «Часовые смерти!» – прошептал он Эти двое космодесантников были личными охранниками примарха И до конца своих дней не имели права открывать свои лица ни перед кем, кроме Мортариона Кое-кто говорил, что часовых смерти примарх тайно выбирал из рядовых воинов легиона А потом они числились погибшими в какой-нибудь операции Эти воины становились безымянными стражами и никогда не отходили от своего господина дальше, чем на сорок девять шагов Гаро понял, что не заметил, как «Часовые смерти» вошли в зал, и от этой мысли по его спине пробежал холодок «Если они здесь, то где же наш господин?» – спросил Грульгар Понимающая улыбка скользнула по лицу Тиффона «Он все время был здесь» Из сумрака между овальными иллюминаторами в дальнем конце зала поднялась высокая тень От звука уверенных шагов по металлическому полу моментально стихли все разговоры Каждый шаг сопровождался гулким звоном железного наконечника Гаро напрягся всем телом, а некоторые из офицеров флотилии при этих звуках попятились от галлопроектора В пыльных легендах Терры, дошедших через историю древнейших государств, таких как Мерика, Старый Урш или Осеания, существовал миф о страннике из темноты, который приходил к каждому умершему Он изображался в образе скелетообразного существа, которое собирало души из тел людей, словно зерно с поля Все это были лишь россказни суеверных и боязливых людей Но сейчас, в миллиардах световых лет от источника этого фольклора, в полумраке зала на борту стойкости поднялась точно такая же фигура Высокая и мрачная, в плаще и капюшоне цвета замерзшего моря Мортарион остановился и снова стукнул в пластины пола рукоятью своего жнеца, такого длинного, что лезвие возвышалось над головой примарха Стоять остались только часовые смерти Все остальные, присутствующие в зале, люди и космодесантники опустились на колени Из-под разошедшейся накидки ладонью вверх поднялась рука Мортариона «Встаньте!» — приказал он Низкий голос примарха прозвучал уверенно и твердо, составляя контраст с безволосым пепельно-серым лицом, показавшимся над тяжелым воротом, защищавшим шею Из обруча на шее Мортариона вырывались белые струйки профильтрованного воздуха с планеты Барбарус Ощутив его запах, Гаррон на мгновение мысленно оказался в этом мрачном облачном мире, под угрожающим небом Все собравшиеся поднялись с коленей, но Мортарион все равно возвышался над собранием Под серой накидкой мелькнули доспехи из гладкой стали и сияющей бронзы С нагрудника скалился символический череп на фоне звезды, эмблема гвардии смерти А на поясе, находящемся на уровне груди рядовых космодесантников, Гарро заметил цилиндрическую кабру с лампионом, изготовленным вручную энергетическим пистолетом, уникальным произведением Шенлонги Единственным дополнением к доспехам на примархе была цепочка бронзовых шариков-курильниц, куда тоже были добавлены смертоносные элементы из высоких слоев атмосферы Барбаруса До Гарро доходили слухи, что время от времени Мортарион дегустирует их содержимое, словно коллекционные вина, а иногда, наоборот, швыряет во врагов, вызывая в рядах противника смертельное удушье Боевой капитан вдруг осознал, что надолго задержал дыхание, и сделал вдох лишь после того, как янтарные глаза Мортариона обвели зал В полнейшей тишине командор начал свою речь «Ксеносы!» Пираль, постукивая пальцами по короткому дулу своего болтера, без особых усилий превратил это слово в ругательство «Интересно, какого цвета у них кровь? Белого? Фиолетового? Зеленого?» Он огляделся и другой рукой взъерошил коротко подстриженные волосы «Ну же, кто хочет заключить со мной пари?» «Никто не будет с тобой спорить, Пир», — покачав головой, ответил Хакур «Мы все устали от твоих мелких розыгрышей» Он оглянулся на нишу вооружейной, где дюнщик Гаро усердно занимался работой «Да и в любом случае, о каких выигрышах может идти речь между нами?» Добавил воен, присоединяясь к Хакуру, стоявшему у стенда с оружием В физическом аспекте два ветерана разительно отличались друг от друга И массивная фигура воена ничуть не походила на жилистое тело Хакура Но они сходились во мнениях по большинству вопросов, волновавших отделение «Мы же не матросы и не солдаты, чтобы спорить из-за бумажек и монет» Райль нахмурился «Это не имеет никакого отношения к деньгам, апотекарий! Ничего подобного! Дело не в выигрыше, а в том, кто прав» Вытирая полотенцем вспотевшее после боя в тренировочной камере лицо К ним подошел Салунь Дёциус, самый молодой воин командирского отделения Его взгляд всегда поражал сосредоточенной суровостью, что не вязалось с очевидной молодостью В глазах горело пламя едва сдерживаемой энергии, разожженное возможностью проявить героизм в присутствии примарха «Я приму пари, если это тебя успокоит» Дёциус оглянулся на Хакура и воена, но старшие товарищи не оказали ему никакой поддержки «Я ставлю на красное, у них кровь, как у орков» Ральф фыркнул «Белое, как молоко, как кровь мегарахнидов» «Вы оба неправы» Раздался спокойный и монотонный голос Толина Сэндека Не поднявшего лица от электронного планшета с изображением тактических карт Кровь Йорголов имеет темно-бордовую окраску Густые брови и полузакрытые глаза придавали лицу этого воина постоянное сонное выражение «И откуда это тебе известно?» — потребовал объяснение Дёциус Сэндек помахал электронным планшетом «Я много читаю, Солун, пока ты впустую размахиваешь в тренировочной камере своим цепным мечом, я изучаю врага Эти протоколы препарирования, изложенные магасом биологии, просто удивительны» Дёциус нахмурился «Мне надо знать одно, как убить врага В твоём тексте говорится об этом, Толин?» Сэндек кивнул массивной головой «Да, говорится» «Ну-ка, ну-ка!» — воен поманил серьёзного космодесантника «Поделись с нами полезной информацией» Сэндек со вздохом встал, не отрывая взгляда от планшета Так, что его угрюмое лицо осветилось сиянием экрана И похлопал себя ладонью по груди «Йоргалы предпочитают усиливать свои физические тела механическими приспособлениями Им присущи некоторые гуманоидные черты Имеются голова, шея, глаза и рот Но похоже, что мозг и центральная нервная система расположены не там Он постучал по своему лбу, а здесь Рука Толина легла на грудь «Значит, чтобы его убить, надо целиться не в голову, а в сердце!» Сделал вывод Раль и был вознаграждён кивком «Ага!» – произнёс Дёциус «Вот так?» В одно мгновение космодесантник резко развернулся и выхватил болтер Из оружия прогремел единственный выстрел И снаряд попал в туловище неподвижной мишени Всего в нескольких метрах от оружейной горы Дёнчик капитана дёрнулся от выстрела, вызвав недовольство Хакура Довольный собой Дёциус отвернулся Мерик воен обменялся взглядами с Хакуром «Самодовольный щенок! Не понимаю, что увидел в нём капитан» «Когда-то я то же самое сказал о тебе, Мерик» «Скорость и мастерство ничего не значат, если нет надлежащего контроля» Упрямо продолжил апотекарий «Такие выходки больше подходят щеголям из детей императора» Слова приятеля вызвали на губах Хакура слабую усмешку «Несмотря ни на что, мы все космодесантники, братья и боевые товарищи» Благодушие военно окончательно испарилось «А это, братец, в такой же степени ложь, как и истина» В голубоватом кубе голопроектора появилось изображение конструкции Йорголов Широкий цилиндр имел длину в несколько километров Один его конец был закруглён, и на нём присутствовали механизмы управления А второй, постепенно сужаясь, переходил в короткую носовую часть Из кормы поднимались похожие на лепестки лопасти, покрытые блестящими панелями Они улавливали солнечный свет и направляли его внутрь через огромные, словно моря, иллюминаторы Мартарион указал на изображение Цилиндрический мир Этот образец по своей массе вдвое превосходит конструкции Обнаруженные и уничтоженные в районе планет Тасакбета и Фалон В отличие от них, нашей целью является первый действующий боевой корабль Йорголов Встреченный в глубоком космосе Один из адептов, извивающимися словно черви механодендритами, тронул переключатели И изображение отодвинулось, открыв поблизости флотилию каплевидных судов Впереди корабля идет значительная эскадра заграждения Капитан Тимитер должен возглавить вылазку с целью разорвать их строй и уничтожить линии коммуникации Примарх принял салют Тимитера и продолжал Отделения 1, 2 и 7 рот останутся со мной для штурма внутри колбы Наши уникальные таланты как нельзя лучше проявятся на таком поле боя Йорголы дышат смесью кислорода и азота с большой примесью хлора Которую наши легкие без труда смогут нейтрализовать Словно в подтверждение своих слов, Мартарион вдохнул газ из своей полумаски Первый капитан Тифон будет оставаться при мне Командор Грульгар проникнет в управляющий центр И возьмет под контроль главный распределитель энергии цилиндра Боевой капитан Гаро нейтрализует инкубаторы Гаро старательно отдал салют, повторив жесты Грульгара и Тифона Он подавил разочарование назначенной целью в отдаленной части цилиндра И вдали от поля боя Примарха И стал прикидывать первые наметки плана сражения Мартарион на мгновение замолчал А затем Гаро мог поклясться, что уловил в голосе Примарха намек на улыбку Произнес Как уже догадались многие из вас В этом сражении предстоит принять участие не только гвардии смерти По приказу Сиггелайта Малкадора Я пригласил дознавателей из дивизио Астротелепатика Под командованием рыцаря забвения Сестры Аминдеры Примарх наклонил голову И Гаро увидел, как сестра безмолвия в ответ склонилась в глубоком поклоне Она ответила языком жестов, быстро двигая пальцами и запястьями рук Уважаемые сестры присоединятся к нам, чтобы отыскать след псайкеров, который привел нас к этому миру Колби Гаро напрягся Псайкеры? Он впервые услышал о подобной угрозе, исходящей со стороны корабля Йорголов А потом заметил, что эти новости не удивили одного только Тиффона Я верю, что каждый из вас сознает важность данного предприятия Продолжал повелитель смерти, повышая голос Эти Йорголы постоянно проникают в наше пространство на кораблях, где воспроизводится их потомство Они пытаются заселить миры, принадлежащие императору Нельзя допустить, чтобы они смогли где-то закрепиться Примарх отвернулся, и его лицо скрылось в тени капюшона Со временем космодесантники изгонят этих существ с небес человечества И сегодня нам предстоит сделать первый шаг Гаро и его боевые братья снова отсалютовали А Примарх повернулся и скрылся в полумраке Не было ни боевых кличей, ни одобрительных выкриков Примарх сказал, и его голоса было достаточно Рывок двигателей тяжелого штурмового катера гулом отозвался в костях И прижал космодесантников компенсационным рамам Гаро напряг мускулы, преодолевая тяжесть ускорения И устремил взгляд на вогнутые створки дверей, образующих нос корабля Внутреннюю поверхность покрывала искусная чеканка Демонстрирующая бесчисленные операции, в которых участвовал катер В этот момент он был одним из сотен таких же судов Летящих сквозь бездну, несущих в себе настроенных на бой воинов И каждый был нацелен на корабль Йорголов Словно бездушная ракета из точно наведенного орудия Через пик цепи, внедренные в линзы брони Гаро быстро просмотрел сведения, доступные ему как командиру роты Перед его взором промелькнули изображения из глазных камер лидеров отделений Телеметрические данные из медицинского ауспекса воена И на мгновение появилась зернистая и размытая картина Переданная зазубренного носа корабля Гаро потратил несколько секунд, наблюдая за движением приближающегося громадного цилиндра Отливающая металлическим перламутром стена становилась все больше Она казалась такой огромной, что кривизна поверхности была почти незаметной И единственным признаком приближения стали выступающие детали корпуса корабля Россыпь штырей, возможно, служивших антеннами И округлая выпуклость орудия, плевавшегося желтыми трассирующими снарядами Капитан не опасался йоргольских пушек Штурмгруппа двигалась на предельной скорости Под прикрытием электронных залпов, маскирующих тепловых выбросов И мерцающих скоплений облаков в дипольных отражателей Что сводило на нет все попытки противника вести прицельную стрельбу Гаро был уверен в мастерстве Тимитера И знал, что капитан четвертый уже внес сумятицу в ряды заградительной флотилии Лишив ксеносов возможности предупредить основные силы Стена уже была совсем близко И дистанция сокращалась с каждым мгновением По краям надвигающейся громады Гаро успел заметить и другие суда, летящие к своей цели Дальнобойные датчики определили этот участок корпуса как самый тонкий Значит, гвардия смерти начнет вторжение именно здесь В полукилометре от центральной оси цилиндра Гаро отключил внешние источники Собрался с мыслями и активировал общий канал ВОКС-связи Его голос зазвучал в шлемах всех находившихся на борту космодесантников Крепитесь, братья! Удар уже близко! Я хочу, чтобы высадка прошла четко и быстро Так, чтобы сам император мог одобрить наше мастерство Он перевел дыхание и в этот момент взвыл сигнал тревоги Сегодня нас ведет Примарх, и мы должны вызвать у него чувство гордости за своих воинов За Морториона и Терру! Морториона и Терра! В общем хоре голосов Гаро различил голос Хакура По ВОКС-каналу прорезался голос Дёциуса, звенящий от усердия «Вперед, седьмая!» Закричал он, заглушая сигнал общего сбора «Вперед, седьмая!» Гаро присоединился, но через мгновение его слова заглушил удар Когда толстый нос штурмового катера врезался в корпус Йоргольского цилиндра Пронзительный скрежет разрываемого металла и свист вырывающегося газа Заглушили все звуки вокруг фюзеляжа катера А судно продолжало углубляться в толщу корпуса При помощи цепких гусеничных захватов на боковых плоскостях Автономный мозг пилота катера поворачивал и раскачивал судно Преодолевая хитиновый защитный слой толщиной в несколько метров А гидравлические установки уже выбросили зазубренные заглушки Чтобы предотвратить потерю внутренней атмосферы Неистовые броски и оглушительный скрежет Казалось, будут продолжаться вечно, но внезапно все стихло Штурмовой катер остановился Гаро уловил металлический скрип И на внутренней поверхности дверей зажегся предупредительный сигнал «Приготовиться к высадке!» — скомандовал он Створки повернулись на пироболтах И Гаро уже поднял болтер, готовый уничтожить любого Кто осмелится ворваться внутрь Но в открывшийся проем вместо вражеских защитников Неожиданно хлынул голубой поток солоноватой воды Ледяная жидкость быстро забурлила вокруг ног И поднялась до уровня живота «Вперед!» — взревел Гаро Боевой капитан стал выбираться из штурмового катера Чувствуя за своей спиной остальных воинов Он бросился в кабальтовый сумрак и устремился к поверхности Оглядываясь, не выпуская из рук оружия Это был один шанс из ста Вторжение произошло через дно неглубокого химического отстойника И темные корпуса катеров торчали из плотной жидкости Словно зазубренные пальцелатные перчатки Там, где вслед за кораблями ворвался убийственный холод космоса Вода уже начинала замерзать Превращаясь в твердые белоголубые пластины Сделав глубокий вдох Гаро даже сквозь дыхательные фильтры ощутил привкус металлических солей Рядом с ним, выбравшись из своего катера Выкрикнул команду Грульгар А на берегу, указывая своим жнецом, стоял Мортарион Одного вида примарха оказалось достаточно, чтобы разогнать кровь в жилах Гаро И держа болтер над головой, он устремился вперед, к мелководью «Вперед, седьмая!» Крикнул он, даже не оглядываясь Зная, что воины его роты уже образуют позади боевой строй От места высадки Гаро бросился в атаку Вместе с отделением ветеранов Хакура и Дёциусом с Эндеком в качестве поддержки Ровный берег Химического озера вокруг них огласился громовой стрельбой и ударами клинков Толпы космодесантников в смертельной, яростной схватке сошлись с ксеносами Силы чужаков быстро утратили порядок Даже в нечеловеческих войсках Гаро различал манеру передвижений и поведения воинов, когда они начинали терять уверенность Отдельные группы распадались и перестраивались Солдаты мельтешили в замешательстве вместо того, чтобы соблюдать строй и действовать как единый организм На уничтожение этого противника гвардии смерти не потребуется много времени и сил Стало ясно, Йоргалы слишком поздно поняли, что объект на пути их мира корабля является не огромным складом оружия А настоящим военным судном, на котором полно воинов Вторжение, близкое к попытке самоубийства, ошеломило их И они не смогли подготовиться к жестокой ярости нашествия гвардии смерти Кроме того, в расстановке сил тоже были допущены грубейшие ошибки Йоргалы-киборги, стоящие по берегам Химического озера, были быстро перебиты И их пронзительные крики далеко разнеслись по невысоким сыпучим дюнам, окружавшим место высадки десанта Гаро уже мысленно составлял план, как обезопасить зону высадки перед тем, как роты разойдутся Каждая к своей цели Одновременно он вел своих людей развернутым строем через толпу длинных, извивающихся ксенусов Сопровождая каждый шаг взмахами стальных лезвий или всаживая по паре болтерных снарядов в грудь любого встреченного Йоргала Космодесантники вскоре разошлись вокруг озера светлым кольцом, все дальше оттесняя защитников Стреляя на ходу, Гаро и его воины перевалили дюну из прозрачных гранул, громко хрустящих под ногами И обнаружили еще группу противников Фаланга Йоргалов, развернувшись быстрым маршем, бросилась им навстречу, пытаясь остановить и опрокинуть космодесантников С обеих сторон грянули выстрелы Тяжелый рев болтеров смешался со свистящим шипением электростатических разрядов из встроенных прожекторов врага Диоциус, предпочитая действовать прямыми ударами энергетического кулака, ворвался в самую середину чужаков А прокинул одного из них на землю и стал наносить один удар за другим, превращая в месиво длинную шею и овальную голову Йоргала Он что, забыл, что я вчера говорил? Я сказал целиться в тост, чтобы убить быстро и наверняка Нет, он не забыл Ответил Хакур Два самых больших ксеноса с необычным раскатистым криком сжались в комки и рванулись прямо на гору В прыжке они раскрылись, словно бутоны цветка, широко раскинув руки и по три ноги Там, где целые секции конечностей были заменены, капитан успел заметить серый блеск металла и черные изогнутые лезвия Он одним быстрым движением бросил висящий на перевязи болтер и выхватил из ножен вольнолюбца с сияющим энергией лезвием Размахнувшись, горо описал клинком широкую дугу и разрубил сразу обоих Лезвие легко рассекло чешуйчатую плоть Хакур одобрительно хмыкнул Он все такой же острый, как прежде? Да Кивнул горо, стряхивая с меча тяжелые багровые капли Он помедлил несколько мгновений, рассматривая разрубленные тела с тем же хладнокровием, с каким изучал изображение в электронном планшете Сэндека В естественном состоянии взрослые йорголы, когда еще состоят полностью из плоти, имеют рост около 4,5 метров и передвигаются на трех ногах, с тремя суставами на каждой, которые растут из нижней части туловища, наподобие колесных спиц Верхняя часть тела отличается только растягиваемой шеей и тем, что конечности заканчиваются шестипалыми кистями На овальных головах присутствуют глубоко посаженные слезящиеся глаза и складки плоти, обозначающие рот и нос Кожа у них напоминает кожу ящериц Стерры, вся в чешуе и крошечных костяных шипах Но естественных йорголов не существует Каждая особь этой разновидности ксеносов, убитая и изученная служителями империума, от нерожденных младенцев до немощных стариков, оказалась модифицирована вживленными приборами и программируемыми механизмами В электронном планшете демонстрировались такие инновации, как поршневые ноги, колеса или ролики вместо ступней Острые, как кинжалы когти, подкожные пластины брони, телекамеры внутри глазных впадин и даже встроенные в полые кости орудия для выброса игл Гарони мог не заметить сходства между имплантатами чужаков и генноинженерными органами, которыми обладал каждый космодесантник Но они были ксеносами и, кроме того, захватчиками Между ними не было ничего общего, и по приказу императора они подлежали уничтожению за попытку вторгнуться в пространство людей Неподалеку от границы озера толпа когтистых йорголов, вероятнее всего особей, предназначенных для рукопашного боя, набросилась на дредноута из второй роты Заслуженный воин стал вязнуть в жиже на самом краю воды Гару видел, как дредноут крутился вокруг своей оси, отбиваясь ударами цепного кулака Внезапно в середину толпы откуда-то метнулась белая вспышка, и капитан услышал оглушительный хохот Игнатия Грульгора Капитан второй роты, окруженный ксеносами, выпрямился и запрокинул голову Грульгор сражался с непокрытой головой, и вредные примеси воздуха мира бутылки его совсем не беспокоили В каждой руке он держал по болтеру производство мастерских Марса, и с видимым удовольствием в упор разряжал их во врагов Быстрая очередь искрошила йорголов в мокрые обрывки плоти, дав возможность дредноуту вытащить ноги и выйти на твердый грунт Еще через несколько мгновений Грульгор уже стоял в кольце исковерканных трупов чужаков, и из обоих болтеров поднимались струйки дыма Командор отсалютовал примарху, дерзко усмехнулся в сторону горо и отправился на поиски новых целей У него нет никакого понятия об искусстве боя, правда? Пробормотал Хакур Почтенный Хурон Фал сам мог бы выбраться из этой свалки, но Грульгор решил вмешаться, лишь бы продемонстрировать примарху свою удаль Не подумав, что боеприпасам можно найти более удачное применение Мы гвардия смерти, нам ни к чему думать об искусстве Возразил Гаро Мы ремесленники войны, и ничего больше, прямолинейные и жестокие Мы не ищем славы и почестей, важно только выполнить свой долг Да, конечно Добродушно согласился ветеран Диоциус, все еще на стороже, отбрасывая ногами части тел, разорванных его выстрелами, подошел к Гаро Фу, ты чувствуешь это? Чувствуешь, как смердит их кровь? Боевой капитан не ответил Он нерешительно замер, наблюдая за припадком холодной ярости Мортариона Рядом с ним кружились и размахивали оружием Тифон вместе с двумя часовыми смерти Их жнецы беспрепятственно рассекали беспорядочные толпы визжащих йоргов Сам повелитель смерти явно считал этих низших представителей ксеносов недостойными своего жнеца И вместо этого направлял на них лучи лампиона Резкие белые лучи, вылетающие из короткого дула огромного бронзового пистолета, несмотря на систему усиления зрения, оставляли на сетчатке глаз Гаро красные полосы Едва такой луч касался любого из защитников, как тот мгновенно превращался в обугленный силуэт, а затем исходил дымом Мортарион шагнул в самую гущу свалки и, нагнувшись, вытащил раненого воина, легко разбросав врагов и обеспечив ему безопасность Примарх произнес несколько слов, и после этого гвардея смерти с яростным ревом снова ринулся в бой «Великолепно!» — выдохнул Дёциус В его голосе Гаро услышал страстное желание молодого воина Стремление сбежать с дюны и присоединиться к Мортариону Отбросить все условности ради возможности сражаться в лучах ауры своего повелителя Этому соблазну было очень трудно противиться Гаро и сам чувствовал то же самое, но он не мог опуститься до того, чтобы уподобиться выскочкам вроде Грульгора Но вот молодой воин оторвался от созерцания и обернулся Так это и есть грандиозное творение ксеносов! Здесь и посмотреть-то не на что! Люди, странствующие в космосе, тоже когда-то жили в похожих цилиндрах Заметил Сэндок, перезаряжая оружие Это было в далеком прошлом, до того, как они победили с его притяжения Их называли колониями Ахнил Сведения не произвели впечатления на Дёциуса Он указал вдаль, где ландшафт, искривляясь, замыкался высоко над их головами Тонкая полоска иллюминаторов тянулась по оси цилиндра от кормы к носу И исчезала в желтых облаках Внезапно Горо прищурился, заметив двигающиеся зелёные точки Они летели по коридору с нулевой гравитацией в центре корабля Мира Рядом с ним насторожился Хакур Я тоже их вижу, боевой капитан Воздушное подкрепление Горо включил общий вокс-канал Гвардия смерти! Смотреть вверх! Стоящий на скользком от крови берегу Мартарион Ткнул вверх лезвием своего жнеца У капитана седьмой роты острое зрение Ксеносы пытались отвлечь нас лёгкой победой И приковать внимание к поверхности Примарх коротко кивнул Горо И перешёл на другую сыпучую дюну Не обращая внимания на стук игольчатых снарядов Йоргов Не причинявших вреда его брони Поднимая лицо к ограниченному цилиндрам небу Мартарион сбросил с головы капюшон Мы должны исправить эту ошибку Мимолетная похвала, несмотря на твёрдое намерение Не придавать ей значения На целую секунду приковала ноги на тоннеля к земле Внимание Примарха, сына Императора Пусть даже кратковременное, кружило голову И теперь капитан мог понять Почему люди вроде Грульгора готовы на всё Чтобы его заслужить Но Горо быстро опомнился и сменил обойму Седьмая, к оружию! Крикнул он, поднимая болтер к плечу И целясь вдаль Летающих Йоргов оказалось намного больше Чем их собратьев, поджидавших гвардию смерти на поверхности Эти особи в блестящих зелёных мундирах Которые развивались вокруг них длинными лентами Ради механических усовершенствований пожертвовали хирургам по две свои конечности Вместо них появились подвижные крылья из металлических перьев Заточенных до остроты бритвы Ступни превратились в клубки загнутых когтей А ещё в полые трубки, повёрнутых вперёд костей Было встроено множество дуговых разрядников и игломётов Стая Йоргов с сухонем и свистом устремилась вниз И была встречена лавиной болтерного огня и высокоэнергетической плазмой Многие погибли сразу Но это была только первая волна А из тонких желтоватых облаков продолжали падать зелёные мерцающие силуэты На глазах Горо летающие Йоргалы набросились на одного из воинов отделения Хакура Окутали его искусственными молниями И в воздухе запахло обугленной человеческой плотью Дредноут Хурон Фалл неподалёку от капитана Применил ракетную установку Посылая в плотную стаю смертельные разрывные заряды И десятки врагов, изуродованные или оглушённые, попадали на землю Горо, в свою очередь, держался осторожно Припадая к самому песку Избивал ксеносов очередями из болтера Заставляя их пикировать и блестящими брызгами врезаться в землю Замысел атаки был предельно прост Летающие Йоргалы пытались загнать космодесантников обратно в ледяное озеро Ну уж нет Никому не обращаясь, пробормотал боевой капитан Подрезая крылья крупной женской особи Отчего та по спирали понеслась вниз и воткнулась головой в песок Внезапно он понял, что кроме космодесантников в бой вступил кто-то ещё Горо оглянулся через плечо и удивлённо нахмурился Позади него появились стройные золотистые фигурки Сёстры безмолвия двигались короткими перебежками Прикрывая друг друга огнём и сохраняя строй с такой чёткостью, какую до сих пор он мог наблюдать только у космодесантников Капитан не мог отличить одну женщину от другой Их доспехи, отполированная до невыносимого блеска, не были украшены ни отличительными знаками, ни пергаментами с особыми обрядами, как светлая броня Гвардии Смерти Лица скрывались под ястребинными полумасками, напомнившими Горо закрытые врата древней цитадели Маски наверняка были снабжены воздушными фильтрами, что позволяло сёстрам без труда переносить отравленную атмосферу мира бутылки Все они казались одинаковыми, словно вышли из одной литейной формы, изготовленной руками императора Горо на мгновение задумался, не выглядят ли космодесантники точно так же в глазах обычных людей Сёстры несли с собой мечи и огнемёты Лезвия и языки пламени без устали сметали летающих йорголов, едва они оказывались в пределах досягаемости Некоторые из сестёр были вооружены болтерами Согласно принятому на службе императору Абету, женщины никогда не разговаривали Даже в тех случаях, когда их пронзали смертоносные иглы или сжимали молнии разрядников Они общались между собой на языке жестов, похожем на боевые знаки космодесантников А в Воксканале использовали последовательности щелчков языком Потому, как они влились в развернувшееся сражение, Горо не сомневался, что сёстры точно знали, куда идут Золотые воительницы прошли мимо него, и ближайшая из сестёр окинула Горо взглядом, от которого он на мгновение похолодел То, что женщины странствовали по галактике в поисках нечестивой психической силы, чтобы завладеть источником или уничтожить его, было общеизвестным фактом Но мало кто знал, как именно они этого добиваются Горо было известно, что в отличие от всех живых существ, эти безмолвные женщины хранили молчание не только в материальном мире, но и в эфемерном пространстве мыслей Их называли разными именами Неприкасаемые, парии, отсутствующие Поймав себя на нерациональных раздумьях, Горо нахмурился и выбросил из головы посторонние мысли В следующее мгновение он о них забыл, поскольку внутри визора замелькали предупредительные руны Затем капитан услышал свист воздуха, рассекаемого железными крыльями Он отреагировал в тот самый момент, когда стоя Йорголов была почти над головой Быстро, как может только космодесантник, Горо ударом по спине бросил идущую рядом женщину вперед и вниз И многосуставные когти уже со свистом неслись ему навстречу Он только успел поднять руку, чтобы отвести удар, но цепкие лапы уже вонзились в доспехи, захватив шейную застежку Визжащий Йоргол, не выпуская шлема, рванулся вверх, так что чуть не оторвал противнику голову Капитан пошатнулся, но удержался на ногах и выстрелил из Болтера Одновременно с оружием Горо грохнул выстрел Болтера сестры, успевшей перевернуться на песке Ни один Йоргол из стаи, осмелившийся их атаковать, не удержался в воздухе Наконец, боевой капитан провел рукой по лицу и с удовольствием отметил, что этот поединок не оставил на нем новых шрамов Ищейка, поднявшись на ноги, подошла к Горо и протянула ему шлем, вырванный из когтей убитого Йоргола Шлем сильно пострадал, но символический жест имел огромное значение Женщина заглянула ему в глаза, затем опустила голову и поднесла свободную руку к своей груди, а потом к колбу Жест был совершенно ясен Прими мою благодарность Горо, не зная правил этикета, просто кивнул, и этого оказалось достаточно Женщина, не оборачиваясь, двинулась дальше Только увидев ее сзади, Горо заметил пучок черных волос, не спадавших из-под золотого черепа, и алую аквиллу на уровне лопаток Боевой капитан снова бросился по усеянным трупами Йорголов Дюном в гущу сражения Кое-где встречались и редкие тела павших воинов гвардии смерти Каждый брат, распростертый на земле, словно добавлял топливо в полыхающий костер ярости Любой из них стоил тысячи нелепых захватчиков Раздался еще один звонкий треск лампиона-примарха, и Горо посмотрел вверх Луч пистолета отыскивал в небе скопления Йорголов и превращал их в хлопья падающего пепла На общем канале послышалось хриплое ворчание Тиффона Если это все, с чем нам придется здесь столкнуться, то наша мощь останется невостребованной Я был послан сюда своим отцом Голос Мортариона был спокоен, но в нем слышалась настойчивость Неужели ты считаешь, что он ошибся, первый капитан? Любой другой человек, заслышав замаскированную угрозу, пошел бы на попятный, но только не Тиффон Я только расстроен убогостью сопротивления, лорд-командир Мы проделали такой длинный путь, сэр Горо уловил согласную усмешку Возможно, друг мой Затем примарх активировал общий канал и заговорил громче Сыны смерти, вам известны ваши цели Расходитесь по подразделениям и доводите до конца начатое дело Тиффон остается со мной Задача Грульгора – обладать центром управления Горо – захватить инкубатор Вперед! Воины седьмой роты собрались вокруг своего командира И Горо с радостью отметил, что потери невелики Апотекарий воен внимательно осмотрел его с ног до головы Молчаливо комментируя состояние висящего на поясе шлема Дёциус тоже подошел с непокрытой головой И губы на его бледном лице все еще были растянуты в хищном оскале Немым подтверждением его успехов в убийствах Служили клочи внутренностей, свисавшие с энергетического кулака Горо кивнул своим людям, и они быстро построились Оставив Грульгора добивать последних летающих Йорголов Отряд двинулся к назначенной цели Они быстрым шагом миновали дюны из химического песка И оказались в лесу из странных деревьев Сотканных из какого-то грубого волокна Сэндек показал на свой планшет Тактическая разведка показала, что источники теплового излучения Сопоставимые с инкубатором Йорголов Расположены в той стороне Он махнул рукой Нам туда Виртуальный компас не в состоянии охватить всю внутренность мира бутылки А насколько точны эти сведения? Поинтересовался Хакур Сюрвиторы-датчики не смогли нас предупредить Что место высадки десанта находится в химическом озере Интересно, что еще они упустили? Сэндек нахмурился Сведения несколько противоречивы Значит, нам лучше готовиться к сюрпризам Заметил Раль, крепче сжимая приклад Болтера Не вздумай сожалеть о назначенной тебе цели, капитан Мартырион говорил, не глядя на него А Гарро уставился на голопроектор в центре зала собраний стойкости Этот так называемый инкубатор не только ясли для йоргольских детенышей Но еще и место, где проводятся модификации Вполне возможно, что ты обнаружишь яйца не только с зародышами Но и со взрослыми вооруженными воинами Эти слова примарха он вспомнил, глядя на высокие волокнистые деревья При углублении в лес, где стволы стояли плотными правильными рядами Стало видно, что на них уродливыми плодами висело множество больших серых шаров Кое-где в шарах можно было заметить движения и толчки То там, то здесь попадались лужицы водянистой жидкости Которую Сэндек немедленно определил как желток Воен с ним согласился и показал на истекающие жидкостью шары Разорванные, бесформенные и, по всей видимости, пустые Курни деревьев сосывают жидкость и возвращают ее в систему Предположил Сэндек Очень эффективно Я дрожу от восхищения Бросил Раль таким тоном, что никто не поверил его словам Дёцуус прижал к груди болтер А где же охрана? Неужели эти ксеносы так мало заботятся о своем потомстве, что оставили его на съедение хищникам? Возможно, их детеныши и есть хищники Мрачно заметил Хакур Один из воинов отделения ветеранов остановился и показал прямо перед собой «Капитан!» — окликнул он Гарро «Вы видите?» «Что там?» — отозвался Натан Эль Космодесантник, нагнувшись, поднял с земли блестящий металлический предмет округлой формы И повертел его в руках «Это, сэр, я думаю, это шлем» Он поднял свою находку, чтобы показать остальным И Гарро с ужасом узнал элемент брони сестер безмолвия Внутри что-то повернулось И из шлема на землю выпала отрезанная голова с пучком белокурых волос «Чисто отрезано!» — произнес космодесантник «И совсем недавно» Воен прищурил глаза «А где же все остальное?» Диоциус с дулом Болтера показал на ветве нескольких деревьев «Здесь и там, и там тоже, мне кажется, повсюду» На каждом из деревьев ясно виднелись красные и золотые обрывки «Сестры пришли в инкубатор?» — удивился Хакур и внимательно осмотрелся «Что здесь понадобилось ищейкам?» Диоциус сухо усмехнулся «Старик, это будет второй вопрос после того, как мы выясним, что ее убило» Спереди, из самой гуще волокнистых деревьев, послышалась Болтерная очередь Низкий рокот прокатился по песку под ногами И Гарро успел заметить отдельные вспышки разрывов Деревья впереди стали раскачиваться и ломаться с треском, напоминавшим хруст раздробленных костей Вершины вздрагивали и падали, как будто их сбивало какое-то огромное существо «Вот и ответ на твой вопрос!» — воскликнул Раль, поднимая Болтер Среди яйценосных деревьев появились сестры Они двигались словно в танце, но их оружие не на шутку тревожило Йоргольского великана Ни во время операции высадки в мире бутылки, ни в документации Сендека Гарро не видел такого громадного ксеноса Внешне он был похож на всех остальных Йорголов, но по росту и весу превосходил их раз в десять Его голова возвышалась над кронами деревьев, а тело представляло собой сплав чешуйчатой плоти и металла Пораженный гигантизмом Йоргол был модифицирован, чтобы стать еще больше Внутри стеклянного шара, в середине корпуса киборга, боевой капитан заметил участки плоти Возможно, это было все, что осталось от его естественного тела У громадного существа не было рук Вместо них из всех плечевых впадин росли пучки гибких серых металлических щупалец Большая часть отростков, словно змеи, хлистала по сестрам А остальные сплелись вокруг невидимого издали предмета, который был бережно прижат к груди монстра А вот и охранник, предположил воен А вот и цель, поправил его Дёциус, открывая огонь Гвардия смерти, стреляя на ходу, бросилась на помощь сестрам безмолвия И их снаряды добавились к ареолу взрывов вокруг киборга Гаро вдруг показалось, что киборг пытался убежать, а потом развернулся и отказался от этого намерения Возможно, он мог бы скрыться от женщин Но с появлением Гаро у него оставалась только одна возможность – драться Металлические щупальца метались над землей, поднимая фонтаны грязи заостренными наконечниками Они сжимались и дергались, вырывая не только клочья дёрна, но и целые деревья Хакур замешкался на одно мгновение, и щупальца хлестнула по нему, так что воин покатился по земле и ударился о ствол дерева Капитан пригнулся, увертываясь от свистящих над головой искусственных змей Одна из ищеек остановилась, чтобы перезарядить болтер, и тут же встретила удар своей грудью Наконечники пронзили её тело и прикололи женщину к дереву, затем отдёрнулись, выбив поток крови Кровавый след ещё тянулся за ними, а щупальца уже сбили с ног Раля и сорвали шлем с одной из сестёр Кэндл Едкий воздух Йоргольского мира мгновенно наполнил лёгкие суровой рыжеволосой ноль девы И она жестоко закашлялась, едва удерживаясь на ногах Воен уже ринулся ей на помощь Горо помрачнел Движения киборга были слишком быстрыми, сильными и непредсказуемыми Чтобы его уничтожить, требуется подойти поближе Капитан перевёл регулятор болтера на автоматическую стрельбу и ринулся навстречу Йоргольскому гибриду Горо разрядил в ноги и нижнюю часть корпуса целую обойму И фонтаны маслянистой жидкости, перемежаемые искрами короткого замыкания, показали, что снаряды попали в цель Йоргольский монстр разразился яростными воплями и сосредоточил все свои усилия на воине в светлых доспехах Плеть и щупалец с напряжённым гудением рванулись вперёд, но Горо перекатился по земле, миновав то место, куда они были нацелены Один из наконечников всё же царапнул по керамиту и проник как раз в ту трещину, которая осталась от когтей летающего Йоргола, напавшего на берегу озера Едва затянувшаяся рана открылась, и Горо ощутил укол боли Удачное движение другим щупальцем, мгновенное замешательство Горо, и вот уже его болтер, вращаясь, взлетел в воздух, а удерживающее оружие перевесь лопнуло Горо попытался ослабить силу удара, снова покатился по земле и вскочил на ноги, уже держа наготове вольнолюбца Металлические щупальца опять взвились в воздух, и капитан стал отбивать их, так что искусственный дневной свет в странном лесу померк от сверкающих огненных искр Все остальные воины продолжали обстреливать киборга, но его внимание по-прежнему делилось между Горо и бережно прижатым к груди предметом, завернутым в тонкий серый муслин Боевой капитан продолжал приближаться к Йоргольскому механоиду, отсекая острые наконечники одних щупалец и увертываясь от других Металлические конечности обвились вокруг его ног, и Горо повернулся, чтобы их разрубить, но вблизи тела щупальца были более толстыми, сильными и упругими Мощные кольца обхватили его, и капитан почувствовал, что ноги отрываются от земли Гибрид Йоргола и машины яростно встряхнул добычу, а Горо беспомощно размахивал вольнолюбцем, не в силах дотянуться до врага От сильной встряски у него застучали зубы, и во рту появился привкус крови Он услышал, как затрещала пласталь в соединительных узлах доспехов, и уловил резкий запах испарившегося охладителя из ранца Давление на внутренний панцирь и грудную клетку так возросло, что космодесантник сквозь зубы зашипел от боли Кольца с каждой секундой сжимались все туже, и воздух почти перестал поступать в легкие Горо ощутил движение и понял, что киборг поднял его и поднес к стеклянной капсуле, содержащей остаточную плоть Оттуда уставились хищные глаза, горящие ненавистью Йоргол хотел видеть, как он умирает, и собирался насладиться этим зрелищем Все три легких в груди уже лишились остатков воздуха, а сердце бешено заколотилось Горо стал погружаться во тьму В последний момент перед его мысленным взором предстала призрачная фигура Казалось, что это его примарх, что он манит его погрузиться в забвение В тот же момент Горо с отчаянием собрал остатки последних сил «Именем Терры, — говорил он себе, — ради моего родного мира и империума человечества я не погибну» Мощный горячий поток энергии возник в теле Горо заглянул в себя поглубже и обнаружил источник веры, дававший возможность бороться со смертельными объятиями Ксенуса Горо нарисовал себе образ могущественной Терры Императора, поддерживающего ее своей дланью, и по занемевшим мускулам разлилось тепло Он испустил бессловесный, яростный вопль и последние капли энергии направил в вольнодумца Энергетический клинок вонзился в стальное щупальце Йоргала и рассек его, пройдя сквозь искусственные нервы и механические цепи Киборг замер, потом пошатнулся, а Горо, рассыпая обломки керамической брони, продолжал разрушать свою клетку Горящие легкие рывком заполнились спасительным воздухом Капитан, подняв сияющий меч, снова устремился вперед, несмотря на все усилия механоида отшвырнуть его От Горо не ускользнули эмоции, тронувшие ротовые части Йоргала, когда вольнолюбец коснулся верха стеклянной колбы В отличие от Ксенуса, капитан не был склонен к излишней жестокости Он не стал медлить и всем своим весом налег на эфес меча Разбил капсулу и погружал лезвие вплоть в рога, пока оно вместе с фонтаном багровой крови не вышло из спины Йоргал рухнулся глушительным треском, увлекая за собой немало стоящих поблизости деревьев Полумертвые зародыши списком вывалились из яиц и были встречены огнем болтера в гвардии смерти и ищеек Выдернув меч, Горо бросился на землю, чтобы переждать последние удары извивающихся в агонии щупалец Ничем не удерживаемая ноша киборга, завернутая в серый муслин, подкатилась к ногам капитана Горо опустился на колени и острием меча осторожно отодвинул ткань Внутри оказался нерожденный Йоргал Самым удивительным в этом трехногом зародыше было даже не отсутствие каких-либо механических устройств А его необычная мутация Два ксеноса каким-то образом срослись во время развития в одно уродливое существо В отличие от овальных голов, типичных для его рода, существо имело огромный череп с четырьмя хорошо различимыми полушариями Руки и ноги тотчас протянулись навстречу Горо Мутные глаза повернулись и замерли, уставившись в его сторону Внезапно воздух вокруг изменился Капитан Кожий ощутил, что атмосфера стала густой и скользкой, резко запахла озоном Он уже испытывал такое же чувство на других полях сражений, в других воинах на благо человечества Разум Горо выдал одно лишь слово, и он понял, зачем сюда пришли сестры безмолвия Псайкер Горо широко размахнулся мечом, готовый отделить уродливую голову от тела зародыша Стой! Слово окатило его ледяной волной, и руки как будто онемели Озоновая пелена обволакивала, затемняла разум и вытесняла мысли точно так же, как совсем недавно удушающее объятие киборга Существо проникло в разум Горо так легко, словно читало книгу Гварде от смерти! Довольным шепотом шелестело существо Такой уверенный в своей проводе, ты так боишься увидеть трещину в своей вере Горо попытался завершить удар, но чувствовал себя связанным, пойманным, как муха в куске янтаря Скоро нас станет конец, мы видим саду, и ты тоже увидишь Все, чему ты поклоняешься, рассеется Туловище мутанта взорвалось кровавым месивом и осколками костей от единственного болтерного снаряда, оставившего в нем отверстие величиной с кулак Пелена неожиданно спала, и Горо изумленно моргнул, словно пробуждаясь от глубокого сна Обернувшись, он увидел за своей спиной Амендеру Кэндалл с еще дымящимся оружием Сквозь прорезь в шлеме на него внимательно смотрели темные глаза сестры Капитан медленно поднялся и повторил ее жест, увиденный на берегу озера Сначала пальцами в бронированной перчатке дотронулся до груди, а затем до лба До него донесся поднявшийся в лесу шум Виски, свист с каждой секундой становились громче Негармоничные звуки резали уши Это было погребальное завывание Плач тех, кто оставался в яйцах «Смотрите!» — закричал Хакур «Смотрите на деревья! Все пришло в движение!» Все яйца в поле зрения Гарро начали дрожать и раскачиваться Это йоргольские зародыши пытались вырваться из своего заключения и убежать Уголком глаза Гарро заметил, что Кэндалл отдала приказ своим подчиненным Собрать в кольчужный мешок останки убитого мутанта Затем она перевела взгляд на Гарро и кивнула Возможно, воен был прав Вероятно, Киборг был охранником детеныша Псайкера А теперь он погиб, и его сородичей охватила ярость Повсюду с деревьев падали струйки желтка Кэндалл сделала несколько отрывочных жестов И сестры принялись действовать Они активировали огнеметы и направили их на кроны деревьев Гарро уловил смысл в их намерениях и отдал приказ Павоксканалу «Применить гранаты и взрывчатку! Берите пример, сестер безмолвия! Уничтожить все деревья!» Волокнистая ткань стволов оказалась сухой и прекрасно горела Через несколько мгновений весь лес ксеносов был объят огнем Серые шары кипели и лопались от жара Множество модифицированных детенышей попадали на землю и были тщательно уничтожены Гарро наблюдал, как ревет и бушует голубоватое пламя Как гибнут дремлющие и нерожденные обитатели мира корабля По всему цилиндру гвардейцы смерти уничтожали Йорголов Доказывая лживость последних слов мутанта «Ложь!» — вслух произнес Гарро, глядя на поднимающиеся клубы ядовитого дыма Глава третья Лерия Глорис, отравленный кубок, подвергнут допросу После разгрома врага корабли гвардии смерти перегруппировались и подвели итоги сражения Заградительная флотилия Йорголов превратилась в облако из кристаллизовавшихся газов, обломков судов и трупов Некоторые из каплевидных кораблей все еще оставались почти целыми, но атомные заряды настигали их один за другим и превращали в ослепительные шары радиоактивной плазмы Меньше чем за стандартные сутки терры не осталось ничего, что напоминало бы врага, с которым гвардия смерти столкнулась накануне Среди обломков мелькали штурмкатера в поисках космодесантников, которых вынесло в открытый космос во время абордажных операций Те, кого смогут найти, будут похоронены как герои, но только после того, как из их тел будут извлечены железы гинокода Драгоценные органы мертвецов, строители плоти снова будут служить легиону Когда наступит следующий период набора воинов, железы имплантируют новичкам для умножения сил Время от времени случались и счастливые находки, когда внутри доспехов, под убаюкивающее гудение мембран, дремал в анабиозе живой боевой брат Но такие случаи были чрезвычайно редки Ниже места сбора флотилии гвардии смерти, чьи корабли медленно кружили, словно хищники над добычей Цилиндр Йорголов выполнял последний поворот по направлению к эклиптической плоскости системы йоты-хорологии Следом за ним, как за кометой, тянулся слабо светящийся шлейф из разбитых солнечных панелей и вылетевших обломков Основные плазменные двигатели с трудом справлялись с колоссальной массой мира бутылки и напряженно перемегивались От имени механикумов с борта призрака смерти было доставлено прошение, в котором они умоляли Мортариона дать несколько дней на изучение технологий чужаков Примарх, пользуясь своей властью, отказал Смысл приказа Малкадора, а следовательно самого императора, был совершенно ясен Вторгнувшиеся в этот сектор Йорголы должны быть уничтожены Командир гвардии смерти не видел причин отступать от приказа Ничего, что имело отношение к чужакам, не должно сохраниться И все же На тоннель Гаро наблюдал за передвижениями кораблей с галереи, расположенной над главной посадочной палубой Над ним, за толстым бронированным стеклом, темнел космос Внизу, сквозь латунные рамы и декоративные решетки, просматривалась вся посадочная платформа Его взгляд рассеянно скользнул вниз Внизу, среди стройных штурмкатеров и тяжелых громовых ястребов, стоял один единственный пассажирский челнок, напоминавший своими очертаниями лебедя Широко распростертые черные крылья поблескивали по золотой отделке В стае серых и белых хищников он был единственным ярким пятном После того, как все приметы Йоргольского мира в этой части космоса будут окончательно уничтожены, на челноке сохранится единственное материальное свидетельство проведенной операции Интересно, какие еще приказы, полученные сестрами, не согласуются с распоряжениями примарха? Но если они выполняли волю императора, это ведь нельзя считать пренебрежительным отношением к приказам Мартариона Нельзя рассматривать их поступок как неповиновение Гарро никогда не слышал о таких случаях и даже не мог себе представить ситуацию, когда приказы примархов не совпадали с волей императора Мягкое шипение гидравлики оповестило об открытии входного люка на галерею И Гарро обернулся посмотреть, кто нарушает один из несчастных моментов его уединения после битвы Но при появлении в пустынной гулкой колоннаде двух фигур на его лице появилась улыбка Вошедшую Аминдеру Кэндалл и ее спутницу, молодую девушку в более скромном, чем у ящейки костюме, он приветствовал легким поклоном Кэндалл выглядела так же, как, по мнению Гарро, он сам выглядел в ее глазах Только что из боя, измученная, но довольная благополучным завершением операции «Сестра», — заговорил Гарро, — «надеюсь, прошедший день принес вам удовлетворение» Женщина сделала несколько жестов, и ее спутница заговорила «Рады видеть вас, боевой капитан Гарро Задание Империума было выполнено в силу наших возможностей» Натануэль удивленно приподнял бровь и посмотрел на девушку Теперь он рассмотрел ее более отчетливо На ней, в отличие от Кэндалл, не было ни брони, ни оружия «Простите, но, насколько мне известно, сестры безмолвия никогда не разговаривают» Девушка кивнула и ответила менее официально «Это действительно так, господин Никто из сестер, давших обет спокойствия, не произносит ни слова до самой смерти Я всего лишь послушница, капитан Мне только предстоит дать обед, а пока я могу с вами разговаривать Сестры в ожидании, вроде меня, служат ордену в тех случаях, когда необходимы переговоры с посторонними» «Вот как!» — кивнул Гарро «Тогда могу я спросить твою госпожу, что привело ее ко мне» Кэндалл снова начала жестикулировать, и девушка переводила ее жесты в прежней официальной манере «Перед тем, как мы покинем стойкость, я хотела бы поговорить о той ситуации, которая возникла на борту Йоргольского цилиндра Император пожелал, чтобы ни вы, ни ваши люди ни с кем не обсуждали это дело» Капитану все стало ясно Конечно, зачем бы Кэндалл убивать Йоргольского псайкера выстрелом в грудь, когда можно было выстрелить в голову Да для того, чтобы сохранить секреты, таившиеся в этом уродливом черепе Он мысленно кивнул Великие замыслы повелителя человечества в постижении царства Эфира никоим образом не касались его, простого офицера И если для этого императору потребовался труп мутанта Ксеноса, Натане Эль Гарро не собирался препятствовать его планам «Я позабочусь об этом, у императора свои задачи, а у нас свои, мои люди не будут обсуждать этот случай» Сестра безмолвия подошла ближе и пристально посмотрела ему в лицо Она что-то показала на пальцах своей помощницы, но девушка засомневалась и перед тем, как передать ее слова, о чем-то спросила свою госпожу «Сестра Аминдера спрашивает, она хотела бы узнать, не разговаривал ли с вами этот младенец?» «У него же не было рта», — неожиданно торопливо ответил Гарро Кендал приложила палец к губам и покачала головой, затем перевела руку к виску Натане Эль взглянул на свои руки На них все еще виднелись брызги йоргольской крови «На мне не осталось никакой скверны», — настаивал он «Это существо не смогло меня заразить» «Он разговаривал с вами?» — прозвучал тот же вопрос Прежде чем капитан ответил, прошло несколько мгновений «Он знал, кто я такой, он сказал, что видит завтрашний день, и что все, чему я поклоняюсь, погибнет» Гарро усмехнулся «Но я космодесантник, я не поклоняюсь ничему, я не чту ложных богов, только реальность имперских истин» Его ответ, похоже, удовлетворил сестру Аминдеру Она вежливо кивнула «В вашей верности, как и в верности остальных гвардейцев смерти, никто не сомневается, капитан Благодарю вас за честные ответы» — перевела послушница «Мне стало ясно, что это существо старалось отвлечь вас от ваших намерений Вы правильно поступили, сопротивляясь его попыткам» Рыцарь забвения сотворила знамение Аквилы и поклонилась Девушка повторила ее движение «Моя госпожа от имени сестер Безмолвия выражает свое восхищение и благодарит вас и воинов вашей роты Ваши имена будут упомянуты в докладе для Сиггилайта в связи с выполнением задания Терры» «Для нас это большая честь», — ответил Гарро «Если мне будет позволено, я хотел бы узнать о состоянии ноль девы, той, что во время боя лишилась шлема» Послушница кивнула «Ах да, сестра Фесалия, ее раны довольно тяжелые, но она обязательно поправится Наши медики на борту Аэрия Глорис успешно выбрали метод лечения И они признают, что брат воен спас ей жизнь» «Аэрия Глорис», — повторил Гарро «Я не знаю такого корабля, он состоит в нашей флотилии» На губах Кендалл появилась улыбка, и сестра что-то показала послушнице «Нет, капитан, он состоит в моей флотилии, посмотрите сами» Сестра показала на стеклянный купол, и Гарро взглянул в указанном направлении Перед носовой частью стойкости, между кормой соседнего боевого корабля и светом далекого ятанского солнца, как будто двигалась часть бездны Тогда как обычные суда имперских флотилий всегда передвигались с вымпелами и сигнальными огнями, обозначавшими длину корпуса Этот корабль, Аэрия Глорис, шел в абсолютной темноте Судно появлялось из межзвездных глубин, как океанский хищник поднимается к поверхности Ночного моря Гарро еще не приходилось видеть черный корабль Это было главное судно Сестер Безмолвия, и оно носило их по всей галактике, куда с исследовательскими миссиями их посылал Император Кроме основных деталей корпуса, в темноте трудно было рассмотреть что-либо еще Силуэт боевого крейсера, очерченный сиянием йоты-хорологии, показывал, что размер судна не уступает крупному боевому кораблю Гвардии Смерти, неукротимому духу В отличие от других имперских кораблей, на нем не было похожего на плуг лезвия, и носовая часть имела плавные очертания Единственный узкий, словно клинок парус, стоял под кормой, а на нем мерцал символ аквилы, вырезанный из вулканического стекла Если стойкость и другие корабли флотилии Гвардии Смерти можно было назвать мечами, карающими врагов Терры, то Аэрия Глорис подошло бы сравнение с молотом ведьм Впечатляюще! — только и смог произнести Гарро Неожиданно для себя капитан подумал, что было бы интересно посетить палубу этого корабля, хотя таившиеся в нем секреты его одновременно притягивали и отпугивали Сестра Амендера снова поклонилась и кивнула послушница — Нам пора идти, уважаемый капитан, — сказала девушка — К концу дня предстоит осуществить переход к луне, а варп становится неспокойным — Счастливого пути, сестры! — попрощался Гарро, не в силах оторвать взгляда от темного силуэта корабля Калеб вез тележку по оружейной палубе, стараясь держаться как можно ближе к стене узкого прохода Поперек тележки лежал болтер его господина, обычно бывший в безукоризненном состоянии, но получивший немало царапин во время операции на корабле Йорголов Обязанностью Калеба, как денщика Гарро, было доставить оружие сервиторам-оружейникам и проследить, чтобы болтер как можно скорее снова приобрел безупречный вид Калеб не хотел подводить своего господина Ему предстояло пройти мимо нескольких групп воинов гвардии смерти, которые разоружались и обменивались впечатлениями Людей из роты Тимитера, занятых обсуждением трудного момента во время абордажа, и космодесантников Тиффона, все еще пребывавших в веселой агрессивном возбуждении На другом конце зала он заметил Хакура, беседовавшего с Дёциусом Молодой воин вспоминал прошедшее сражение с энтузиазмом, которого ветеран явно не разделял Космодесантники 14-го легиона не имели привычки шумно отмечать свои победы Такие церемонии, как слышал Калеб, были более характерны для космических волков и пожирателей миров Но они праздновали по-своему, похваляясь достигнутыми успехами и отдавая дань погибшим во время операций Гвардейцы смерти поддерживали образ, охотно принимаемый другими легионами Грубых, безжалостных и жестокосердных солдат Но в характерах этих воинов имелось гораздо больше нюансов Космодесантники Гвардии смерти не считали военное дело спортом И это было правдой, но они не были и такими суровыми и угрюмыми, какими представлялись в глазах остальных Исходя из услышанных историй о стоицизме и бесстрастности ультрамаринов и имперских кулаков Калеб мог бы назвать гвардейцев смерти чуть ли не своевольными и буйными вояками На повороте вокруг колонны ход размышлений Калеба нарушил резкий смех человека, стоявшего прямо перед ним Денщик заколебался На пути стоял командор Грульгар, спокойно и негромко беседовавший с космодесантником из второй роты Два воина хлопнули бронированными перчатками в крепком рукопожатии И несмотря на тусклое освещение, Калеб заметил, как бронзовый значок в форме диска, только что находившийся в пальцах Грульгара, перекочевал в ладонь его собеседника Денщик тотчас понял, что стал свидетелем глубоко личного момента, который был предназначен исключительно для самих космодесантников Он увидел нечто такое, что простому слуге видеть не полагалось Но спрятаться было совершенно негде, а если бы он стал разворачиваться, стук колес тележки выдал бы его присутствие Сам того не желая, Калеб вдруг кашлянул, и за этим очень тихим звуком последовала полнейшая тишина Командор, заметив Денщика, замолчал на полусловии Калеб смотрел в пол прямо перед собой и не мог видеть выражение полнейшего презрения, появившегося на лице Грульгара «Маленький слуга Гарро!» — произнес Командор «Ты что, подслушиваешь?» Он шагнул навстречу Денщику и, вопреки своему желанию, Калеб попятился Грульгар заговорил тоном учителя, читающего нотацию нерадивому Студиозусу «Брат Макир, тебе известно, кто это?» Второй космодесантник окинул Калеба равнодушным взглядом «Это не сервитор, Командор, для этого в нем слишком мало металла и поршней, он напоминает человека» Грульгар тряхнул головой «Нет, это не человек, это Денщик» Последнее слово он настолько выделил, что оно прозвучало оскорблением «Удручающий пустячок! Остаток пыльного прошлого!» Командор вытянул руку в направлении Калеба «Посмотри, Макир, посмотри на этого неудачника!» Калеб, наконец, обрел голос «Господин, прошу вас, мне надо выполнить задание» На его слова никто не обратил внимания «До того, как наш примарх влил свежую кровь в легион, существовало множество обрядов и традиций, крепко связывающих космодесантников Большая часть этих узлов уже разрублена Лицо Грульгара помрачнело Но некоторые еще остаются Благодаря консерватизму людей, которые остались верны старым заблуждениям «Капитан Гарро!» — кивнул Макир «Да, Гарро!» Грульгар не унимался «Он позволяет чувствам затуманивать свой разум Да, он отличный воин, в этом я могу отдать ему должное Но наш брат Натан Эль слишком старомоден, слишком привязан к своим тиранским корням» Космодесантник навис над Калебом и понизил голос «Или я не прав в своих суждениях? Может, Гарро держит тебя не из приверженности традициям, а как напоминание? Как живой пример того, во что превратится каждый, кто не оправдает доверие легиона?» «Прошу вас...» — пробормотал слуга, вцепившись в поручни тележки так, что побелели суставы пальцев «Я не понимаю...» — вмешался совершенно сбитый с толку Макир «Почему ты назвал этого слугу неудачником?» «А-а-а...» — протянул Грульгар, отводя взгляд от Калеба «При благоприятном повороте судьбы этот доходяга мог бы с полным правом разгуливать среди космодесантников» «Он мог бы стоять на твоем месте, носить светлые доспехи и оружие во славу Империума» «Когда-то наш приятель, как и все мы, был претендентом в четырнадцатый регион» «Только он из-за своей собственной слабости не прошел обряда великого посвящения» Командор задумчиво постучал пальцем по подбородку «Скажи-ка, слуга, на чем ты сломался? На черных равнинах или в туннеле ядов?» Голос Калеба упал до шепота «В колючем саду, господин» Давние ненавистные воспоминания, ничуть не потускневшие с течением времени, всплыли снова Денщик не удержался от дрожи, припомнив, как острые ядовитые колючки рвали его незащищенную кожу Как кровь залила все тело Он вспомнил боль и, что еще хуже, стыд, когда ноги отказались ему служить Он словно снова упал в густую коричневую грязь и зарыдал, поняв, что навсегда лишился шанса стать гвардейцем смерти «Колючий сад, ну конечно» Грульгар стукнул по своему забралу «На этом суровом испытании многие истекли кровью, но ты сумел прожить до сих пор» Макир удивленно приподнял бровь «Командор, ты хочешь сказать, что этот человек был соискателем? Но всех, кто не прошел испытания, уничтожают» «Почти всех», — поправил его тот «Многие погибают от ран или отравления ядами за семь дней испытания, но некоторые выживают» «Даже эти чаще всего выбирают императорское упокоение, лишь бы не возвращаться с позором своей кланы» Грульгар сурово взглянул на Калиба «Но не все. Кое у кого не хватает силы воли даже на этот шаг» Он снова повернулся к Макиру и насмешливо фыркнул «В некоторых легионах извлекают выгоду даже из таких отбросов, хотя это и не в обычаях гвардии смерти» «И все же Горо воспользовался старинным правом и спас этого слабака от его собственных слабостей» «Он взял его к себе» Грульгар снова хмыкнул «Какое благородство!» Калиб нашел в себе силы возразить «Я имею право служить!» — сказал он «Вот как!» — рыкнул космодесантник «Ты осмеливаешься указывать нам на наши ошибки? Нам, избранникам Мортариона? Это оскорбление Пока мы сражаемся за будущее своего народа Ты притворяешься одним из нас Цепляешься за полы наших плащей Полируешь оружие И считаешь себя достойным нашей компании? Он прижал тележку Калибок в стене «Ты крадешься по темным закоулкам Ты шпионишь для Горо Ты ничтожество!» Раздражение Грульгара зажгло его глаза огнем «Если бы я был первым капитаном Бессмысленные обычаи, сохранившие тебе жизнь Давно были бы искоренены!» «Что я слышу?» — раздался еще один голос «Командор второй роты недоволен своим почетным званием!» «Апотекарий воен!» — Грульгар с держанным кивком приветствовал подошедшего «К сожалению, слишком многое вызывает у меня недовольство» «В этом отношении жизнь всегда бросает нам вызов!» — с напускной веселостью сказал воен, искоса поглядывая на Калиба «Это верно!» — согласился командор «Что привело тебя ко мне, брат?» «Только то, что я хотел бы понять, почему ты задерживаешь денщика моего капитана, исполняющего свой долг» «Боевой капитан вскоре вернется и захочет узнать, почему не выполнены его приказы» Калиб отчетливо видел, как в ответ на безрассудно смелое высказывание апотекария дернулась челюсть Грульгара Он ожидал, что старший по званию Грульгар сурово отсчитает военно, но напряженное мгновение миновало Как миновал и тот непонятный момент, свидетелем которого он стал не по своей воле С преувеличенной вежливостью Грульгар освободил дорогу Калибу «Слуга может идти по своим делам!» — сказал он и с этим оставил их вдвоем, позвав за собой Макира Калиб проводил их взглядом и снова уловил блеск бронзы, когда космодесантник прятал похожий на монету предмет в кармашек на поясе доспехов Он судорожно вздохнул и поклонился воену «Благодарю вас, господин! Должен признаться, я не понимаю, почему командор испытывает ко мне такую ненависть» Дюнчик продолжал свой путь, и апотекарий зашагал с ним рядом «Игнатий Грульгар ненавидит всех и всяк, Алиб, ты не должен воспринимать это как что-то личное» «И все же то, что он говорит, совпадает с моими собственными мыслями» «Вот так? Тогда ответь на мой вопрос Неужели ты думаешь, что Натанеэль Гарро, командир Великой Седьмой Роты, считает твое присутствие оскорбительным? Разве этот благородный воин мог допустить подобные мысли?» Калиб покачал головой Воен положил свою огромную руку на плечо Дюнчика «Ты никогда не сможешь стать одним из нас, от этого никуда не деться, но, несмотря ни на что, ты все же приносишь пользу Легиону» «Но Грульгар был прав», — пробормотал Калиб «Временами я действительно шпионю «Я хожу по всему кораблю, и меня почти никто не замечает, но я вижу и слышу, а потом рассказываю своему капитану о настроениях в Легионе» Выражение лица апотекария осталось бесстрастным «Хороший командир всегда должен быть хорошо проинформирован Это не имеет никакого отношения к заговорам и тайнам, о которых шла речь Это просто доклады о разговорах и настроениях Тебе ни о чем не стоит беспокоиться» Они подошли к мастерской, где уже поджидали сервиторы-оружейники И Дюнчик передал им болтер-капитана Калиб ощущал, как внутри него нарастает напряжение Он просто должен был с кем-нибудь поговорить Апотекарий, казалось, тоже это почувствовал И повел его в уединенное местечко неподалеку от обзорной площадки «Дело не только в этом, я кое-что видел» Калиб говорил очень тихо, чтобы не услышал никто другой «Иногда в помещениях корабля, куда редко заглядывают прислужники, проходят тайные собрания, господин Секретные встречи людей в надвинутых капюшонах, но, судя по росту, они могут быть только вашими боевыми братьями» Воен все так же сохранял спокойствие «Ты говоришь о собраниях ложь?» Калиб поразился откровенности, с которой Апотекарий рассуждал с ним о подобных вещах О тайных собраниях внутри легионов-космодесантников не было широко известно во внешнем мире И уж, конечно, об этом не надлежало знать простому слуге, вроде Калиба «Я слышал, что шептали люди» Денщик сложил перед собой руки Ладони уже вспотели Внутренний голос убеждал его больше ничего не говорить, но он уже не мог остановиться Калиб жаждал выпустить слова на волю, хотел от них освободиться «Вот и сейчас я видел, как командир Грульгар передал брату Макиру медальон «Я видел такое среди вещей сержанта Рафима, погибшего на лунах Коренеи» Калиб беспокойно облизнул губы «Это бронзовый диск с рельефным изображением черепа и звезды нашего легиона, господин» «И как ты думаешь, что это такое?» «Значок, сэр? Значок принадлежности к этим секретным группировкам?» Космодесантник окинул его долгим пристальным взглядом «И ты считаешь, что эти собрания могут угрожать единству Гвардии Смерти, не так ли? Что в их основе лежит подстрекательство к мятежу?» «А как же иначе?» Прошипел Калиб «Секретность, враг истины, а императоры и его воины стоят за правду «Если люди вынуждены прятаться в тени...» Он замолчал Воен позволил себе улыбнуться «Калиб, ты уважаешь капитана Гарро Мы все преклоняемся перед могуществом нашего примарха Неужели ты можешь допустить, что столь великие люди будут равнодушно терпеть Наблюдая, как неповиновение пускает корни в их легионе?» Апотекарий снова положил руку на плечо Денщика, и Калиб уловил в этом жесте мимолетное давление Прикосновение керамитовой брони к его плоти вызвало страх «То, что ты видел издалека, и отрывочные слова, что донеслись до твоих ушей, не стоят внимания боевого капитана Поверь, я говорю тебе правду» Но... У Калиба внезапно пересокло в горле «Ну, откуда вам это все известно?» Улыбка исчезла с лица воена «Я не могу сказать» Среди своих боевых братьев, еще не снявших доспехи, Гарро выглядел внушительно даже в обычной одежде В отведенной седьмой роте дальней секции оружейного зала, длинного железного помещения Он переходил от одного космодесантника к другому, то одобрительно улыбаясь, то сочувственно молча рядом с воинами, потерявшими в бою с Йоргалами близких друзей Решив сделать мягкое замечание Дёциусу, капитан подошел к молодому воину, занятому чисткой энергетического кулака при помощи лоскута толстой ткани «Тактические планы сражений в мире бутылки не предусматривали рукопашного боя, Солун», — сказал он «Тебе не напрасно, Дан Болтер» «Капитан, если это тебя успокоит, я уже выслушал лекцию на эту тему от брата Сендека Он долго и подробно описывал все мои ошибки и нарушения правил вторжения» «Понятно» — Гарро сел на скамью рядом с Дёциусом «И что ты ему ответил?» Молодой воин усмехнулся «Я сказал, что невзирая на все нарушения, мы оба остались живы, а истинной мерой успеха является победа» «Вот как?» «Конечно!» — Дёциус продолжал со всей тщательностью полировать энергетический кулак «В войне, кроме всего прочего, имеет смысл только конечный результат Если нет победы...» — он помолчал, подыскивая слова «Значит, нет и смысла» Сидящий неподалеку Андус Хакур поскреб щетинистый седой подбородок «Какой тактический постулат из уст щенка! Борюсь, у меня от удивления закружится голова» Глаза Дёциуса сверкнули от насмешки ветерана Но Гарро, негромко рассмеявшись, перехватил инициативу «Солун, ты должен простить Андуса! В его возрасте острый язык — это единственное оружие, которым он владеет с большим мастерством» Хакур в притворном испуге схватился за грудь «Ой, стрела прямо в сердце! Да еще от моего капитана! Какое несчастье!» Гарро поддержал его улыбкой, но за напускной веселостью в глазах старого друга рассмотрел неподдельную боль В мире бутылки Хакур потерял нескольких воинов из своего отделения И рана, нанесенная утратой, еще не затянулась «Мы все превосходно сражались сегодня!» — произнес капитан Слава, идущие от самого сердца «Гвардия смерти в очередной раз показала, что является отличным инструментом, утверждающим волю Императора на просторах галактики» Никто из космодесантников не ответил Все внезапно замолчали и смотрели куда-то за спину Гарро Едва он обернулся, чтобы узнать, в чем дело, воины седьмой роты опустились на колени «Мой боевой капитан!» Гарро с тревогой понял, что даже не слышал, как подошел примар Как и в зале собраний перед операцией, Мортарион обнаружил свое присутствие только тогда, когда сам этого захотел Гарро низко поклонился повелителю смерти, мельком заметив рядом с примархом Тиффона и Сервитора, полускрытого складками накидки первого капитана «Мой господин!» — приветствовал он командора На лице Мортариона появилась невозмутимая улыбка, заметная даже на верхней части лица, не закрытой дыхательным воротом «Сестры безмолвия покинули нас! Они высоко оценили помощь седьмой роты!» Гарро осмелился немного поднять глаза Примарх, как и сам капитан, сбросил бронзово-стальные доспехи и поверх более легкого комплекта надел обычный костюм Но даже в этом простом одеянии не узнать его было невозможно Высокая сухощавая фигура, словно свитая из стальных мускулов и в простых ботинках превосходила ростом даже первого капитана, не снявшего доспехи терминатора И, конечно, при нем был его женец Тяжелое черное лезвие оружия за спиной осеняло голову Примарха темной молнией «Натануэль, поднимись, пожалуйста! Становится утомительно все время смотреть на своих людей сверху вниз!» Гарро выпрямился во весь рост и заглянул в янтарные глаза Примарха, едва сдерживаясь, чтобы не отступить Мортарион, в свою очередь, прожег его пристальным взглядом И капитану на миг показалось, что длинные, тонкие пальцы Мортариона вынули его сердце и теперь взвешивают и оценивают «Тифон, тебе стоит держаться на чеку!» — сказал повелитель смерти «Этот воин когда-нибудь может занять твое место!» Тифон, как обычно мрачный, только угрюмо усмехнулся Перед первым капитаном, Примархом и стоявшими по бокам часовыми смерти Гарро чувствовал себя, как в глубоком колодце Любой обычный человек, окажись он на его месте, не выдержал бы столь пристального внимания «Господин, — заговорил Гарро, — что может сделать для вас седьмая рота?» Мортарион поманил его рукой «Ее капитан может выйти вперед, Гарро! Он заслужил награду!» Натануэль, обменявшись быстрым взглядом с Хакуром, выполнил приказ В голове всплыли слова, произнесенные на берегу химического озера «Мы не ищем славы и почестей!» Гарро ничуть не сомневался, что ветеран доволен таким поворотом событий «Сэр, — начал он, — я не заслуживаю особого...» «Неужели ты собираешься отказаться, капитан?» — предостерег его Мортарион «Ложная скромность не украшает воина» «Я простой слуга императора, — вымолвил Гарро «Мне достаточно этой чести!» Мортарион жестом подозвал к себе сервитора, и Гарро увидел, что у него в руках уставлены кубками и графинами под нос «Тогда, может, ты окажешь честь и выпьешь со мной?» Гарро оцепенел, узнав резные графины и налитые в них жидкости «Конечно! Конечно, мой господин!» Говорили, что нет такого сильного яда, нет такой мощной отравы или инфекции, которая могла бы одолеть гвардейца смерти С самого дня основания 14-му легиону приходилось следовать за императором и сражаться в самых враждебных мирах, в химических облаках и кислотных потоках, где не мог выжить ни один обычный человек И Барбарус, приемный мир Мортариона и базовая планета Легиона, немало этому способствовал Еще будучи неофитами, космодесантники закаляли свои организмы, придерживаясь строго установленного порядка, добровольно подвергая себя воздействию химических реагентов, отравляющих веществ, смертельных вирусов и инфекций из тысяч различных миров Они могли противостоять всем опасностям Это помогло им вырвать победу над душной, пораженной грибком Урсе, рассея трое шершней на Огре-4, и потому их послали сражаться против дышащих хлором-йорголов Сервитор проворно смешал и налил темную жидкость в кубки В ноздри горо уловили запахи химикатов Дистиллят пурпурного нервно-паралитического яда Одну из разновидностей яда пчел-меченосцев и другие не столь узнаваемые составляющие Даже в окружении Мартариона никто из космодесантников не осмеливался назвать этот процесс ритуалом Слово вызывало воображение мысли о примитивных идолах и очищении от проклятий, несовместимые с имперскими истинами Просто таков был обычай гвардии смерти, сохранившийся, несмотря на все нападки людей, вроде Игнатия Грульгора Кубки принадлежали Мартариону И в каждом сражении, в котором примарх лично выходил на поле боя, он выбирал воина, с которым по окончании битвы разделял порцию яда Сервитор предложил поднос примарху, и тот взял бокал для себя Второй протянул Гарро, а третий Тиффону Затем Мартарион поднял свой кубок и произнес тост «Против смерти!» С этими словами он плавным движением кисти поднес бокал ко рту и осушил до дна Тиффон злобно усмехнулся и, повторив тост, тоже выпил свой кубок Гарро заметил, как краска бросилась в лицо первому капитану Но Тиффон больше ничем не выдал своих страданий Натанеэль вдохнул запах предложенной жидкости, и его датчики забили тревогу Имплантированные органы носоглотки восстали даже против одного запаха напитка Но отказ был бы расценен как признак слабости А Натанеэль Гарро никогда бы не позволил обвинить себя в недостатке решимости «Против смерти!» — сказал он Одним глотком капитан выпил все содержимое и поставил перевернутый кубок на поднос Среди воинов седьмой роты послышался одобрительный ропот, но Гарро его едва слышал Кровь мгновенно застучала в ушах, непереносимый жар сжигал горло и пищевод Мощные системы организма космодесантника заработали в полную силу, стараясь нейтрализовать принятую отраву Дёциус наблюдал за ним с восторгом и наверняка мечтал о том дне, когда кубок окажется в его руке, а не в руке Гарро Улыбка Мартариона стала немного шире «Редкий и прекрасный напиток ты не находишь?» Объятая пламенем грудь, решила Гарро дара речи, и он только кивнул в ответ Примарх рассмеялся низким довольным смехом Судя по произведенному эффекту, можно было подумать, что в его кубке была простая вода Мартарион опустил руку на спину боевому капитану «Пойдем на тоннель, давай проветримся» Как только они дошли до пандуса, ведущего на большую бронированную галерею над оружейной палубой Тиффан поклонился своему господину, принес извинения и направился к нишам, где занимал помещение вместе с командором Грульгаром и второй ротой Гарро, оглянувшись через плечо, отметил, что часовые смерти следуют за ними по пятам Двигаясь с такой отточенной плавностью, что их можно было принять за механизмы «Не беспокойся, Натанеэль», — сказал ему Мартарион «Я пока еще не намерен сменить своих телохранителей и не собираюсь включать тебя в число часовых смерти» «Как вам будет угодно, господин», — ответил Гарро, вновь обретя способность пользоваться голосовыми связками «Я знаю, ты не одобряешь таких вещей, как отравленная чаша, но ты должен понимать, что почести и похвалы в определенных случаях необходимы» Мартарион задумчиво кивнул «Войны должны знать, что их ценят. Награды. Они должны получать награды из рук высших по званию и в правильно выбранный момент Без этого даже самые преданные люди рано или поздно начнут сомневаться в своей значимости» В голосе примарха проскользнул оттенок меланхолии, но так быстро, что Гарро решил, будто это ему только показалось Мартарион подвел его к ограждению галереи, и они оба стали смотреть на собравшихся внизу воинов Хотя стойкость была не настолько большой, чтобы вместить в себя всю гвардию смерти Внизу частично или полностью присутствовали представители почти всех род легиона Гарро встретился взглядом с Улисом Тимитером, и приятель ему отсалютовал Гарро кивнул в ответ «Нотен-Эль, тебя в легионе уважают», — продолжал примарх «Ни один из капитанов не может не признать твое мастерство в бою» Он снова слегка улыбнулся «Даже командор Грульгар, хоть и делает это весьма неохотно» «Благодарю вас, господин» «И люди, люди тебе доверяют, они ищут в тебе силу духа и способность вести за собой, и ты даешь им все это» «Я выполняю лишь то, что приказывает мне император, сэр» Гарро смущенно поежился Встреча с господином один на один радовала его, но в равной мере и волновала Они были не на поле боя, где Гарро знал, чего от него ждут Сейчас, разговаривая с сыном самого императора, он словно оказался в безвоздушном пространстве Если Мартарион и чувствовал его беспокойство, он этого никак не показывал «Мне очень важно, чтобы люди Легиона были одним целым Так же, как для моего брата Хоруса, важно объединить всех космодесантников» «Воитель» — выдохнул Гарро На борту стойкости одно время ходили слухи, что часть флотилии Гвардии Смерти после уничтожения Йорголов будет отослана для выполнения нового задания Больше всего разговоров было вокруг возможного соединения с 63-й экспедицией Великого Крестового Похода Которой командовал лично избранный сын императора, воитель Хорус Теперь Гарро понял, что это были не просто слухи В прошлом ему приходилось сражаться бок о бок с воинами 16-го легиона Хоруса И он не испытывал ничего, кроме восхищения к таким людям, как Малагарст, Гарвиль Локен и Тарик Таргаддон «В прошлом я служил вместе с лунными волками, господин» «Они сменили название и теперь зовутся сынами Хоруса» — мягко поправил его Мартарион Так же, как Гвардия Смерти сменила сумеречных рейдеров Мой брат возлагает на наш регион большие надежды, капитан Грядущая битва станет испытанием для всех нас, начиная с воителя и заканчивая последним денщиком «Я готов» — примарх кивнул «Я в этом и не сомневался, но одной готовности недостаточно на теннель» Его пальцы стиснули железную балюстраду «Гвардия Смерти должна быть единой, у нас должна быть общая цель, иначе мы проиграем» Тревога Гаро усилилась, и он подумал, что последствия содержимого кубка еще не совсем нейтрализованы «Я... я не уверен, что понимаю вас, господин» «Наши воины, как высшие офицеры, так и рядовые, образуют единый воинский строй, но важно, чтобы у них была возможность общаться, игнорируя барьеры, созданные званиями» «Они должны говорить и думать совершенно свободно» Внезапно, так долго отсутствовавшее понимание, со всей холодной откровенностью прояснила мозг Гаро «Мой господин имеет в виду ложи? Мне говорили, что ты всегда избегал членства в ложах Почему, на теннель?» Капитан уставился в металлические пластины под ногами «Вы приказываете мне вступить, сэр?» «Я могу повлиять на работу ложь не больше, чем на движение звезд», — откровенно признал Мортарион «Нет, капитан, я тебе не приказываю Я только спрашиваю, почему? Объясни мне» Прежде чем ответить, Гаро долго молчал «Сэр, мы космодесантники», — наконец заговорил он «Повелитель человечества определил наш путь и приказал собрать утраченные фрагменты человеческой расы под крылом Империума Просветить заблудших, наказать падших и уничтожить агрессоров Мы можем выполнить его приказ только в том случае, если правда на нашей стороне Если мы будем действовать открыто, в лучах истины, тогда, не сомневаюсь, мы в конце концов изгоним ложных богов и идолов Но мы не можем проповедовать светские истины, если часть из них скрыта, даже их малейшая часть Только Император может указать нам путь вперед Он порывисто вздохнул, чувствуя на себе пристальный, не мигающий взгляд примарха «Эти ложи, как бы они ни были хороши, основываются на принципах скрытности, и я не хочу стать их частью» Мортарион принял его слова осторожным кивком «А как же твои боевые братья, которые думают иначе?» «Это их выбор, господин. Я не могу сделать его вместо них» Примарх подошел ближе «Спасибо за откровенность, боевой капитан. Я ничего другого и не ожидал» Он немного помолчал «У меня есть еще одно поручение для тебя, и на этот раз боюсь, что это действительно приказ» «Сэр» Гарро ощутил в груди непонятный трепет «Как только здесь все будет закончено, флотилия отправится в систему Истваана На встречу с духом Мщения, флагманским кораблем воителя Хорус собирает военный совет с представителями пожирателей миров и детьми императора Для этого визита мне потребуется советник Первый капитан Тифон будет занят в другом месте, так что для сопровождения я выбрал тебя» Гарро не мог произнести ни слова Такой почет для боевого капитана был беспрецедентным, и при мысли о новом поручении у него сжималась грудь Стоять и разговаривать с Мартарионом уже многого стоило, но сопровождать его на совещание сыновей императора, созываемое воителем – это было бы просто великолепно Глава четвертая Два лица Вопль в темноте Собрание легенд Гибкий, словно лоскут ткани, пикт-экран свисал с карниза оружейного зала наподобие гобелена Кабели, тянувшиеся из блестящих бронзой гнезд, были подключены к общей корабельной сети и обеспечивали передачу изображения Сигнал поступал в режиме прямой трансляции и лишь слегка искажался из-за интерференции звезд хорологии Задержка изображения на несколько секунд по сравнению с реальными событиями, обусловленная релятивистским эффектом, не имела значения для собравшихся перед экраном космодесантников В данный момент передача шла с наружных сканирующих пикторов, установленных на носовой панели жала Барбаруса Небольшого фрегата, выбранного для сопровождения Йоргольского мира корабля в последний путь Самые лучшие кадры этого репортажа, несомненно, будут отобраны для вдохновляющей хроники и разосланы по всем кораблям имперского флота Двигатели мира корабля через наружное сопло выбрасывали красные языки пламени, и каждый из них был длиннее корпуса жала На краях экрана еще можно было рассмотреть челноки и громовых ястребов, покинувших Йоргольский корабль с последними отделениями имперских сил Пикткамеры повернулись, сопровождая уходящий корабль, и тотчас активизировались защитные фильтры, поскольку в поле зрения попало местное солнце Мир корабль удалялся, набирая скорость с каждой секундой Контроль над силовыми системами, перехваченный гвардейцами смерти второй роты, был успешно освоен механикумами Жало Барбаруса шло следом за миром бутылкой, направляя его движение по курсу на солнце и держась на значительном расстоянии Едва отливающий перламутром корабль Йорголов вошел в невидимую хромосферу звезды Вокруг его корпуса возникли мерцающие кольца электромагнитного поля, а уцелевшие на корме солнечные батареи погибли Они обуглились, почернели и стали сворачиваться, как сворачиваются крылышки насекомого, неосторожно подлетевшего к пламени свечи Мир корабль падал все быстрее и быстрее, погружаясь в раскаленную плазму фотосферического слоя Металл начал плавиться, и по корпусу протянулись потеки длиной в целый километр Затем обнажился каркас, но и он быстро стал мягким, а затем потек Наконец корабль чужаков нырнул в пылающий коронарный протуберанец и навсегда исчез в горниле звезды Конец, пробормотал брат Макир Остались пепел и пыль, как и от всех врагов Гвардии Смерти Подходящий финал для агрессивных ксеносов Воины второй роты отозвались одобрительным гулом Это они заставили Мир корабль нырнуть в солнце после того, как, проливая кровь и изрыгая огонь, сломили упорное сопротивление Йорголов И они по праву стали первыми свидетелями финального путешествия корабля ксеносов Интересно, сколько выживших осталось на борту? Спросил сержант, не отрывая взгляда от волнующейся поверхности звезды Ни одного Бросил Макир и обернулся к капитану роты «Отличная победа, не правда ли, командор?» «Отличная победа!» — сердито повторил Грульгар «Ну, недостаточно отличная» Он мрачно посмотрел наверх, где на галерее Гаро разговаривал с примархом «Уйми свой нрав, Игнатий, или, по крайней мере, постарайся не показывать его, словно медаль на груди» Тиффан подошел ближе сквозь толпу почтительно раступившихся солдат «Извини, первый капитан», — ответил Грульгар «Ты правильно подметил, это все мой характер, но он не может смириться с тем, что награждают недостойного» Тиффан приподнял бровь «Ты ставишь под сомнение выбор примарха? Осторожнее, командор, от твоих речей попахивает мятежом» Он отвел приятеля в сторону, чтобы разговор не услышали посторонние «Гаро спасает женщин и убивает младенцев, и за это удостаивается чаша примарха? Неужели легион пал так низко, что подобное поведение заслуживает награды?» Первый капитан проигнорировал вопрос и вместо этого задал свой «Скажи, почему ты с такой злобой относишься к Натанейлю Гаро? Он такой же гвардия смерти, как ты или я, разве нет? Он боевой капитан, твой брат-космодесантник» «Добропорядочный Гаро», — насмешка Грульгара сочилась ядом «Он не достоин гвардии смерти, этот надменный зазнайка вечно задирает нос Он считает, что лучше всех в Легионе и слишком горд, чтобы снизойти до нас» «Нас?» — переспросил Тиффон, подталкивая командора к дальнейшим откровениям «Мы — сыны Барбаруса, Калос Ты, я и люди вроде Уджиоя и Хулгарга Гвардейцы смерти, рожденные в нашем ужасном родном мире Гаро-тиранец, он родился на земле Он носит это звание словно священное отличие И считает, что лучше других, поскольку сражался за Легион до того, как тот был отдан под командование Мортариона» Грульгар тряхнул головой «Он изливает презрение на мою роту, на наше братство и товарищество нашей ложи Он слишком высокомерен, чтобы общаться с остальными без чинов и званий И знаешь почему? Из-за своего происхождения Если бы он не был отмечен императором этой проклятой кирасой с орлом Я бы не позволил ему прикоснуться даже к краю моего плаща Тимитер тоже происходит с Терры, и Хуронфал, и Сорок, и еще множество других» Спокойно заметил капитан «Ты и к ним относишься так же, Игнатий? Никто из них не прикован к старым обычаям словно цепями Никто из них не считает себя выше остальных, только из-за места своего рождения» Грульгар прищурил глаза «Гаро ведет себя так, словно имеет право меня осуждать Я не потерплю такого высокомерия человека, выросшего в изобилии еды и воды Тогда как мой клан сражался за каждый глоток чистого воздуха» «Но разве сам Мартарион не тиранец?» Хитро улыбаясь, спросил Тифон, снова подогревая ярость Грульгара «Место рождения примарха — Барбарус», — решительно заявил командор, проглотив наживку «Он всегда был и остается одним из нас Этот легион принадлежит в первую очередь повелителю смерти, а во вторую — императору Гаро следовало бы помнить об этом, а не присваивать незаслуженную награду» «Смело сказано», — заметил Тифон «Но, боюсь, тебе грозит еще большее разочарование Наш командир и повелитель не только наградил сегодня капитана Гаро чашей Но и выбрал его в качестве сопровождающего на военный совет в следующем пункте назначения» Бледное лицо Грульгара вспыхнуло Багринсом «Ты надо мной насмехаешься, Тифон? Тебе доставляет удовольствие оказывать предпочтение Гаро передо мной?» Тифон стиснул челюсти «Следи за своими словами, командор Не забывай, с кем ты разговариваешь» Он оглянулся по сторонам «Ты истинный гвардеец смерти, Грульгар Отличный инструмент, грозный и безотказный И ты верен своему примарху» «Никогда в этом не сомневайся», — проворчал Грульгар «Или я не посмотрю, что ты первый капитан, ищ несу тебе голову» Его собеседник был явно доволен угрозой «Я бы никогда не осмелился на такое, но я должен тебя спросить Как далеко ты можешь зайти в своей верности Мортариону?» «До ворот преисподней и даже дальше, если он прикажет» Последовал быстрый и решительный ответ Тифон накинул командора пристальным взглядом «Даже если его приказ не совпадает с приказами высших властей?» «Это Сигелайта, что ли?» Пренебрежительно бросил Грульгар «Или этих бездельников, что заполонили Совет Терры?» «Еще более высоких» Командор мрачно рассмеялся «Сначала повелитель смерти, потом император Я так сказал, и это то, что я думаю Если из-за этого я становлюсь хуже, чем Гарро, пусть так и будет» «Напротив», — кивнул Тифон «Это делает тебя более ценным союзником» «Скоро придут в движение великие силы, Игнатий, и когда наступит такой момент, понадобятся люди твоего калибра» Грульгар с отвращением глянул на галерею «А как насчет него?» Тифон пожал плечами, что было необычным жестом для воина в полных доспехах «Натанель Гарро — отличный солдат и руководитель Пользуется уважением в нашем и в других легионах Присутствие при примархе, как ты говоришь, надменного тиранца Сыграет свою роль, когда настанет время принимать решение» Грульгар фыркнул «У Гарро в спине железный пруд Он скорее сломается, чем встанет на колени перед кем бы то ни было, кроме власти Терры Тем более примарху стоит хорошенько за ним приглядывать» Грубый голос Тифона понизился до хриплого шепота «Однако, в твоей точке зрения есть определенный смысл, Игнатий Когда придет момент выбора и Гарро откажется встать в строй Тебе может понадобиться отличный и безотказный инструмент» Последовал короткий кивок «Точно!» Командор блеснул зубами в хищной усмешке «Благодарю тебя, первый капитан!» Произнес он в полный голос «Беседа с тобой исправила мое дурное настроение» Стойкость во главе флотилии Гвардии Смерти вырвалась из безумной ярости варпа И снова оказалась в реальном пространстве Прямо перед открытой стороной каре, образованного кораблями 63-й экспедиции Гарро снова в полных боевых доспехах и парадной кераси стоял сбоку и чуть сзади от примарха А Мартарион внимательно осматривал войско воителя из окна зала собраний Примарх, прижав руку к бронированному стеклу иллюминатора, образующего правый глаз гигантского черепа на носу корабля Как обычно находился под охраной часовых смерти, замерзших поблизости «Мой брат решил нас удивить», — произнес Мартарион словно бы самому себе «Сыны Хоруса и впрямь собрали здесь значительные силы» Гарро не мог не признать, что редко видел подобное зрелище По крайней мере с тех пор, как император отказался от личного руководства Великим Крестовым Походом В темноте перед ним стояло множество кораблей разных типов и тонажности А пространство между ними кишело вспомогательными судами, челноками и истребителями, несущими патрульную службу Стреловидная колонна серо-зеленых кораблей Гвардии Смерти плавно скользнула точно на предназначенное ей место С правого борта за носом флагмана Тиффона Гарро заметил позолоченный пурпур крейсера Третьего Легиона Детей Императора А немного выше, на следующем уровне, стоял голубой с красным корабль 12-го Легиона Пожирателей Миров Но больше всего приковывал его внимание и удерживал взгляд Парящий над всеми остальными огромный боевой корабль в окружении пустоты Лишь позади него стояла стена изящных перехватчиков класса Ворон Дух мщения воителя, казавшийся монолитным железным слитком, излучал силу и уверенность Даже на таком расстоянии Гарро смог рассмотреть сотни пушечных стволов и ровные ряды массивных многокамерных орудий Каждая из которых была вдвое длиннее стойкости Там, где у корабля Гвардии Смерти красовалась эмблема из черепа и звезды На флагмане Хоруса виднелся массивный золотой круг, обведенный тонким эллипсом Глаз самого воителя, не мигающий и всегда открытый, видящий все, что происходит вокруг Вскоре Гарро предстояло ступить на борт этого судна и поддержать честь своей роты Сигнальные огоньки на панели под иллюминатором мигнули и изменили цвет, показывая, что стойкость остановилась Гарро посмотрел на своего примарха Мой господин, штурмкатер на пусковой палубе готов Мы можем отправляться по приглашению воителя, как только вы прикажете Мордарион кивнул, но остался на месте и продолжал наблюдать, ничего не говоря Спустя некоторое время Гарро был вынужден заговорить снова Господин, разве нам не приказано явиться к воителю сразу по прибытии? Примарх усмехнувшись, сверкнул зубами Ах, капитан, с полей сражений мы перенеслись в область политики Было бы невежливо появиться так скоро Мы представляем 14-й легион и должны уважать собрания наших братьев Сначала должны появиться дети императора и пожиратели миров Иначе я могу возбудить недовольство своих братьев Мы гвардия смерти, выпалил Гарро Никто не смеет относиться к нам неуважительно Улыбка Мордариона стала еще шире Конечно, согласился он Но ты должен понимать, что иногда тактичные позволят своим друзьям думать, что это не так Я не вижу в этом смысла, господин, признался Гарро Примарх отвернулся от иллюминатора Тогда смотри и учись, Натанэль В спартанской обстановке штурмкатера Гарро снова ощутил себя чуть ли не карликом по сравнению с Примархом Мордарион сел через проход от него Наклонился вперед, и его голова оказалась всего в нескольких дюймах от головы Натанэля Повелитель смерти говорил почти отеческим тоном Пока маленький корабль пересекал бездну между стойкостью и духом мщения Гарро внимательно слушал, ловя каждое слово Нам предстоит сыграть важную роль в ходе военного совета, сказал Мордарион Те сведения, что ты держишь в руке, представляют собой горящий фитиль, способный взорвать всю систему Истваана При этих словах Гарро приоткрыл ладонь и посмотрел на толстую бобину проволоки, хранящую информацию Мы взяли на себя ответственность передать известие о предательстве воителю Поскольку именно наши боевые братья обнаружили предупреждение об измене Истваана Гарро все так же смотрел на бобину Она казалась совершенно безвредной, и трудно было представить, что она хранит в себе потенциал колоссального взрыва Такой маленький предмет мог служить оправданием для уничтожения целого мира До отлета со стойкости примарх показал Гарро с пиктокрана запись, хранящуюся на бобине И увиденные картины вызвали в душе капитана холод, который не рассеялся до сих пор Свежие воспоминания вновь всплыли перед его мысленным взором Гарро видел искаженное ужасом лицо женщины, появившееся из голопроектора зала собраний Тени, словно мифические призраки, притаились по углам и грозили наброситься на живых Женщина была младшим офицером армии, майором, по крайней мере, на ней была соответствующая форма Гарро заметил также каменные стены и пляшущие на них тени от единственной химической свечи Лицо женщины блестело от испарины, тонкий язычок свечи дрожал в испуганных зеленых глазах Это революция! Начала она, выплевывая слова, словно отчаянные мольбы Дальше ее сообщение стало не совсем разборчивым, но можно было разобрать слова подавления и суеверия Понять, что речь идет о вещах, в реальность которых никогда не верили солдаты Прав лишился рассудка, сказала она напоследок И с ним теперь девы битвы! Гарро нахмурил брови, услышав незнакомые имена И примарх остановил воспроизведение, чтобы дать разъяснение Благородный барон Вардус Прал был уполномочен императором управлять главным миром системы Истваан от имени Терры Он, она сказала, что губернатор целого мира нарушил закон Терры И бросил все ради каких-то язычников и идолопоклонников? Гарро недоуменно заморгал Мысль об измене такого важного представителя империума оказалась ему невероятной Почему? Какое безумие толкнуло его на этот шаг? Вот это мы и должны узнать по приказу моего брата Хоруса Протянул Марторион Космодесантник снова посмотрел на лицо женщины Немного размытое, поскольку она повернулась к чему-то, что не попало в объектив Пиктора Еще одно имя, Дева Битвы Оно мне незнакомо, господин Он подумал, что это сочетание обозначает какое-то разговорное понятие Возможно, почетное звание Согласно отчетам 27-й экспедиции, приведшей этот мир к согласию лет 10 назад Название фигурировало в местных мифах и означало фантастических воинов-шаманов Кроме легенд, не было обнаружено никаких подтверждений их реальности Командир Гарро осторожно прикоснулся тонким пальцем к панели управления голопроектора И воспроизведение записи продолжилось Женщина с неожиданной яростью выхватила тяжелый короткоствольный пистолет И выстрелила в кого-то за пределами изображения Затем ее лицо снова заполнило экран И голопроектор отчетливо передал овладевший ею ужас «Пришлите кого-нибудь!» — взмолилась она «Остановите это!» И тогда раздался вопль Откровенная противоестественность звука, его явно чужеродное происхождение Настолько поразили Гарро, что пальцы сами собой напряглись в поисках отсутствующего спускового крючка Звуковая волна отшвырнула женщину, сбила настройки пиктора И на экране голопроектора пронеслись отдельные фрагменты изображения На тоннель увидел кровь, осколки камней, обрывки кожи, а потом осталась только темнота «С тех пор с Иствана не получено ни одного известия!» — негромко произнес Мартарион, давая Гарро возможность осмыслить увиденное «Ни вокс-донесений, ни пикт-отчетов, ни астропатических посланий!» Боевой капитан напряженно кивнул. Вопль вонзился в него, словно кинжал, и его эхо все еще отдавалось в сердце Гарро стряхнул с себя странное оцепенение и снова повернулся к своему сюзерену Мартарион объяснил, что команда Сияющей долины, грузового судна, поставляющего припасы для 14-го легиона, обнаружила послание совершенно случайно, когда заперинговала сигнал бедствия На корабле возникли опасные флуктуации поля Геллера, и корабль, следующий к Арктурану, где находилась 6-я рота, был вынужден выйти из имматериума для срочного ремонта Вот тогда-то, дрейфуя в космосе в окрестностях системы Иствана, экипаж и наткнулся на отчаянное послание Техноадепты, проанализировав уровень снижения энергетического потока, настройки излучения и другие факторы, пришли к выводу, что сообщение было послано в эфир уже более двух лет назад Гарро вспомнил только что увиденное лицо офицера и задумался о судьбе этой женщины Последние моменты ее жизни теперь были запечатлены навеки, тогда как ее кости гнили где-то в чужом мире А экипаж долины не обнаружил больше ничего важного, господин? — спросил он Возможно, людей с этого корабля надо было хорошенько расспросить Мортарион посмотрел по сторонам, потом снова на Гарро Во время операции на Арктуране с сияющей долиной произошел несчастный случай Корабль погиб вместе со всей командой К счастью, запись была передана на термину СЭС до этого неприятного происшествия В голосе примарха появились стальные нотки, означавшие конец разговора И Гарро счел за лучшее прекратить расспросы Повелитель смерти вложил бобину в руку боевого капитана Сохрани это для меня, Натанэль, и помни, смотри и учись Внутри дух мщения производил не менее сильное впечатление, чем снаружи Открытое пространство посадочной палубы было настолько большим, что, по мнению Гарро, здесь мог бы поместиться небольшой космический корабль И еще осталось бы свободное место Воины почетного караула по старинной военной традиции вместо скрещенных в знамении аквилы ладоней Отцарютовали звучным ударом кулака по груди Боевой капитан занял место позади Мортариона и Часовых Смерти А за ним выстроился отряд космодесантников из первой роты Тифона Как только делегация 14-го легиона двинулась по палубе флагманского корабля-воителя, их синхронные шаги громом раздались по всему помещению Гарро не мог удержаться, чтобы не взглянуть по сторонам и как можно подробнее рассмотреть крейсер Хоруса, стараясь запомнить все детали На стапелях он увидел другие штурмкатера, их заправляли топливом для обратного полета Один был украшен разверстой клыкастой пастью пожирателей миров, а второй сверкал царственным пурпуром и золотыми крыльями детей императора Мой брат Фулгрим не удостоил нас своим присутствием С плохо замаскированным сарказмом пробормотал Мортарион, окидывая равнодушным взглядом пурпурный штурмкатер Это как раз в его духе Гарро смотрелся внимательнее и тогда увидел, что на корабле не было вымпелов, свидетельствующих о присутствии на борту примарха Затем он вспомнил, что не видел в общем строю и огненной птицы штурмового корабля Фулгрима Капитан решил, что такой поступок относится к области политики, о которой говорил его господин, и помрачнел Он всегда верил в нерушимое братство примархов, поскольку считал персон столь высокого статуса недосягаемыми для таких низких чувств, как ревность и соперничество, но теперь понял, насколько наивно это рассуждение Воины-космодесантники, вроде Гарро и Грульгора, тоже во многом превосходили обычных людей И все же они не соглашались по многим вопросам и спорили чаще, чем хотелось бы Что же удивительного в том, что примархи, стоящие так же выше космодесантников, как те стоят выше простых смертных, подвержены тем же разногласиям? Возможно, это и к лучшему, подумал Гарро Если бы примархи вознеслись до уровня богов, они могли бы забыть о существовании империума человечества и о своем долге служить императору ради блага простых людей В сопровождении молчаливых сынов Хоруса, отряд Гвардии Смерти подошел к пневмопоезду, который должен был поднять Мартариона к верхнему носовому отсеку, где находился совет Луперкаля Гарро позволил себе посмотреть наверх, где простиралась целая сеть подъемников и оружейных поддонов, окруженных мостками для сервиторов и членов экипажа Для функционирующего корабля, готовящегося к крупному сражению, там было на удивление безлюдно Боевой капитан ожидал увидеть десятки людей, взобравшихся на галереи, чтобы посмотреть на прибытие примархов Одновременная встреча представителей даже не двух, а трех легионов сразу, была редким событием даже для такого прославленного корабля, как флагман воителя Он присмотрелся внимательнее, надеясь увидеть людей из легиона Хоруса, наблюдающих за процессией, но разглядел только горстку палубных рабочих, и больше никого При других обстоятельствах, если бы военный совет проходил на стойкости, Гарро был уверен, что посмотреть на гостей вышел бы каждый свободный от службы космодесантник Тебя что-то тревожит, Натанэль? Примарх остановился у пневмопоезда и окинул капитана изучающим взглядом Гарро набрал в грудь воздуха, и назойливые мысли тотчас оформились в вопрос Господин, мне говорили, что в составе шестьдесят третьей экспедиции значительный контингент летописцев Странно, что в такой важный день ни одного из них нет поблизости, чтобы описать события Он обвел взмахом руки пустые галереи Мартарион приподнял светлую бровь Капитан, неужели ты беспокоишься, что твоя героическая личность будет неверно отображена в каком-нибудь поэтическом опусе? Что твое имя будет написано неправильно или будет причинен какой-то другой ущерб твоему образу? Нет, мой господин, но я ожидал, что они будут рады запечатлеть столь значительный момент, как это собрание Разве не в этом состоит их задача? Примарх нахмурился Эдикт императора, предписывающий направить во флотилии армию художников, скульпторов, композиторов, поэтов и других творческих личностей Не нашел положительного отклика у его сыновей Несмотря на нажим чиновников Стерры, утверждающих, что подвиги космодесантников должны быть увековечены для будущих поколений Лишь несколько легионов согласилось терпеть присутствие гражданских лиц Сам Горо питал к этой идее глубочайшее равнодушие, но абстрактно понимал неоценимое значение описания их миссий для грядущих поколений людей Однако командир гвардии смерти со своей стороны позаботился, чтобы корабли 14-го легиона были заняты в самых далеких уголках Недоступных для делегаций летописцев, ставших уже привычными в крупных экспедиционных частях Мортарион, как и его легион, был крайне замкнутым и скрытным по отношению к тем, кого не уважал Повелитель смерти относился к летописцам немногим лучше, чем к нежеланным самозванцам Горо, отвечал он Эти банды писцов с испачканными чернилами пальцами и салонных интеллигентов находятся здесь Но их передвижение по кораблю ограничено Воитель проинформировал меня, что здесь не так давно произошел несчастный случай Несколько летописцев проникли в места для них небезопасные и в результате погибли А потому был установлен контроль за их действиями, конечно, ради их собственной безопасности Понимаю, кивнул капитан Для их блага Верно Мортарион зашел в вагон В конце концов, все, о чем мы будем сегодня говорить, будет записано Для этого вовсе не обязательно приглашать писцов или резчиков по камню История сама нас увековечит Горо, поднимаясь по трапу, в последний раз окинул взглядом пустынный ангар И его внимание привлекло легкое движение Лишь на одно мгновение он увидел чью-то фигуру Но встроенные в его зрительные органы имплантаты Позволили мозгу Натанаэля реконструировать каждую грань мелькнувшего образа Это был пожилой человек в одежде летописца самого высокого ранга Совершенно неуместный среди стальных конструкций и рельсовых путей посадочной палубы Он двигался быстро и крадучись Старался держаться в тени, направляясь куда-то явно с опаской В одной руке итератор держал сложенную бумажку Возможно, пропуск или разрешение Старик тяжело дышал, и как только горо его заметил Тотчас нырнул вниз по лесенке, исчезавшей в глубинах военного корабля Гвардеец смерти поморщился и зашел в поезд Любопытный инцидент лишь усилил ощущение неловкости Охватившей его в первый же момент пребывания на духе мщения Какое чувство могло вызвать место, названное Советом Луперкаля? В этом названии заключалось непомерное высокомерие Казалось, оно сквозит и в усмешках сынов Хоруса Будто огромный зал претендовал на соперничество с Великим Советом Императора на далекой Терре Гаро прошел на отведенное ему место, но грудь под парадной керасой все так же сжимала неприятное ощущение неизвестности Он не знал, что ждет его впереди Боевой капитан лишь один раз видел воителя во плоти, но это было давно, когда во время празднования победы на Ул-Ла-Норе он вел седьмую роту на парадный смотр А теперь воитель сидел в этом зале, на черном троне, поднятом на помост над остальными людьми, под множеством мрачных, незнакомых знамен Гаро понимал, что в помещении собралось немало народу, но все остальные лишь служили фоном и отражали лучи сиятельного Хоруса В ногах Гаро что-то засвербело, словно мускульная память приказывала ему опуститься на колени Воитель! Он до последней капли соответствовал своему титулу Хорус был воплощением идеала космодесантника, ожившей статуей на троне, прекрасным и могущественным, излучавшим непреодолимую мощь Одеяние, отороченное шнурами из белого золота и меди, струилось вокруг него и каскадом спадало на базальтовые ступени трона Надетые на Хорусе доспехи Гаро видел лишь на иллюстрациях произведений искусства Покрытые чеканкой пластины из гибкой стали, украшенные изумрудами и черными алмазами Некоторые части экипировки Хоруса напоминали элементы старых доспехов модели Mark III «Железная броня» и более современные Mark IV Maximus, а остальные были значительно более усовершенствованными, чем что-либо используемое Гвардией Смерти Странный пистолет, на вид изготовленный из стекла, выглядывал из набедренной кобуры, сделанной из кожи какого-то животного Вдобавок ко всему казалось, что Хорус едва замечает сковавшие его керамиты сталь и способен сбросить доспехи одним могучим движением Всем своим видом Воитель, даже в спокойном состоянии, напоминал сверхновую звезду, готовую в любое мгновение взорваться На его груди сиял змеиный зрачок Хоруса, собирающий свет плавающих в воздухе осветительных шаров Натанеэлю потребовалось почти физическое усилие, чтобы отвести взгляд и совладать со своими эмоциями «Сейчас не время предаваться восторгу и благоговению, нельзя уподобляться неопытному новичку» «Смотри и учись», — сказал ему Мортарион, и Гаро был полон решимости выполнить приказ господина Его взгляд встретился со взглядом другого космодесантника, одного из тех, кто стоял на возвышении в новых зеленых доспехах переименованного Легиона Хоруса И Гаро приветствовал Гарвеля Локена коротким кивком Когда-то давно, во время изгнания орков, посигнувших на крипт, Гаро оказался в одном бункере с Локеном и его воинами Гвардия смерти целую неделю сражалась бок о бок с лунными волками на замерзших равнинах, орошая голубой лед темной кровью ксеносов Локен в ответ слегка улыбнулся, и его отклик немного уменьшил напряженность Натанеэля Кроме Гарвеля на возвышении стояли и другие члены ближнего окружения Хоруса, братья Марневаля, Таргаддон, Оксимант и Абаддон При взгляде на них Гаро пришла в голову странная мысль Все четверо вели себя довольно сдержанно, но не настолько, чтобы Натанеэль не смог понять ситуацию Четыре капитана разделились Локен и Таргаддон стояли по одну сторону от трона, Оксимант и Абаддон по другую Гаро видел признаки расколов в том, что они не смотрели друг на друга и не устраивали дружеских перепалок Что, по мнению Натанеэля, было отличительным признаком легиона-воители Неужели сыны Хоруса теперь испытывали друг другу вражду? Космодесантник оставил этот вопрос, чтобы поразмыслить над ним позже Его примарх был абсолютно прав, когда подметил отсутствие на совете командующего детьми императора Вместо него явился старший офицер Гаро знал его по личной встрече в одном из сражений, где его далеко не лестная репутация только подтвердилась Лорд-командир Эйдолан и его воины были так роскошно одеты, что гвардейцы смерти в своих серо-зеленых доспехах По сравнению с ними выглядели совсем неказисто Дети императора были известны как франты Вместо того, чтобы стремиться к сражениям, они заботились о своем внешнем виде и блеске оружия И все же страшный молот в руках Эйдолана и мечи его воинов свидетельствовали о незаурядном мастерстве в боях Но Гаро все равно считал, что космодесантники одеты чересчур роскошно для такого случая Еще один из присутствующих на совете выглядел почти так же внушительно, как и сам Хорус Гаро даже поймал себя на том, что сравнивают между собой примарха-пожирателей миров со своим господином Пока двое братьев обмениваются равнодушными взглядами Высокий и стройный мартарион был поволчи поджаром, тогда как Ангрон казался массивным и ширококосным Бледные цвета одеяния и облика повелителя смерти занимали крайнее место в спектре красок По сравнению с ярким пятном напряженного лица Красного Ангела и его пронзительными глубоко посаженными глазами, окруженными сеткой шрамов От одного присутствия Ангрона по залу расходились волны неудержимой ярости Насколько вид мартариона безмолвно напоминал о неотвратимой смерти, настолько его брат примарх был живым воплощением жестокости и агрессии Широкоплечий повелитель пожирателей миров в бронзовых доспехах и черненом кольчужном плаще, от которого в воздухе распространялся запах застарелой крови, излучал опасность Рядом с ним выстроился отряд избранных воинов, которыми командовал космодесантник, знакомый горо только по рассказам, Кхарн, капитан восьмой роты В отличие от Эйдолана, известного своим бахварством, имя Кхарна стало синонимом беспощадности в сражении О его жестокости ходили такие красочные слухи, что даже привычные к ядам воины мартариона ощущали неприятные позывы в желудке При первых же звуках голоса Хоруса, горо замер, и слова воителя полностью завладели его вниманием Ну вот, мартарион прибыл, и теперь мы все в сборе Воитель поднялся с трона, и горо снова пришлось бороться с желанием преклонить колени Рядом с Натанеэлем лишенный рта сервитор прикоснулся к органам управления в затененной нише, и осветительные шары погасли, а вместо них заработал голопроектор Горой еще накануне просмотрел по приказу мартариона несколько пикт-отчетов, и теперь без труда узнал Истваан-3, хотя снимки были сделаны с большого расстояния, а часть изображений пострадала от лучей ближайшего спутника — белой луны Перед ним был мир, где пустило корни в вероломное предательство Вардуса Проала Хорус говорил очень энергично, и каждое слово доносилось до самых дальних уголков зала Он повторил все, что горо узнал от мартариона в штурмкатере, и добавил, что несколько лет назад примарх Коракс и его гвардия воронов оставили Истваан в полном порядке и на пути к имперским истинам «Должны ли мы предположить, что истина не прижилась?» Полным сардонической иронии голосом прервал воителя Эйдолон, за что был удостоен презрительного взгляда Похоже, никудышные манеры лорд-командира ничуть не изменились с тех пор, как горо видел его в последний раз Хорус больше не стал обращать внимание на дерзкого космодесантника, а жестом пригласил мартариона продолжать доклад и перейти к обнаруженному сигналу бедствия Натанеэль понял свою задачу и передал бобину с информацией ожидавшему сервитору, после чего тот осторожно вставил устройство в приемник голопроектора Началось воспроизведение сообщения для собравшихся воинов Вместо того, чтобы во второй раз просматривать запись, горо медленно обводил взглядом своих братьев-космодесантников, надеясь увидеть их реакцию на сообщение охваченной паникой женщины Кхарн своей невозмутимостью копировал поведение Ангрона, и уголки его губ изогнулись в слабом намеке на усмешку Лицо Эйдолана сохраняло высокомерное выражение, очевидно обусловленное недовольством низким качеством изображения Лицо Хоруса оставалось непроницаемым, как у статуи Страшная сцена подействовала только на Таргадона и Локена, но последнего явно затронуло сильнее Когда настала очередь ужасного вопля, горо постарался отвлечься, но все же ощутил острый приступ отвращения Он не переставал наблюдать за Локеном и заметил, что сын Хоруса вздрогнул точно так же, как и он сам на борту стойкости Горро открыто разделял страдания друга Это мрачное послание несло в себе не только мольбу о помощи, призыв к космодесантникам защитить невинных Его смысл был гораздо более глубоким и зловещим Запись с Истваана извещала о двуличности и скверне, о том, что люди Империума вернулись на темную тропу невежества и сделали это по доброй воле Одна мысль о возможной измене вызывала у гвардейца смерти непреодолимое отвращение На Истваане им придется сойтись в битве не с ксеносами, не с преступниками или просто глупыми людьми, слепыми к свету имперских истин Их врагами станут их товарищи, недавно состоявшие на службе императору Они будут сражаться против обманутых людей, против перебежчиков и дезертиров, против предателей Отвращение Горро, раскалившись до предела, превратилось в праведный гнев Горро очнулся от своих размышлений в тот момент, когда воитель показал им город Харал Где располагались правительства третьей планеты системы и источник сигнала В атаке на обиталище Вардуса Праала во дворце регента будут участвовать огромные силы всех четырех легионов, отряды армии и военные машины Натанель слушал предельно внимательно и все подробности запечатлевал в своей памяти Упоминание имени примарха еще сильнее привлекло его внимание Тебе поручаю вступить в сражение с главными силами армии города Харала Сказал Хорус, обращаясь к Мортариону Боевой капитан не смог удержаться от улыбки, когда после оглашения Хорусом всех приказов выступил Мортарион Я принимаю этот вызов, воитель Мой легион привык сражаться в подобных условиях Перед тем, как осуществить главную атаку на Харал, предстояло провести еще одну операцию Целью рейда были передатчики на Истван Экстранус, крайней планете звездной системы, где располагался основной узел сенсорной связи Ослепленные таким образом защитники Харала будут знать только то, что грядет возмездие Но откуда и когда оно обрушится на их мир, определить не смогут Город Харал станет непростым полем битвы, но именно к этому Натанейли стремился Оставшаяся часть операции была расписана довольно быстро Детям императора и пожирателям миров предстояло проникнуть во дворец А легион воителя на востоке от города должен был атаковать важный религиозный комплекс под названием Храм Искушения В голове Горо постоянно крутились странные названия Храм Искушения Девы Битвы Незваные, чуждые фразы снова вызвали ощущение напряжения и холодное предчувствие Которое не желало проходить Глава пятая Выбор сделан Предзнаменование Экстранус Сквозь шум и грохот посадочной палубы Натанейли услышал, что кто-то окликнул его по имени Обернувшись, он увидел салютующего ему космодесантника в сияющей пурпурной форме Горо не решительно оглянулся в надежде, что не нарушил протокола, выйдя из строя Под раскинутыми крыльями спусковых салазок штурмкатера он увидел своего примарха и командующего пожирателей миров Склонившихся друг к другу в приватной и, видимо, секретной беседе Натанейль понял, что у него есть несколько мгновений, пока он снова не понадобится своему господину Воин из региона Детей Императора подошел ближе, и Горо удивленно прищурился Во время встречи ни лорд-командир Эйделон, ни кто-либо из его людей не проявили никакого интереса к боевому капитану И вот теперь один из них окликает его по имени Он не успел рассмотреть значки на доспехах, но был уверен, что не встречал этого воина в совете Луперкаля «Эй, гвардеец смерти!» — раздался голос из-за забрала шлема «Неужели ты так медленно соображаешь, что не узнаешь своих близких?» Космодесантник подошел ближе и снял шлем И Горо ощутил, что его рот впервые за несколько дней растягивается в улыбке «Клятва на крови! Саул Тарвиц, ты еще жив? Я не мог тебя узнать под всей этой мишурой!» Подошедший воин кивнул, и длинные до плеч волосы рассыпались по благородному лицу Отмеченному только бронзовой пластиной над бровью «Должен тебя поправить, первый капитан Тарвиц на тоннель С тех пор, как мы в последний раз виделись, я немного продвинулся по службе» Космодесантники пожали запястья, и локтевые пластины доспехов звонко стукнулись На каждой имелся выцарапанный ножом небольшой орел Знак того, что они обязаны друг другу жизнью «Вижу, вижу!» — теперь Гаро рассмотрел филигранный значок на плече доспехов Подтверждавший новое звание Тарвица «Ты заслужил это звание, брат!» За исключением гвардейцев смерти, Гаро мало к кому так обращался Но Тарвиц был одним из этих немногих Дружбу на тоннеля он заслужил во время приаксорской кампании Когда Тарвиц доказал Несмотря на то, что космодесантники Фулгрима считались самоуверенными задаваками В рядах детей Императора есть воины, верные идеалам Империума «Я так и надеялся, что мы здесь встретимся» Тарвиц кивнул «Мы не только встретились, дружище Наши роты входят в состав штурмгруппы по уничтожению станции связи» «Да, конечно» Гаро был в курсе, что первая рота третьего легиона должна сражаться рядом с его седьмой Но теперь, узнав, что там будет Саул Тарвиц, почувствовал, что его уверенность окрепла «Значит, Эйдолон предоставил командование тебе?» Тарвиц с трудом скрыл усмешку «Нет, он все время будет рядом со мной Он не из тех, кто согласится упустить хотя бы частичку славы Я уверен, он постоянно будет меня подгонять, чтобы гвардия смерти не успела уничтожить всех противников» Улыбка Гаро почти исчезла «Я рад видеть тебя, названный братец» Произнес он с неожиданно большим чувством Тарвиц насторожился «Натане Эль, мне знаком этот взгляд, что тебя беспокоит?» Гаро покачал головой «Ничего, правда ничего, я здорово устал, и все это немного подавляет» Он обвел жестом палубу Второй офицер взглянул на примархов, все еще занят их разговором «Да, я тебя понимаю», — он подмигнул «Скажи, а это правда, что воитель способен одним взглядом остановить твое сердце?» «Он производит неизгладимое впечатление, в этом можешь не сомневаться», — согласился Гаро «Но чего еще можно ожидать от избранника императора?» Затем немного нерешительно задал вопрос «Меня немного удивляет, что тебя не было в почетном карауле Разве твой ранг не дает тебе на это право?» «Я не пользуюсь благосклонностью Эйдолана», — ответил Тарвиц «Кроме того, он никогда не позволит, чтобы внимание воителя было обращено на другого офицера» Гаро недовольно хмыкнул «Если он загордится сверх всякой меры, можешь попросить его рассказать, как Ангрон отчитал его за дерзость, и воитель отнесся к этому выговору одобрительно» Тарвиц рассмеялся «Боюсь, эта часть истории никогда не будет рассказана» «Конечно нет» Гаро оглянулся на Мартариона и увидел, что повелитель смерти слегка поклонился пожирателю миров «Мне кажется, нам пора. Встретимся на поле боя» «Встретимся на поле боя, Натенеэль» «Передай Эйдолуну, что если он вежливо попросит, мы постараемся оставить ему немного славы» Боевой капитан оцелютовал другу и вслед за своим господином поднялся на борт штурмкатера «Неужели ты думаешь, что в самом деле сможешь его победить?» — спросил Раль, потирая указательным пальцем подбородок Дютсус даже не поднял головы «Это такая же битва, как и все остальные, и я намерен ее выиграть» Раль обернулся к ожидавшему Сэндеку, сосредоточенному и готовому к игре «Он собирается тебя разгромить» — космодесантник склонился над ареной сражения «Смотри, твоему магистру угрожает его Костелян, твой дракон под обстрелом его пушек и... Если тебе хочется сыграть, можешь подождать, пока я разобью Сэндека» — бросил Дютсус «А до тех пор смотри, если хочешь, но молча. Мне надо подумать» «Вот поэтому ты и проиграешь» — ответил Раль «Пир, дай им доиграть» — вмешался Хакур и потянул Раля от игрового столика Подальше от сердитого взгляда молодого космодесантника «Не отвлекай их» — Раль подчинился старшему воину и отошел «Хочешь заключить пари на результат?» «Мне бы не хотелось опять у тебя выигрывать» — Раль усмехнулся «Солун проиграет, Андус, я это вижу так же ясно, как твое лицо» Хакур ответил ему улыбкой «Вот как? Что ж, может, я и не так красив, как ты, зато у меня больше мудрости И вот что я тебе скажу Солун Дютсус не так глуп, как ты считаешь» «Я никогда и не говорил, что он глуп» — настаивал Раль «Но Сэндек — мыслитель, а в цареубийстве необходимо думать» «Я видел, во что Солун превращает тренировочную камеру» «Сила этого парня в его кулаках» Андус насмешливо фыркнул «Не стоит его недооценивать» «Боевой капитан не взял бы его к себе, если бы он был глупцом» Ветеран посмотрел на стол, где Дютсус только что двинул своего солдата И взял одного из итераторов Сэндека «Он молод, против этого я не могу возразить, но обладает большим потенциалом Мне приходилось видеть таких парней раньше Если оставить его без должного руководства, он может свернуть на неверную тропу и погибнуть Но если отнестись к нему с заботой и осторожностью, он превратится в боевого брата, достойного в один из дней занять должность боевого капитана» Раль удивленно моргнул «А я считал, что ты его недолюбливаешь» «Почему? Из-за моих постоянных придирок? Так я придираюсь ко всем, в этом часть моего обаяния» Андус наклонился к собеседнику и заговорил тише «Конечно, если ты передашь ему хоть слово из этого разговора, я буду все отрицать, а потом переломаю тебе ноги» Послышался резкий удар дерева по дереву, и Раль, оглянувшись, увидел, что Сендека прокинул свою императрицу на доску, признавая поражение На лице Дёциуса расцвела широкая улыбка «Отлично сыграно, брат, ты достойный противник» «Видишь?» — спросил Хакур «А, он просто позволил ему выиграть», — нехотя отозвался Раль «Это всего лишь акт милосердия» «К милосердию прибегают неуверенные в себе», — вступил в разговор вошедший в тренировочный отсек воен, с напыщенной серьезностью произнеся одну из боевых аксиом «Кто просит милосердия?» — спросил он, сбрасывая с головы капюшон повседневного одеяния Андус кивнул на своего собеседника «Оно необходимо брату Ралю, он уже в который раз ошибся, и это его сильно огорчило» Раль, начиная сердиться не на шутку, оскалил зубы «Берегитесь, старик!» Хакур в притворном испуге закатил глаза «Ну а как ты, Мерик? Где ты был?» Вопрос был задан мимоходом, но Раль заметил искры напряженности в глазах апотекария «Занимался своим делом, Андус, и больше ничего» Воен быстро постарался отвести разговор от своей персоны «А ты, Пир, надеюсь, готов к предстоящей битве? Насколько я помню, счет еще в мою пользу, не так ли?» Тот кивнул Ралли воен постоянно соревновались, кто из них первым убьет противника в начале каждой операции «Но считаем только воинов, помнишь? А то в прошлый раз это был сервитор» «Сервитор-стрелок», — поправил его воен «И он наверняка бы меня подстрелил, если бы я ему позволил» «Он огляделся по сторонам» «Я думаю, что нам выпадет отличный шанс прощупать оборону Истваана» «Операция будет проводиться по этапам, и сначала предстоит высадиться и разгромить станцию связи в удаленном мире, а потом последует полномасштабная атака на планету» «Хакур скривил губы» «А ты неплохо проинформирован, капитан Гаро еще не вернулся с корабля воителя, а тебе уже известны все детали миссии» «Воен заколебался» «Ну, это общеизвестное положение» «Тон его голоса изменился, стал более настороженным» «Вот как?» — Раль почувствовал что-то неладное «А кто тебе сказал, брат?» «Какая разница?» — раздраженно бросил апотекарий «Информация поступила, и я решил поделиться с вами, но если вы предпочитаете оставаться в неведении» «Об этом никто не говорил», — прервал его Андус «Давай, Мерик, расскажи, откуда ты это узнал? От какого-то раненого в лазарете под действием болеутоляющих средств или от болтливого астропата?» Раль заметил, что все воины в комнате замолчали и прислушиваются к их перепалке Даже дюнщик Гаро поднял голову в своем углу Воен заметил интерес Калиба и метнул в него ледяной взгляд «Брат, я задал тебе вопрос», — произнес Хакур И на этот раз в его голосе прозвучал металл, как на поле боя, когда сержант отдавал приказы и не сомневался в их исполнении У воена напряглась челюсть «Я не могу сказать» Апотекарий обошел ветерана и сделал несколько шагов к своей нише Хакур остановил воена, схватив его за руку «А что это у тебя в руке?» «Ничего, что было бы тебе интересно, сержант» Ветеран-сержант был по меньшей мере вдвое старше апотекария Но за долгие годы службы боевой опыт Хакура нисколько не потускнел Он легко повернул руку в воена и нажал на нервное окончание Так, что пальцы разжались сами собой И на ладони открылась потертая медная монета «Что это?» — негромко, но требовательно спросил Хакур «Ты сам знаешь!» — бросил в ответ воен «Не строй из себя глупца!» На тусклом металлическом диске виднелся символ легиона «Знак ложи!» — выдохнул Раль «Ты состоишь в ложе? И давно?» «Я не могу сказать!» — ответил воен Стряхнул руку Хакура и шагнул к своей комнате, где хранились немногочисленные личные вещи «Не спрашивай меня ни о чем!» «Тебе известно мнение боевого капитана о подобных вещах?» — сказал Андус «Он отвергает любые тайные сборища» «Он отвергает!» — прервал его Мерик «Он, а не я! Если капитан Гарро отказывается вступить в братство ложи, то это его выбор И твой тоже, раз уж ты во всем ему подражаешь А я не отказываюсь! Я член ложи!» — он резко вздохнул «Ну вот, все сказано!» Десус вскочил на ноги «Мы все принадлежим к седьмой роте!» — крикнул он «И капитан тоже! Гарро подает нам пример, которому мы должны следовать без всяких вопросов!» «Если бы он нашел время выслушать, он бы все понял!» Мерик покачал головой и снова показал значок «Вы должны понять, что это не какое-то секретное общество Это место, где люди могут свободно встречаться и разговаривать!» «Похоже, что так!» — проворчал Сэндек «Из того, что ты недавно рассказал, выходит, что в ложе свободно передается даже самая секретная информация!» Воен сердито тряхнул головой «Все совершенно не так! Не искажайте мои слова!» «Вы должны выйти из ложи, Мерик!» — сказал Хакур «Поклянись нам, и мы больше не будем разговаривать на эту тему!» «Нет!» — он крепко сжал монету «Вы все меня знаете! Мы боевые братья! Я лечил каждого из вас, и некоторым даже спас жизнь! Я, Мерик, воен, ваш друг и товарищ по оружию! Неужели вы допускаете, что я мог бы принять участие в мятеже?» Он коротко рассмеялся «Поверьте, если бы вы видели лица присутствующих там людей, вы бы поняли, что это вы вместе с Гаро остались в меньшинстве!» «Что делают Грульгар и Тиффан в своих ротах, нас не касается», — заметил Дёциус «И остальные тоже!» — парировал Воен «Я далеко не единственный представитель седьмой роты в сообществе!» «Нет!» — не поверил Хакур «Я бы никогда не стал тебе лгать и если после такого разговора вы считаете меня недостойным...» После долгой паузы он подавленно опустил голову «Значит, наше братство не настолько крепкое, как я думал» Когда Воен снова поднял взгляд, в комнате появился кое-кто еще Резким от гнева голосом капитан Гаро бросил единственную команду «Освободите помещение!» Когда они остались одни, и Калибр закрыл за собой дверь, тяжелый взгляд Гаро уперся в лицо подчиненного Руки капитана в бронированных перчатках сжались в кулаки «Я не слышал, как ты вошел», — прабормотал Воен «Как много ты успел услышать!» «Можешь не оправдываться», — ответил Гаро «Я немного постоял в коридоре, прежде чем войти» «Ха-ха-ха-ха!» — сухо рассмеялся Апотекарий «А я думал, что шпионит только твой денщик» «Калибр рассказывает мне только то, что сочтет нужным» «Я ничего ему не поручал» «Значит, мы с ним похожи» Гаро отвернулся «Ты говорил, что вступил в ложу, исходя из своих принципов» «Это так?» «Да, я старший Апотекарий Седьмой Роты, и мой долг — знать истинные чувства состоящих в ней воинов» «Иногда случаются ситуации, о которых люди скорее расскажут товарищам по ложе, чем Апотекарию» Воен говорил, уставившись в пол «Должен ли я понимать, что в свете открывшихся фактов ты будешь настаивать на моем переводе в другую роту» Какая-то часть Гаро была готова взорваться от гнева Но на самом деле он чувствовал лишь разочарование «Я всегда сторонился ложь, а теперь узнаю, что один из самых доверенных моих друзей стал членом сообщества «Это ставит под сомнение мою проницательность и дальновидность» «Нет!» — воскликнул Воен «Господин, поверь мне, я вступил в ложу не ради того, чтобы тебя подвести Этот шаг был продиктован личным выбором Мерика Воена» Гаро долго молчал «Мы стали братьями за долгие десятилетия, проведенные в бесконечных битвах Ты прекрасный воин и еще лучший Апотекарий В противном случае я бы не взял тебя к себе в роту Но это ты скрывал от всех нас, а значит, мало ценил нашу дружбу Если ты решишь остаться под моим командованием, Мерик, тебе будет нелегко снова заслужить утраченное сегодня доверие» Капитан посмотрел Апотекарию в глаза «Можешь оставаться, можешь уходить Мерик воен, волен выбирать» «Если я предпочту остаться, будет ли разрыв с ложей твоим условием, господин?» Капитан покачал головой «Я не стану тебя ни к чему принуждать Ты все еще остаешься моим боевым братом, даже если твое мнение не всегда совпадает с моим» Горо шагнул вперед и протянул военную руку «Но я хочу попросить тебя об одном Обещай, что если ложа когда-нибудь станет принуждать отвернуться от императора человечества Ты уничтожишь этот значок и порвешь с ними» Апотекарий пожал протянутую руку «Я клянусь, господин, клянусь самой террой» Разобравшись с этим делом, Горо собрал своих людей и рассказал о задачах, поставленных воителем Никто из воинов, по примеру своего командира, не сказал воену ни одного резкого слова Но Апотекарий все время молчал и казался задумчивым Никто не спрашивал, почему воен остается с ними Но в глазах Дёциуса, Раля и остальных Горо читал недоумение Когда все было закончено, Горо оставил доспехи на попечение Калиба И начал мысленный совет с самим собой За короткое время произошло слишком много событий Казалось, совсем недавно он планировал атаку на мир кораблей Йорголов А теперь легионы космодесантников готовились нанести первый удар по Истванскому Экстранусу А в роте самого Горо обнаружились разногласия Правильно ли было позволить воену остаться? Мысли Горо вернулись к разговору с Мартарионом перед военным советом Где также затрагивался вопрос о ложах Капитан сознавал, что не может окончательно разобраться в своих чувствах И это его беспокоило Временами ему начинало казаться, что не стоило так строго придерживаться консервативного курса И блюсти старой традиции легиона С течением времени многое изменилось Да, перемены происходили Здесь, на стойкости, этот процесс шел медленно Но обостренные чувства замечали изменения, которые на борту корабля-воителя проявились более отчетливо В голове, словно далекие грозовые тучи, накапливались неприятные мысли Горо не мог избавиться от ощущения, что впереди поджидает нечто зловещее Оно только накапливает силы и выбирает подходящий момент И Горо по старой привычке поступил так, как поступал всякий раз Когда хотел очистить мысли и подготовиться к грядущему сражению На самом верху корпуса стойкости находился овальный выступ корабельной обсерватории Пункт наблюдения был вынесен на тот случай, если возникнет необходимость следить за звездами в случае отказа судовых регистраторов Кроме того, сооружение выполняло и чисто декоративную функцию Хотя лишь немногие из гвардии смерти рассматривали обсерваторию в таком тривиальном ракурсе Горо притушил все осветительные шары и уселся перед контрольной панелью Кресло оператора отклонилось назад и вернулось обратно, слегка покачиваясь на гидравлических опорах Вскоре боевой капитан занял положение, позволявшее без помех обозревать все звездное пространство В нижней части сияло бело-голубое солнце Истваана Приглушенное локализованной поляризацией и усиленным бронестеклом Горо отвел от него взгляд и погрузился в черноту Напряжение стало постепенно покидать его мышцы Капитан словно плыл по океану звезд, окруженный стеклянным пузырем обсерватории Рядом, в космической бездне, поблескивали серебром корпуса кораблей И уже не в первый раз он попытался представить, где находится его родной мир Официально родиной 14-го легиона считался окутанный тучами Барбарус, находившийся на краю готического сектора Большинство гвардейцев смерти, такие как Грульгар и Тифон, Дёциус и Сендек, даже Калеб, родились в этом неспокойном мире Горо научился ценить и уважать эту планету и ее испытующую природу, но домом она ему так и не стала Горо родился на Терре и был призван в легион еще до того, как люди узнали о существовании Барбаруса В те времена 14-й легион носил другое название, и у них не было примархов, только один император Воспоминания вызывали у Горо гордость Они назывались сумеречными рейдерами и были известны своей отличительной тактикой атаковать врага сразу после заката Тогда на их доспехах не было зеленого цвета гвардии смерти Сумеречные рейдеры носили светлую броню цвета старого мрамора, но правая рука и плечи были окрашены в темно-багряный Символика доспехов показывала врагам их сущность Это правая рука императора, неутомимая и непреклонная В час, когда солнце поднималось из-за горизонта, многие противники бросали оружие, лишь бы не сражаться с ними Но все переменилось Когда сыновья клоны императора были похищены и рассеяны по всей галактике Сумеречные рейдеры вместе с братскими легионами и своим повелителем отправились в Великий Крестовый Поход Который положил начало империуму И Горо был там, но с тех пор прошло не одно столетие Казалось, что все это было не так уж давно, но часы Терры отсчитали множество лет, проведенных в смятении Варпа, в криогенном стазисе и странствиях по галактике с около световой скоростью Горо оставался рядом с императором в его странствиях в поисках сыновей Сангвиния, Феруса, Жилимана, Магнуса и других При каждом воссоединении повелитель человечества даровал обретенным сыновьям командование войсками, созданными по их образу и подобию Когда, наконец, император посетил Барбарус и обнаружил сына, мрачного воина, возглавившего свой народ, он разместил там 14-й легион На Барбарусе, где оказался Мартарион после хаотического странствия по Варпу, мальчик-примарх нашел мир, в котором людской род был угнетен кланом воинов-мутантов Он вырос, объявил им войну и освободил соплеменников, создав собственную армию преданных солдат, с которой отправился к смертоносным вершинам, где скрывались бежавшие мутанты Вот этих солдат Мартарион и назвал гвардией смерти Так получилось, что когда император и Мартарион встретились и разбили силы темных мутантов, а Барбарус стал свободен, примарх присоединился к отцу в крестовом походе во главе 14-го легиона В честь того события первые слова Мартариона, обращенные к армии, были высечены на гранитной арке над переходным шлюзом боевой баржи Жатва Смерти По приказу императора, Мартарион взял с собой элиту своей армии с Барбаруса, к которой присоединились сотни воинов легиона Там Гарро, тогда еще рядовой космодесантник, впервые услышал своего примарха «Вы – мои непревзойденные клинки!» – сказал он тогда «Вы – гвардия смерти!» Эти слова положили конец существованию сумеречных рейдеров Все изменилось В день коронации Мартариона в качестве примарха, большая часть воинов 14-го легиона были соплеменниками Гарро Уроженцами Терры или близлежащих миров сегменту Массолар Но их число постепенно сокращалось, поскольку все рекруты для гвардии смерти набирались только с Барбаруса Теперь, когда 31-е тысячелетие перевалило за середину, в легионе оставалась лишь горсточка уроженцев Терры В моменты меланхолии Гарро представлял себе, что наступит день, когда в легионе не останется никого из его соплеменников, и традиции сумеречных рейдеров исчезнут окончательно Он боялся этого момента, поскольку со смертью тиранцев умрет и какая-то часть благородного легиона Память – любопытная вещь В некоторых случаях отрывочные воспоминания далекого прошлого Гарро были отчетливее, чем картины сражений, произошедших лишь несколько месяцев назад И оставивших след лишь в специальных ячейках памяти, вживленных в головной мозг Он помнил себя мальчиком Вальбин перед воинским мемориалом, относящимся к десятому тысячелетию Огромная арка из белого камня возвышалась над скульптурами воинов, выполненными из темного камня, отполированными временем, но затем покрытыми защитным слоем из синтетических алмазов И еще он помнил ночь на Барбарусе, когда с вершины одного из высочайших пиков наблюдал за небом На один короткий миг тучи разошлись, и глаза Натанеэля, как и сейчас, под куполом обсерватории, отыскали в беспросветной тьме одинокий огонек Сейчас, как и тогда, он смотрел на далекую звезду и спрашивал себя, не его ли это дом? Мог ли император в своей непостижимой власти обратить на него мельчайшую долю своих возвышенных мыслей? Или это было тщеславием со стороны Гарро, надеяться даже на мимолетное внимание повелителя человечества? В следующее мгновение у Натанеэля перехватило дыхание Звезда, за которой он наблюдал, ярко вспыхнула и исчезла, пропав навсегда Погасшая звезда канула в бездну, оставив в душе Натанеэля темную пелену Диоциус повернул руку ладонью вверх и поймал одну из порхающих вокруг крупных медленных снежинок При низкой силе притяжения на экстранусе сухие хлопья азотного льда Неспешно падали на однообразную, различных оттенков серого цвета поверхность Короткая самодовольная усмешка пробежала по его лицу, и пальцы сжались Отделанный зеленой эмалью энергетический кулак полностью повторял форму правой руки Но был гораздо больше и неизмеримо сильнее, о чем напоминали беспрестанные искорки на его поверхности Диоциус для разминки пошевелил пальцами Он настолько мастерски владел этим оружием, что с одинаковой легкостью мог сорвать цветок и расколоть череп На лишенном жизни шарике, состоящем из камня и льда, не было никаких признаков фауны Но имелось достаточно голов, которые предстояло сокрушить Определенно При этой мысли улыбка Диоциуса превратилась в дерзкую усмешку Он оглянулся через причона, испещренное кратерами плато западного подхода к цели Гвардия смерти притаилась, используя каждую складку местности Воины, готовые к атаке, в полном молчании ждали сигнала Светлые доспехи как нельзя лучше подходили к этой серой местности И маскировку нарушали только зеленые полосы на плечах и на грудниках доспехов Оправдывая название легиона, они ждали очень тихо Диоциус заметил блеск позолоты Капитан Гаро что-то говорил, приблизив свой шлем к шлему сержанта Хакура Ветеран, в свою очередь, повернулся и шепотом передал приказ Ралю Тот своему соседу и так далее по всей цепи Седьмая рота не пользовалась вокс-связью с тех пор, как громовые ястребы высадили космодесантников за горизонтом астероида Вне пределов досягаемости датчиков на башнях станций Они общались при помощи приглушенных голосовых команд и боевых жестов И с величайшей осторожностью подобрались к защитной стене, окружавшей вражеский комплекс запада Все это было затеяно, чтобы обратить внимание защитников только в одну сторону Откуда приближались ярко одетые дети императора Теперь они вышли на исходную позицию И часы ожидания, как казалось Диоциусу, заканчивались Скоро должна последовать атака Сэндек наклонился к нему и зашептал прямо в аудиоприемник Готовься, скоро поступит приказ Диоциус, понимающий, кивнул и передал команду своему соседу Воину с ракетной установкой на плече, похожей на голову кобры Звук в разреженной атмосфере экстрануса распространялся не слишком хорошо Но на подступах к комплексу мятежников с другой стороны поднялся такой шум Что его отголоски докатились и до гвардии смерти Диоциус разобрал частые очереди болтеров и отдельное бухание заряда взрывчатки От этого шума его ладони покрылись испариной Но вот он услышал, что капитан Гаро нарушил молчание на общем ВОКС-канале Седьмая! Мы на месте! Голос боевого капитана звучал мрачно и напряженно Командир Диоциуса сильно изменился с тех пор, как вернулся с духом щения И Солун в который раз задумался, что могло произойти на корабле воителя А потом еще эта неприятность с военным Он постарался прогнать неуместные мысли Через усиливающие окуляры зрительной системы Диоциус мог наблюдать за западной стеной И различить метавшиеся на ней фигуры в черном Они бегали из стороны в сторону, не зная, куда им податься Атака детей императора сделала свое дело И замкнула на себя все усилия защитников На главном канале связи опять послышался голос И единственное слово звенело ликованием битвы Вперед! Воскликнул Эйдолан И гвардейцы смерти все как один покинули свое укрытие И неудержимой лавиной ринулись в атаку Ура! Седьмая! Раздался крик, и Диоциус повторил призыв Снова и снова слыша его по всей цепи Воины 14-го легиона слишком долго соблюдали тишину Часовые на стене уже превратились в окровавленные останки Болтерные снаряды на средней дистанции Разрывали их тела и сбрасывали на каменный пол Над головой Диоциуса просвистел залп малокалиберных ракет Нацеленный в тот участок стены, где Ауспекс показал наименьшую толщину У подножия барьера космодесантники внезапно заметили какое-то движение Это высунулись наружу дуло самонаводящихся орудий Снабженных лазерными излучателями Навстречу атакующим устремились тончайшие нити багровых лучей И к ним присоединились овальные снаряды артиллерии Лазер оставлял царапины на керамите А нескольким воинам лучи ударили прямо в лицо и ослепили Защитникам не удалось даже замедлить продвижение гвардии смерти Сейчас, когда в них взыграла кровь, это было попросту невозможно Ноги в бронированных сапогах крушили камни и глыбы замерзшего газа Болтерная стрельба сотрясала разряженный воздух Диоциус выпустил всю обойму в амбразуру ближайшего блиндажа И, не сбившись с шага, на ходу перезарядил болтер Из амбразуры до него долетел сдавленный крик Боевой брат с ракетной установкой все еще был рядом с ним На его доспехах остался уродливый след от ожога Но в целом он не пострадал Выбрав цель, космодесантник опустился на одно колено В следующий момент защелкал карусельный механизм И в бункер понесся залп из четырех ракет Снаряды угодили точно в цель и вскрыли укрепление Так что пламя внутренних взрывов вырвалось наружу Невероятно, но из дымящихся руин выскочили закопченные фигуры Некоторые в горящей одежде и все размахивая оружием Очередью от бедра Дёциус уничтожил несколько защитников А затем рванулся вперед Намереваясь покончить с оставшимися врагами в рукопашном бою Он сильно толкнул одного из них в грудь И энергетический кулак отбросил тело на камни стены От удара в кладке образовалась щербина А труп врага упал к ногам Дёциуса, словно тряпичная кукла Слух о космодесантнике коснулся какой-то шипящий шум И Дёциус нагнулся рассмотреть его источник При ударе его противник потерял ушную вокс-капсулу И теперь она валялась рядом в пыли Дёциус поднял ее и прислушался Оттуда раздался резкий свист Негармоничная последовательность аккордов То понижавшихся, то повышавшихся Космодесантник бросил капсулу Выпрямился и огляделся Все бункеры вокруг были уже разгромлены или горели Носком ноги он перевернул тело убитого Уже раздувшееся лицо глянуло на него открытым глазом Видневшимся сквозь разбитую красную линзу прицела Ты у меня сегодня не последний Бросил мертвецу Дёциус Всем отойти на безопасную дистанцию Раздался крик Гаро Сейчас будет взрыв Космодесантник с ракетной установкой хлопнул солоно по плечу Пошли, брат Они собираются взорвать стену Дёциус отбежал на сотню метров назад Где уже выстроились остальные космодесантники За ним по пятам подскочил Толин Сэндек Держа в руке саперный пусковой механизм Готово! Доложил он Шлем Гаро качнулся Запускай! Сэндек ударил по единственной кнопке И сначала Дёциус услышал пронзительный свист В следующую секунду воздух разорвал грохот И большой участок стены превратился в щебенку и пыль Вперед! На штурм! Гаро выхватил свой меч и взмахнул им, рассекая воздух За Мортариона и Терру! Дёциус, держась возле капитана, нырнул в облака, поднявшиеся от взрыва пыли И оптика шлема автоматически отобразила на стандартном визуальном дисплее Окружающее пространство в виде зернистых штрихов схемы Вопреки традиционной боевой доктрине Сэндек вместо обычных подрывных зарядов Применил мощное устройство Предназначенное для разрушения корабельных корпусов Возникший в результате взрыва перепад давления в атмосфере Даже такой тонкой, как на Экстранусе Снес часть западной стены И слегка затронул даже стоящее за ней здание Дёциусу не надо было всматриваться в пролом, чтобы увидеть цель Еще за время полета со стойкостью он ввел в память все данные И теперь прекрасно представлял себе немного сплющенный купол в лесу странных, похожих на трубы башен Под ногами захрустели кости убитых при взрыве стены Вокруг космодесантников поднимались ряды искореженных арматурных прутьев С оставшимися комками бетона, напоминавшими запылившиеся жемчужины Гаро приготовил меч, чтобы прорубить себе путь Нет, господин, подошел к нему Дёциус Дайте-ка я попробую Он нанес четыре удара энергетическим кулаком по бетону И с последним ударом участок преграды рухнул, открыв достаточно большой проем Дёциус довольно ухмыльнулся Не в каждой битве удается пробить кулаком стену здания Гвардия смерти устремилась в образовавшуюся брешь И фигуры в светлых доспехах рассыпались по всему помещению В клубах дыма и пыли, словно обезумевшие муравьи, метались защитники в черных балахонах А за ними Дёциус несколько раз моргнул, окидывая взглядом необычное сооружение, доминировавшее во внутреннем пространстве На коротком совещании перед боем космодесантникам было сказано, что внутри здания находится стандартная имперская станция наблюдения Возможно, претерпевшая некоторые изменения за последние годы и больше ничего Дёциус ожидал, что проникнув в здание, они обнаружат ряды регистраторов, мониторов и тому подобного оборудования Реальность еще никогда так сильно не опровергала полученных сведений Внутри купола были удалены все перекрытия, объединив все уровни в одно огромное пространство В середине окутанного дымом зала стояло сооружение, по всей видимости построенное из камней Но не из местной серой разновидности глыб с прожилками слюды Это была грубо выполненная ступенчатая пирамида из разных видов минералов, поражавших своим разноцветием Очевидно, камни доставили сюда с других планет, но зачем? Какая причина могла заставить прилагать подобные усилия в столь отдаленном месте, где пирамиду могли видеть лишь несколько сотен мятежников? Внутренние поверхности здания были украшены давно забытыми узорами из линий и окружностей Создававших впечатление глубины и движения И еще здесь присутствовал свет и звук Тот же самый негармоничный шум, который Дёциус слышал в вокс-капсуле убитого защитника Они неслись с самого верха пирамиды, скатываясь по крутым склонам медленными грозными валами Над вершиной сооружения парила фигура Красные лучи лазера замелькали вокруг головы Дёциуса и отвлекли его внимание от пирамиды, вернув к разгоревшейся битве Гвардия смерти бросила в бой немалые силы, но численность собравшихся в главном зале изменников была намного больше На вокс-канале раздался дрожащий от ярости голос Раля Большой численности перевес! Неожесточенное сопротивление! Первого же врага Дёциус убил сильным ударом кулака, и тело, отлетев, рухнуло в толпу его товарищей, так что многие попадали на пол Капитан Гаро прорубался сквозь ряды истваанцев Его вольнолюбие сблестел от крови защитников, а Болтер в другой руке с грохотом посылал в противников убийственные снаряды Солун ускорил шаги и встал рядом с командиром, к ним подтянулись Раль и Сэндек Хакур со своим отделением прикрывал с флангов, и весь отряд стал продвигаться к подножию загадочного сооружения Дёциус смеялся на ходу, ликование битвы уже бушевало в его крови Болтерная очередь с близкого расстояния уничтожила сразу десяток врагов, и их кровь оросила доспехи Гвардейцы смерти уже пробились к самому подножью пирамиды, как вдруг здание загудело от взрывов, и несколько бронированных дверей с жалобным скрипом упало внутрь Мощные гиганты в пурпурных золотом доспехах мгновенно ворвались в зал и бросились на одетых в черное защитников Ребята Фулгрима решили почтить нас своим присутствием Оскалев зубы бросил Гару Нельзя, чтобы Эйдолом потом хвастался, что взобрался на эту гору раньше гвардии смерти Мгновенного замешательства защитников, вызванного появлением новых противников, хватило, чтобы обнаружить брешь в их рядах И боевой капитан быстро собрал седьмую роту и повел ее вверх по неровной стене пирамиды Взгляд Дёциуса все дальше поднимался по склону небольшой горы, пока снова не остановился на вершине Да, теперь он видел совершенно ясно Женщина все еще была там, и каким-то образом она парила в воздухе, окутанная потоками света Лучи обвивали и поддерживали ее мерцающую фигуру И каждая солнечно-яркая вспышка сопровождалась новым звуком, новым визгом и ужасным шумом, от которого болели барабанные перепонки «Кровавая клятва!» — закричал он, едва преодолевая непереносимый шум «Кто это во имя Терры?» Гару обернулся через плечо и словно выплюнул имя «Дева битвы» Глава шестая На грани, триада черепов, новые приказы Гару осторожно посмотрел вниз по склону и увидел, что под ним разгорелась яростная битва По всему залу множество людей были заняты лишь тем, что убивали друг друга Толпы людей в черных капюшонах бросались на светлые и пурпурные островки космодесантников Лазерные орудия испускали непрерывные красные вспышки И им вторили желтые взрывы болтерных снарядов Дети императора уже прорвались к подножию пирамиды И начали подъем по той же тропе, которую тяжелыми бронированными сапогами проложили воины Гару Каждый шаг сопровождался осыпанием пыли и мелких камней И странное сооружение резонировало с мучительным резким пением «Девы битвы» Капитан прижался к стене, впился защищенными перчаткой пальцами в едва заметные выбоины И еще немного подтянулся наверх За время подъема ему уже попались красный гранит, хрупкие фрагменты известняка и неожиданные осколки каких-то статуй В этой мишанине глыб было невозможно определить ни замысла, ни вообще какого-нибудь порядка Они уже поднялись близко к стоящей наверху женщине И космодесантник смутно слышал голоса на воксканале Но непрерывные оглушительные крики врага забивали их, превращая в неразборчивое бормотание Дева битвы совсем не двигалась Лишь странные разноцветные блики скользили вокруг нее и медленно опускались, как те крупные снежинки, которые падали на каменистое плато Она прижала руки к груди, запрокинула голову и посылала свою песень к потолку здания Пение казалось бесконечным, в нем не было пауз для дыхания, не было ритма, ничем не связанные ноты следовали одна за другой и сводили на нет все попытки горо сохранить ясность мысли Ни одно человеческое горло не было способно воспроизвести эти звуки, ни одни легкие не выдержали бы такого длительного пения Неведомая сила песни дрожала и плыла в воздухе, пронзая ткань реальности Верхняя часть купола покрылась рябью, словно вода, и начала деформироваться Нехотя, словно от скуки, а не из кровавой жестокости, женщина тряхнула запястьем, и по граням пирамиды покатились вниз мерцающие кольца энергетической волны Блики окутали раля и поднялись с каменной поверхности, ненадолго подвесив в воздухе Внезапно над ним взвилось облако пепла, а доспехи сморщились и смялись, как будто были сделаны из бумаги Раль успел испустить сдавленный крик, оборванный сухим треском взорвавшихся костей В следующее мгновение исковерканные останки космодесантника полетели в толпу сражавшихся у подножия воинов Увидев гибель своего боевого брата, Гарро зарычал от ярости и рванулся вверх Почти неожиданно он оказался на вершине, уронил болтер, оставив его висеть у бедра на перевязи, и выхватил меч Боевой капитан обеими руками сжал рукоять вольнолюбца и направил клинок на деву битвы Боковым зрением он видел, что Дёцеус прикрывает его стрельбой из болтера и страдальчески морщится, когда снаряды, отраженные непроницаемой стеной звук Рикошетом разлетаются в разные стороны Дева битвы перевела взгляд на Гарро Его атака затронула ее чувства, и на лице женщины вспыхнуло возмущение Боевой капитан увидел, как она вздрогнула и повернулась, так что пряди длинных волос смазнули по щекам Но пение не прекращалось Гнев на равнодушного убийцу его подчиненного придал сил Гарро Его меч ударил в песенный щит, и при этом раздался звук, как будто лезвие проскребло по стеклу Предводительница мятежников легко подхватила новый звук и вплела его в свою песню, так что образовался безумный хор Внезапно на Гарро словно сошло озарение, и он понял природу врага Деву битвы невозможно уничтожить энергией тепла или света Ее может убить только открытый звук Из ужасной мелодии, заполнявшей весь купол здания, Дева битвы вытянула одну протяжную ноту И свела ее в тугой сверкающий узел резонанса Гарро угадал грозящий удар и отбросил Дёциуса в сторону, стараясь оттолкнуть как можно дальше от врага Волна рванулась со скоростью звука, акустический взрыв разорвал воздух и превратил в кольца белого пара А Гарро ощутил ярость Деву битвы в ударе молота гимна Оглушение, падение, боль Мысли Дёциуса от удара смешались, и теперь остались лишь простейшие реакции, едва способные преодолевать обрушившуюся на него боль Купол над ним завертелся, грубая поверхность пирамиды рванулась навстречу и ударила, а он все продолжал падать Энергетический кулак разжался и всей ладонью ударился о выступающий обломок древней горгульи И тогда пальцы со щелчком сомкнулись Каменная фигура трещала и крошилась, но выдержала, остановив беспорядочное падение Голова гудела, словно тревожный колокол, глаза были словно занавешаны плотным туманом Дёциус молча выругался на языке Барбаруса и встал на ноги Встроенная система предупреждения доложила о контузиях и мелких переломах нескольких костей, но не выявила ничего серьезного Гарро! Капитан Гарро спас ему жизнь, сбросив перед самой атакой Девы Битвы В голове мелькнула вспышка беспокойства, настолько близкая к панике, насколько это возможно для космодесантника Где же он? Где боевой капитан? Дёциус выпрямился, обрадовался, обнаружив свой болтер на обмотавшейся вокруг запястья портупея И отбил неуклюжую атаку одного из истваанцев Обогнув выступ пирамиды, он увидел своего командира Мраморно-серые доспехи Гарро были обильно залиты кровью космодесантника Над ним склонился один из детей императора, Тарвиц, как припомнил Дёциус Гарро когда-то рассказывал о нем и отзывался очень хорошо И все же, при мысли о том, что воин третьего легиона первым пришел на помощь гвардейцу смерти Грудь Дёциуса пронзила стрела оскорбленной гордости Не важно, что они побратимы Дёциус снова стал взбираться на пирамиду, стараясь не обращать внимания на резкую боль трущихся обломков костей Подойдя ближе, он уловил обрывок разговора двух капитанов Держись, брат, сказал Тарвиц Только убей ее Выдохнул Гарро и закашлялся, сплевывая кровь Удар Девы Битвы расколол его шлем, и капитан остался с обнаженной головой Я позабочусь о нем Вмешался подошедший Дёциус Теперь он будет в безопасности Тарвиц коротко кивнул ему и начал подниматься к вершине Космодесантник повернулся к своему командиру И от запаха свежей крови его замутило Этот запах он хорошо знал и ненавидел Следы падения виднелись и на доспехе Гарро, и на его руке Кроме того, где-то наверху он потерял свой болтер Но вторая, уцелевшая рука боевого капитана с мрачной решимостью сжимала рукоять вольнолюбца Словно это был его талисман Острые осколки гранита и обсидиана местами пробили керамитовое покрытие доспехов И вокруг них выступили капли аварийного восстановителя Но больше всего пострадала нога Прикрытое щитком шлема лицо Дёциуса помрачнело И он был благодарен, что капитан не может видеть его выражение Почти у самого бедра правая нога командира превратилась во влажное месиво обрывков кожи, обгоревших костей и почерневших мышц Только нейрохимические реагенты и противошоковые средства, вырабатываемые вживленной в шею железой, позволяли Гарро сохранять сознание Представив себе, какую боль должен испытывать капитан, Дёциус едва не задохнулся Дева битвы не просто вывернула или сломала ему ногу Ее звуковой удар полностью раздробил конечность Как я выгляжу, брат? — спросил капитан Наверное, не так хорошо, как дети императора Все не так уж плохо Гарро, морщась от боли, усмехнулся Парень, ты совсем не умеешь врать Он поманил космодесантника рукой Помоги мне подняться, Саул закончит то, что мы начали Ты не в том состоянии, чтобы сражаться, — возразил Дёциус Гарро, вцепившись в его руку, подтянулся Проклятие, Дёциус! Пока гвардия смерти может дышать, он в состоянии драться! Качнувшись от боли, он огляделся вокруг Где этот проклятый болтер? Потерян, сэр! — ответил Дёциус, помогая ему спуститься Милостивая Терра, тогда помоги мне занять положение Для боя, и я начну крошить этих глупцов мечом! Оставляя за собой кровавый след, они спустились со ступеней Пирамиды на пол и снова окунулись в суматоху сражения Дёциус услышал, что песня Девы Битвы наверху изменила Тональность, но в данный момент все его внимание было Поглощено рукопашным боем Он стал опорой для капитана Дёциус широко расставил ноги, уперся покрепче И противостоял волнам атак Отстреливая черные фигуры очередями болтера в одной руке А второй настигал тех, кто осмеливался подобраться ближе Гаро прислонился к нему спиной Придерживался раненой рукой Но здоровая рука с мечом описывала смертоносные дуги Под их ногами уже собралась лужица В которой кровь капитана смешалась с кровью истваанских мятежников Дёциус по воксканалу потребовал медицинскую помощь Но в ответ услышал только треск помех Вероятнее всего, вокс-передатчик был поврежден при падении А голос даже на пределе возможности не мог преодолеть звуковой барьер, созданный Девой Битвы Спустя некоторое время Гаро осел на пол Неимоверные усилия и потеря крови сломили даже организм космодесантника Дёциус помог боевому капитану перебраться к стене пирамиды Господин, возьми вот это Он положил на колени Гаро свой болтер и запасной магазин Куда ты собрался? Невнятно спросил Гаро, с трудом фокусируя взгляд Я сейчас вернусь, капитан Дёциус развернулся и бросился в самую гущу Пробивая своим энергетическим кулаком дорогу в рядах мятежников Исковерканные тела истуанских повстанцев в черных капюшонах разлетались от его ударов, а Дёциус не останавливался Враги расступались перед ним, словно вода, а за его спиной снова заполняли пробитые бреши Наконец Дёциус отыскал нужный силуэт и заорал во всю силу легких Воен, ты меня слышишь? Апотекарий гвардии смерти поднял голову Он склонился над павшим братом, чье тело было рассечено лучом лазера на две половины Ему я уже ничем не могу помочь Мрачно произнес он Император знает его имя Торопливо крикнул Дёциус Если сейчас же ты не пойдешь со мной, имя капитана тоже будет в этом почетном списке Гаро? Воен рывком поднялся на ноги Показывай дорогу, парень, быстрее! Капитан Седьмой не погибнет, если это в моих силах Они устремились обратно, с боем прорываясь через толпы сражавшихся людей Сюда! Крикнул Дёциус Он все еще остается моим командиром Раздраженно говорил воен Ты понимаешь, неважно, что было сказано и что сделано, это ничего не меняет Ты понимаешь, Дёциус? Кого ты стараешься убедить, воен? Меня или себя? Солун сердито оглянулся В настоящий момент меня не интересует ни ты, ни твоя окаянная ложа Только спаси! Остальные слова гвардейца смерти потонули в финальном душераздирающем вопле сверху Все, кто мог, инстинктивно зажали уши ладонями, чтобы не слышать последней, предсмертной ноты Девы Битвы Подняв голову, Дёциус увидел на вершине пирамиды две фигуры в пурпурных доспехах Увидел, как разрубленная фигура в воздушном одеянии упала и, кувыркаясь, покатилась по крутому склону «Эй, Далон!» Закричали рядом космодесантники «Эй, Далон ее убил! Разбойница мертва!» Продолговатый предмет со светлым хвостом пролетел в воздухе И Дёциус поймал его на лету Перевернув добычу, он обнаружил, что это человеческая голова «Девы Битвы!» Произнес он, держа женскую голову за пучок светлых волос Шея жертвы была рассечена одним мастерским ударом Он поморщился и швырнул голову детям императора А потом бросился дальше, не обращая внимания на победные крики Защитники в черных капюшонах все как один прекратили сражение Некоторые попадали на колени и стонали, раскачиваясь взад и вперед Или, уронив голову на руки, оплакивали неожиданный конец своей драгоценной песни Другие остались стоять, но оглядывались по сторонам, словно потерявшиеся дети «С дороги! Прочь с дороги, мятежные скоты!» Кричал Дёциус, проталкиваясь сквозь толпу рыдающих противников Он стал разбрасывать их своим кулаком И истваанцы валились, словно колоссия под косой жнеца Остальные Астартес последовали его примеру И кровавая бойня продолжилась Приказ воителя запрещал брать пленных К тому времени, когда они добрались до подножия пирамиды Смертельно бледный и недвижимый горо лежал на полу Над ним стоял на коленях хмурый апотекарий третьего легиона Расстроенный воен метнул на него тяжелый взгляд «Отойди! Не трогай его!» «Я спас ему жизнь, гвардеец смерти!» Последовал сердитый ответ «Ты должен меня поблагодарить!» «Я сделал за тебя твою работу!» Воен в гневе сжал кулаки, но Дёциус его остановил «Брат!» — обратился он к апотекарию «Мы тебе благодарны!» «Он выживет?» «Доставьте его в лазарет в течение часа, и он вскоре снова будет готов сражаться» «Мы обязательно так и сделаем!» Молодой Астартес отдал честь по старинному воинскому обычаю «Я Дёциус, седьмая рота! Мы перед тобой в долгу!» Апотекарий слегка улыбнулся воену «Фабий! Апотекарий детей императора! Считайте мою заботу о капитане дружеской услугой!» Космодесантник ушел, но слова воена еще сочились ядом «Невежественный щенок! Как он осмелился!» «Воен!» — остановил его Дёциус «Лучше помоги мне его перенести!» Падение горо продолжалось целую вечность Бездна вокруг него казалась теплой и вязкой Это был океан жидкого чистого масла, глубокий как память И горо не мог сказать, есть ли у него берега Он погрузился в этот океан Теплота окутала его тончайшими нитями Проникла внутрь через рот и нос Заполнила горло и легкие и потянула вниз Все ниже и ниже, в самую глубину И он падал, падал и продолжает падать Он смутно догадывался о своих ранах Датчики показывали затемненные участки тела Нервные узлы почернели и замолкли И лишь недремлющее устройство организма-космодесантника поддерживали его жизнь «Мои раны никогда не заживут!» — произнес он вслух И слова, отвердевая, потянулись следом Зачем он это сказал? Откуда появилась такая мысль? Горо размышлял со слоновьей медлительностью И пытался подогнать мысли, но они отказывались повиноваться И оставались огромными и холодными на ощупь, словно горные ледники Транс Часть мозга еще снабжала его небольшими фрагментами данных Да, конечно! Его тело закрылось в своих границах и запечаталось изнутри Все заботы и внешние раздражители забыты, пока имплантаты работают на полную мощность, чтобы остановить надвигающуюся смерть Космодесантник погрузился в своего рода стазис Но не тот, искусственно вызванный, когда тело охлаждается, когда в кровеносную систему впрыскиваются предотвращающие кристаллизацию вещества и организм легче переносит длительное межзвездное путешествие В его случае это было забытье тяжелораненого, почти убитого человека Странно было все это сознавать и в то же время словно видеть со стороны Но такова была функция тормозящего центра, имплантированного в мозг Он отключал отдельные участки Маджичка, как сервитор выключает лампы в неиспользуемом помещении Гаро уже был здесь, во время пассифайского мятежа После того, как в результате безнадежной атаки на смелость часть корпуса боевой баржи была вырвана и сотни незащищенных людей вылетели в космос Тогда он выжил, очнувшись через несколько месяцев потерянного времени и с новыми шрамами на теле А выживет ли теперь? Гаро попытался собраться с мыслями и вспомнить последние моменты перед потерей сознания Но отыскал в памяти лишь отрывочные образы и вспышки жестокой боли Тарвиц Да, Саул Тарвиц был там И еще этот парень Диоциус А раньше До того было только гудящее эхо белого шума и боль, от которой замирало сердце Он позволил себе падать дальше И пелена агонии немного прояснилась Сумеет ли он пройти через это? Гаро узнает только тогда, когда что-нибудь произойдет В противном случае он будет падать, все глубже и глубже погружаться в этот океан И капитан седьмой роты станет еще одной утраченной душой Превратиться в стальной череп размером с ноготь, чтобы украсить железную стену памяти на Барбарусе Он понял, что не хочет больше сражаться Здесь, в этом небытии, замкнувшись в себе, он просто был Тянул время, ждал, исцелялся Так было после Пассифаи, так должно быть и сейчас Так должно быть Но он знал, что на этот раз что-то по-другому Знал, хотя мысль все время ускользала Сокрушительная боль, настигшая его там, в зале Он никогда не испытывал ничего подобного Сотни лет непрерывных сражений не подготовили его к жестокому поцелую Девы Битвы Теперь, когда было уже слишком поздно Гаро осознал, что с таким врагом, как она, ему еще не приходилось сталкиваться Откуда происходила ее сила? Какую форму она принимала? Все это оказалось для него в новинку Хотя космодесантник давно считал, что Вселенная уже ничем не может его удивить Что ж, это избавит его от излишней самоуверенности Боевой капитан в какой-то степени был рад такому развитию событий То, что после столкновения с Девой Битвы он смог выжить и впасть в состояние стазиса Казалось невероятным Другие гвардейцы смерти и дети Императора не смогли пережить ее удары Он вспомнил несчастного Раля и его опустевшие доспехи, летящие вниз, словно консервная банка Бедняга больше никогда не будет ни играть, ни заключать пари Многие боевые братья погибли, а Гарро уцелел и до сих пор цеплялся за жизнь Почему? Удивлялся он Почему я, а не они? Почему Натанель Гарро, а не Пираль? Кто сделал этот выбор? Какие весы определяют переход от жизни к смерти? Вопросы цеплялись за космодесантника, тянули его в разные стороны и погружали все глубже Как глупо задавать бессмысленные вопросы равнодушной Вселенной Какие весы? Нет никаких весов, нет вершителя судеб Рассуждать о подобных понятиях, верить, что человеческая жизнь, подобно механизму в ловких пальцах божества Значит уподобляться варварскому идолопоклонству Нет, есть только одна истина Имперская истина Звезды вращаются по своим орбитам Люди живут и умирают без всякого расчета какого-то создателя Нет никаких богов Нет никаких до и после Нет другого будущего, кроме того, что создают сами люди Гарро и его соплеменники просто есть И все же, в этом царстве мертвого сна, где все казалось далеким, но одновременно более отчетливым Случались мгновения, когда Натаны Эль Гарро испытывал чье-то давление На самой границе сознания он замечал отблески сияния, доносившиеся за миллионы световых лет Смутные признаки участия интеллекта, намного превосходящего его собственный Холодная логика говорила, что он принимал желаемое за действительное Что это всего лишь отклики грубой, животной составляющей его мозга Но Гарро никак не мог отделаться от ощущения, от надежды, что на него действует воля какой-то великой личности Если уж он не умер, возможно, он спасен Эта мысль казалась несерьезной и опасной Его рука касается каждого из нас, и все мы поклоняемся ему Кто произнес эти слова? Сам Гарро или кто-то другой? Они звучали таинственно и ново, и доносились откуда-то издалека Он ведет нас, учит нас, убеждает нас стать сильнее, чем мы есть Продолжал бесцветный голос Но больше всего император нас защищает Слова раздражали Натануэля Они заставляли его метаться и поворачиваться в густом море, лишали спокойствия Он со всех сторон чувствовал приближение темных бурь, зарождавшихся в неизмеримых глубинах Их картины возникали в мыслях, но через чьи-то чужие глаза Через непринадлежащую ему душу, яркую, словно далекий ангел Но одинокую, как единственная свеча в лучах слепящего солнца Черные тучи неуправляемых эмоций волновали и скручивали варп Вырывались в космос, искали лазейку, чтобы проникнуть в душу Штормовой фронт надвигался, неумолимо и неуклонно Гарро хотел отвернуться, но в своем падении не мог отыскать места, чтобы укрыться от бури Он хотел подняться и сразиться с ней, но у него не было ни рук, ни лица, не было тела Во вздымающихся и опадающих мрачных волнах мелькали какие-то тени, смутно знакомые цепочки символов, увиденных на стенах крепости Акстрануса Еще какие-то образы навели на воспоминания о грозных и незнакомых знаменах Совета Луперкаве Но чаще и отчетливее всего повторялась тройная икона, возникавшая повсюду, куда бы он ни обратил свой мысленный взгляд Тряда черепов, пирамида из оскаленных лиц, три черных диска, три кровоточащие раны и разные другие варианты, но все время в одном и том же порядке «Император защитит», — сказала женщина, и Гаро ощутил на своей щеке ее руку, соленый привкус пролившихся слез на ее губах Слова пришли откуда-то издалека, тянули за собой, вытаскивали из тумана надвигающихся штормов На тоннеле начал подниматься, все быстрее и быстрее, окружавшее тепло сменилось прохладой, боль сконцентрировалась в животе и ноге Там была женщина с короткой стрижкой в накидке, и пробуждение было мучительным «О, Катерре!» — выдохнул Калеб «Он жив! Капитан жив!» «Я должен его видеть!» — твердо сказал Тимитер Сержант Хакур нахмурился «Господин мой, капитан еще не в том состоянии» — Тимитер прервал его, подняв руку «Хакур, старый клинок, при всем почтении к твоей долгой службе и подвигам я должен указать на твое неуважение к моему рангу И не принимай мои слова как просьбу Уйди с дороги, сержант!» Хакур коротко поклонился «Конечно, капитан, я немного забылся» Тимитер обогнул сержанта и целеустремленно прошел в лазарет стойкости третьей ступени Кивком приветствуя воинов своей роты, еще не оправившихся от ран после сражения на Йоргельском мире корабле Многим уже не суждено вернуть статус солдата И они будут влачить бесславное существование в составе постоянно действующей корабельной команды Или вернуться на Барбарус, доживать свои дни командирами-инструкторами в отделениях рекрутов Улис Тимитер надеялся, что эта участь не постигнет Гаро В тот день, когда боевой капитан покинет строй воинов, его дух будет сломлен Миновав кордон медиков, он вошел в отдельную палату, где обнаружил капитана Гаро на опорном кресле В окружении латунных механизмов и стеклянных сосудов Откуда в узлы имплантированного панциря на тоннеле потихоньку капала какая-то жидкость При появлении Тимитера Денщик Гаро вскочил и замер с удивленным видом Не переставая испуганно моргать водянистыми глазами, Калеб поспешно прижал к груди руку со скомканными исписанными листками Тимитер тотчас понял, что застал Денщика за каким-то неподобающим занятием, но решил не вмешиваться Он что-нибудь говорил? Калеб кивнул, засовывая бумаги во внутренний карман куртки Да, сэр, пока он лежит здесь, капитан несколько раз разговаривал Я не мог понять, о чем шла речь, но разобрал несколько имен, и чаще всего это было имя императора Денщик явно был встревожен С тех пор, как он впал в исцеляющую кому, он не общался ни с кем, кроме медиков и меня Тимитер перевел взгляд на Гарро и наклонился Натанеэль, Натанеэль, старый глупец, ты тут спишь, а крестовый поход продолжается, ты не забыл? Он предпочел насмешки, чтобы не показать собственного беспокойства Но когда веки Гарро дрогнули, а потом глаза открылись и остановились на его лице, улыбка Тимитера стала искренней Улис, ты что, не можешь без меня выдержать сражение? Ха! — воскликнул Тимитер Твои раны ничуть не притупили твоего языка Он положил руку на плечо Гарро Тебе весточка от этого задаваки, Саула Тарвица Он вернулся на Андрониус, но хотел бы поблагодарить за умиротворение Девы Битвы, что ему очень помогло Капитан довольно хмыкнул, но ничего не ответил Твои парни сильно встревожились Продолжал Тимитер Я слышал, Хакур высказывал опасение, что ему придется примерить твой парадный панци Я сам еще в нем похожу Как только эти костоломы позволят мне встать Гарро поморщился от нового приступа боли Я бы скорее поправился, если бы мог ходить Тимитер оглянулся на медицинское оборудование, над которым молча стоял воен Затем сделал глубокий вдох Как нога, Натанээль? Гарро опустил взгляд и слегка побледнел Правая нога казалась уродливой и сильно отличалась от его собственной Вместо крепких выпуклых мышц и сухожилий появилась конструкция из закаленной стали С полированными бронзовыми пластинами, имитировавшими форму бедра и колена Аугметическая нога обладала отличными качествами, но смотреть на нее было все равно неприятно На лице Гарро отразились противоречивые мысли Она подойдет, хирурги меня заверили, что сращивание нервов прошло без всяких осложнений Если верить брату военную, со временем я перестану обращать на нее внимание Тимитер уловил в голосе приятеля нотки недоверия, но предпочел не заострять на этом внимании Вот, теперь я узнаю прежнего боевого капитана Кто еще смог бы, оставив на поле боя порядочный кусок своего тела, стиснуть зубы и вернуться в строй, чтобы взять реванш? Гарро слегка улыбнулся, и его голос окреп Я надеюсь, что скоро так и произойдет Брат, расскажи, что я пропустил, пока лежал в лазарете Или я проспал умиротворение Иствана и весь крестовый поход? Едва ли Тимитер пытался сохранить прежний насмешливый тон Несмотря на то, что Гарро затронул серьезную тему Мортарион получил новые приказы от воителя Сейчас вся флотилия закрепилась на высокой орбите Все орбитальные станции мятежников и все обнаруженные корабли уничтожены эскадрильями воронов Небеса принадлежат Хорусу А атака на город Харал? Раз уж ты пришел, я думаю, она еще впереди До атаки осталось недолго, брат Воитель лично выбрал людей, которые войдут в состав штурмгруппы против сил Вардуса Проала Гарро слегка нахмурился Хорус комплектует отряды? Это нетипично Обычно этим занимается примарх легиона Это воитель? С оттенком гордости в голосе ответил Тимитер Нетипичное поведение, его привилегия Гарро кивнул Он выбрал твою роту, не так ли? Неудивительно, что ты так рад Капитан улыбнулся С нетерпением жду того дня, когда мы опять будем сражаться бок о бок, как на Йоргольском корабле Наступил самый неприятный момент Как ни старался Тимитер скрыть свои чувства, он понял, что ему это не удалось И Гарро насторожился В улыбке капитана мелькнуло беспокойство Что-то не так? Натенеэль Вздохнул Тимитер Я решил, что лучше сам расскажу тебе обо всем, пока Грульгар не устроил целый спектакль Апотекарии не подтвердили, что ты полностью исцелился, а потому тебя отстранили от боевых действий Твоя команда остается в ограниченном боевом резерве Ограниченный! Гарро выплюнул слово и окинул военно-сердитым взглядом, отчего тот мгновенно развернулся и убрался в освояси Так теперь я считаюсь ограниченным? Не мели чепухи! Огрызнулся Тимитер, стараясь как можно скорее погасить гнев Гарро И не сваливай на воена Он выполняет свой долг перед легионом и тобой Если ты сейчас попытаешься бросить седьмую роту в бой, то рискуешь подвести своих братьев А гвардия смерти не может на это пойти Ты не попадешь на Истван-3, Натенеэль Кало Стифан, пусть поцелует офис моего меча! Крикнул Гарро, и Тимитер заметил, как съежился его денчик, услышав оскорбление из уст обычно сдержанного капитана Уберитесь с меня, эти побрякушки! Продолжал тот, отодвигая медицинские приборы и сосуды Натенеэль, подожди! Рыча от усилий, Гарро выбрался из опорного кресла, встал на естественную и металлическую ноги и сделал несколько неуверенных шагов Если я могу двигаться, значит могу и сражаться Я пойду к Тиффану и все скажу ему прямо в лицо Гарро оттолкнулся и вышел из палаты, с каждым шагом сердито преодолевая хромоту Калеб наблюдал, как его господин слез со своего ложа и ушел, сверкая сталью и медью ноги А еще ярче, сердитым взглядом Оставшись один в маленькой комнатке, он вытащил засунутые в карман листки и бережно разгладил на жестком матрасе опорного кресла Затем Денчик с величайшей осторожностью достал из-под одежды висящий на цепочке маленький образок, вырезанный из гильзы болтерного снаряда Примитивный амулет был грубоватым, но в нем чувствовалось старание, которое можно было объяснить лишь преданным поклонением При хорошем освещении штрихи и точки гравировки складывались в величественную фигуру, стоящую в лучах восходящего солнца Калеб положил иконку поверх бумаг и сложил ладонь Теперь он был убежден, хотя мысль о доказательствах веры и могла показаться смешной Пока его благородный господин метался между жизнью и смертью, Калеб ни на секунду не отходил от капитана Гарро И приглушенным шепотом читал строки с уже изрядно потрепанных листков Его рука касается каждого из нас, и все мы поклоняемся ему Он ведет нас, учит нас, убеждает нас стать сильнее, чем мы есть Но больше всего император нас защищает Безусловно, император защитил Натанаэля Гарро Он ответил на мольбы Калеба и спас жизнь его господина Показал гвардейцу путь из трясины Теперь Денчик был твердо уверен в том, о чем раньше лишь догадывался Великий замысел охватывает и Гарро Космодесантник выжил не по воле случая, а по желанию повелителя человечества Настанет момент, а Денчик инстинктивно знал, что ждать осталось недолго И Гарро предстоит выполнить задание, которое под силу только ему И задача Калеба в этот момент осветить путь своему господину Денчик понимал, что откровенный разговор на эту тему с его господином Не приведет ни к чему хорошему До сих пор он таил свои убеждения ото всех, ибо время откровений еще не пришло Но многое понимал Он верил, что Гарро постепенно поворачивает на тот путь, по которому шел Калеб Путь, который ведет к Терре и единственному истинному божеству во всей вселенной К Богу Императору Убедившись, что никто не сможет ему помешать, Денчик стал молиться Положив открытые ладони на страницы божественного откровения Учения Церкви Святого Императора Лицо Гарро окаменело от сдерживаемого гнева Но каждый раз, когда новая нога заставляла его хромать Он ощущал приступ ярости Меличайшим гироскопом механической конечности требовалось время, чтобы настроиться на его движение и кинетику тела А до тех пор он будет оставаться хромым И все же он понял, что может ходить Унизительной необходимости пользоваться тростью или какой-либо другой подпоркой он бы не вынес Тимитер не отставал от капитана Командир 4-й роты отказался от попыток переубедить его и заставить вернуться в изолятор И просто шел рядом Лицо Тимитера выражало крайнее изумление Ему еще никогда не приходилось видеть горов такой ярости Они добрались до командного отсека стойкости Нескольких связанных между собой личных помещений и залов Которые Мортарион выбрал для себя на то время, пока находился на борту И оказались в небольшой приемной Перед ними в том же направлении и явно к той же цели Стремился еще один гвардеец смерти И к своему неудовольствию Гаро узнал Игнатия Грульгора Командор 2-й роты обернулся на стук металлической конечности по мраморным плитам И окинул Гаро высокомерно оценивающим взглядом Так значит ты не умер Грульгор скрестил руки на груди и вздернул подбородок Он все еще не снял боевых доспехов, тогда как Гаро был в обычном одеянии Надеюсь, что ты не очень разочарован Ответил капитан Ну что ты, как ты мог такое подумать? Солгал командор Но скажи, в твоем ослабленном состоянии небезопаснее ли было бы оставаться на лазаретной койке? Ты так тяжело ранен Помолчи хотя бы раз в жизни Рассердился Тимитер Грульгор помрачнел Следи за своими словами, капитан Гаро жестом остановил приятеля Я не намерен тратить с тобой время на пререкание, Грульгор Я хочу обратиться лично к примарху Гаро направился к двери А вот тут ты опоздал, последовал ответ Да и вряд ли повелитель смерти стал бы прислушиваться к словам калеки Мортариона на борту стойкости нет Он снова своителен на совещании по делам великого похода Тогда я поговорю с Тиффоном Грульгор ухмыльнулся Тебе придется подождать своей очереди Он вызвал меня всего минуту назад Посмотрим, кому придется ждать Отрезал Гаро и распахнул дверь кабинета Первый капитан Тиффон резко поднял голову от разложенных на столе боевых карт Громоздкий силуэт облаченного в боевые доспехи космодесантника Четко вырисовывался на фоне широкого иллюминатора Выходящего на верхнюю часть корпуса корабля Гаро? Казалось, что он очень удивился, увидев, что боевой капитан снова может ходить Сэр, ответил Натанаэль Капитан Тимитер информировал меня, что мой боевой статус еще не восстановлен Тиффон едва заметным жестом приказал Грульгору не вмешиваться и ждать Это действительно так Апотекари говорят Меня это в данный момент не интересует Прервал его Гаро, игнорируя правила протокола Я прошу, чтобы мое командирское отделение немедленно было включено в состав штурмовой группы Тиффон и Грульгор обменялись молниеносными, почти неуловимыми взглядами Затем Тиффон заговорил снова Капитан Тимитер, а ты здесь зачем? Тимитер, сбитый с толку прямым вопросом, нерешительно помедлил Я пришел с капитаном Гаро, для поддержки Тиффон размашисто указал на Гаро Разве боевой капитан нуждается в поддержке? Он сам может держаться на двух ногах Калос отрывисто кивнул на дверь Ты свободен, возвращайся к своей роте и готовься к высадке Капитан четвертой роты хмуро отсалютовал, еще раз взглянул в лицо Гаро и вышел из кабинета Едва дверь за ним закрылась, Натанаэль снова встретился взглядом с Тиффоном Первый капитан, я жду твоего ответа Твоя просьба отклонена Почему? Возмутился Гаро Я могу вести роту На Экстранусе я продолжал сражаться даже после того, как у меня оторвало ногу Так почему же я не могу завершить разгром врагов Империума с этим металлическим костылем, привинченным к моему телу? Тиффон сердито прищурил свои янтарно-желтые глаза Гаро, если бы это зависело от меня, я бы позволил тебе участвовать в десанте Я бы с радостью разрешил тебе доковылять до зоны военных действий и выжить или умереть в зависимости от твоей собственной смелости и умения Но приказ поступил от нашего господина Мортарион сам так распорядился, капитан Неужели ты осмелишься оспаривать решение нашего примарха? Если бы он был здесь, да, я бы осмелился Тогда ты бы услышал то же самое, только из его уст Если бы прошло больше времени и твои раны как следует зажили, тогда, может быть, но не сейчас Грульгар не смог удержаться от возможности повернуть нож Тиранец, я прихвачу немного славы и для тебя Нет, капитан Грульгар, не прихватишь Я решил, что ты на время операции на Иствоне-3 тоже останешься в составе орбитальной флотилии Командор с трудом сумел подавить взрыв гнева Что? Ну почему, господин? Гаро хоть ранен, а я в полной боевой готовности и... Тиффан не дал ему договорить Я вызвал тебя для того, чтобы до отлета на термину Сест лично отдать приказ и проинструктировать И собирался послать гонца с приказами для капитана Гаро Но раз уж он явился ко мне лично, не вижу причин, почему бы не проинформировать вас обоих сразу Первый капитан вышел из-за стола и принял официальный вид На основании планов сражения, составленных его превосходительством воителем и нашим верховным лордом Мортарионом Было решено, что вы оба со своими командирскими отделениями останетесь на боевом дежурстве на борту имперского корабля Ваши задачи входят в наблюдение Остальные воины ваших рот остаются в резерве Во время атаки на город Харал вам надлежит быть готовыми к поддержке операции десантирования на случай необходимости быстрого реагирования Гаро подошел сервитор и вручил ему электронный планшет с деталями официального боевого приказа «Реагирование на что?» — не унимался Грульгар «У Прала не осталось ни одного летательного аппарата! Мы их всех уничтожили!» «Кто из нас будет назначен оперативным командующим?» — негромко спросил смирившийся Гаро, просматривая содержимое записей «Эта ответственность возложена в равной мере на вас обоих», — ответил Тиффан Гаро чувствовал свое поражение и тщетность дальнейших споров Но некоторое утешение находил в том, что не придется сталкиваться с Тиффаном и терпеть его высокомерные приказы, обращенные к командному отделению своей роты Костер негодования к этому моменту успел прогореть И привычная сдержанность и готовность подчиниться приказу быстро вступили в свои права Если Мартарион так решил, какое он имеет право возражать? Натанеэль сдержал горестный вздох «Первый капитан, я благодарен тебе за разъяснение С твоего позволения я хотел бы вернуться к своим людям и довести до их сведения приказ о новом задании Ты свободен, капитан Гаро!» — кивнул Тиффан Натанеэль Гаро, повернувшись, вышел, и лишь постукивание его стальной ноги выражало оставшееся неудовлетворение Грульгар тоже собирался уходить, но Тиффан покачал головой «Подожди, Игнатий!» Как только Гаро покинул кабинет, он подошел к командору вплотную «Брат, я знаю, что ты считаешь, будто тобой пренебрегли, но поверь, это совсем не так» «Вот как?» — недоверчиво переспросил Грульгар «Простоит ключевая битва, а ты приказываешь мне наблюдать за ней с орбиты Запираешь в жестяной банке с бандой матросов Да еще в компании Гаро, изображающего из себя раненого мученика Скажи, в чем же для меня заключается великая честь этого задания?» Тиффан проигнорировал нескрываемый сарказм «Я уже говорил тебе о стремлении нашего господина привести Гаро под знамена воителя против Терры «Но нам обоим известно, что тиранец не способен измениться, он слишком предан императору» Грульгар нахмурил брови «Истван три, это и есть поворотный момент» Тиффан ничего не ответил и продолжал молча за ним наблюдать «Возможно...» Грульгар медленно кивнул, разбираясь в своих мыслях Кажется, замысел становится ясен Необычный метод составления штурмовой группы Выбор отдельных подразделений вместо полного состава рот легионов Можно подумать, что господин Хорус решил изолировать некоторый контингент войск Несогласных с его убеждениями Тиффан кивнул «Когда, как ты выразился, поворотный момент настанет Тебе предстоит выполнить для Хоруса еще одно задание Он понизил голос почти до шепота «Несмотря на благосклонность и снисхождение Мортариона по отношению к Горо Я уверен, что капитан попытается предать нашего господина и воителя» Грульгар кивнул в ответ Впервые постигая истинное положение вещей «Я не позволю этому произойти» Стоя посреди оружейного зала, Горо повторил слова Тиффана Он постарался избавиться от образа приближавшихся штормовых туч и надвигающейся угрозы от ощущения грандиозных махинаций, творившихся вне поля его зрения Все это Горо оставил на потом и разговаривал со своими людьми, как их боевой брат и командир, подготавливая воинов к предстоящей битве Космодесантники разразились недовольными возгласами, но Хакур немедленно заставил их утихнуть И все отделения дружно занялись подготовкой к передислокации на новый пост «Сэр, а этот корабль?» — спросил Сэндек «Тот, куда нас посылают, о нем что-нибудь известно?» «Это фрегат», — ответил Горо «Под названием Эйзенштейн» Глава седьмая Трудное приземление Истребитель жизни Решение В операции «Возвращение мира к согласию» гвардейцы смерти удостоились чести первыми ступить на поверхности Ствана-3 При мысли о том, что он и его люди составляют наконечник копья штурмгруппы, сердце Улиса Тимитера переполнялось воинственной гордостью Десантная капсула капитана с глухим стуком ударилась в плоскую поверхность земли, прилегающую к линии окопов города Харала Затем удары стали непрерывно следовать один за другим И сотни следующих десантных капсул прочертили небо огненными штрихами, а затем вонзились в почву, погружаясь почти наполовину Тысячи воинов всех рангов и званий, пылая холодной яростью, начали вторжение Каждый космодесантник испытывал праведный гнев по отношению к мятежникам И гвардейцы смерти были лишь небольшой частью многочисленной армии, вместе с боевыми машинами, направленной на подавление бунта Корпус капсулы Тимитера раскрылся на пироболтах, и капитан сделал первый вдох из тванского воздуха, чтобы позвать воинов за собой За Терру и Мартариона! Тимитер вывел своих солдат из неглубокого кратера, образованного при посадке, и тотчас открыл огонь, послав трассирующую очередь в первую же группу изменников, попавших в поле зрения Вардус Праал прекрасно подготовился к обороне По его приказу лес, когда-то стоявший вокруг, был вырублен, и после постройки окопов, туннелей и невысоких бункеров, вся местность превратилась в одну простреливаемую зону Дальше, на расстоянии нескольких километров, виднелись окраины самого Харала Строения искрились и сверкали в холодном голубоватом свете полуденного солнца В небе над башнями Дворца Регента и Храма Искушения Тимитер заметил такие же огненные штрихи Там спускались десантные капсулы пожирателей миров, детей императора и сынов Хоруса Он не удержался от улыбки Очень скоро гвардия смерти присоединится к ним, но сначала надо свершить правосудие здесь Люди Вардуса Праала возвели эти укрепления, не подчинившись призыву императора к повиновению И долг капитана Тимитера указать им на ошибочность подобных действий Космодесантникам не составило бы труда обойти линии окопов и атаковать сзади, но эта тактика была неверной Возведенные постройки были в некотором роде вызовом имперской мощи, хотя на самом деле представляли собой лишь незначительное препятствие И потому гвардии смерти предстояло пройти под перекрестным огнем и стваанских линий обороны Космодесантники намеревались занять рубежи и разрушить все, что можно, а затем отправиться в Харау, чтобы преподать этим глупцам урок истины Ничто не должно противостоять воле императора Космодесантники в мраморно-серых с зеленой отделкой доспехах двинулись вперед по густой грязи плотным строем И тяжелая волна керамита и стали захлестнула барьеры и ряды колючей проволоки, преграждавшие путь к наскоро вырытым траншеям Они шли сквозь ураган огня и не обращали внимания на град пуль То здесь, то там кто-нибудь из воинов Тимитера задерживался, обнаружив скрытые люки, и закрывал их мелтобомбами Оглянувшись назад, Тимитер увидел, что справа за ним шагает древний дредноут Хуронфал, и шипы его бронированных сапог энергично взрывают землю Из двойной пушки на его правой руке вылетали огненные стрелы, и, опускаясь на вражеские окопы, поднимали фонтаны обломков и разбрасывали в стороны защитников Солдаты Харала были в серо-коричневых мундирах, под цвет грязи, но жалкие попытки маскировки оказались совершенно бесполезными в инфракрасных лучах систем усиления зрения шлемов-космодесантников Тимитер боевым жестом дал команду разбиться на мелкие группы, и воины быстро перестроились В своем отделении Хулис знал каждого воина по имени или его заслугам, хотя с некоторыми гвардейцами смерти ему еще не приходилось вместе сражаться План высадки, составленный воителем, никогда бы не пришел в голову самому Тимитеру Вместо того, чтобы, как обычно, оперировать ротами, Хорус составил штурмгруппу из мелких отделений, набрав людей из десятков разных родов Капитан подозревал, что это коснулось не только гвардии смерти, но и пожирателей миров и детей императора и личного легиона Хоруса Подобная стратегия, как Тимитер признавался самому себе, была выше его понимания, но если воитель отдал приказ, значит для этого были причины Со своей стороны он был рад для разнообразия получить самостоятельность на поле боя и сражаться, не оглядываясь на высокомерного Грульгера или грубого Тиффона Противник, оправившись от первоначального потрясения, вызванного высадкой десанта, произвел перегруппировку И ответный огонь стал не таким беспорядочным, как в первые моменты атаки Помимо звонких сигналов трупа и взрывов, чуткий слух Тимитера уловил скрипучие атональные звуки, похожие на пение Он прочел отчеты об операции на Истваанском Экстранусе и уже знал о так называемых девах битвы и их загадочном звуковом колдовстве Похоже, что здесь, на третьей планете, тоже властвовала магическая сила необычной музыки Тимитер поднял свой комби-болтер и начал свою собственную симфонию Тимитер поднял комби-болтер и начал свою собственную симфонию Эйзенштейн оказался ничем не примечательным кораблем По тоннажу соответствовал категории фрегатов и от насада кормы имел длину около двух километров Он отдаленно напоминал более новые корабли класса меч Но только по той причине, что большая часть имперских судов строилась по тем же самым принципам Чуть ли не каждый линейный корабль на службе повелителя Терры состоял из одних и тех же элементов Кинжаловидный контур носовой части, массивный блок околосветовых и варповых двигателей А между ними начинка из передаточных механизмов и сложных стальных конструкций Он выглядит не слишком большим Тихо заметил воен, выглядывая в иллюминатор штурмкатера по пути со стойкости Он еще не успокоился после разговора с Гарро и голос выдавал тревогу апотекария «Это такой же корабль, как и всякий другой», — ответил боевой капитан «Здесь или в другом месте мы все так же будем выполнять свой долг» На пусковую палубу, показавшуюся после стойкости тесной и захламленной Приветствовать гвардию смерти вышел капитан корабля с официальной делегацией офицеров корабельной рубки «Барик Гарья!» — четко произнес он и коротко отсалютовал «Командор Грульгар, боевой капитан Гарро, по приказу примарха этот корабль принадлежит вам до самой смерти или до нового задания» Капитан Гаррия был коренастым и смуглым человеком, с полосками седых волос вокруг головы и подбородка Гарро заметил на его щеке углеродную пластинку, прикрывающую аугметику, и несколько шнуров со щупами на концах, свисавших с затылка Он казался очень напряженным, но это можно было объяснить желанием проявить усердие В отсутствие высокопоставленных космодесантников Гаррия оставался полновластным хозяином на корабле и наверняка испытывал некоторое чувство обиды за необходимость уступить права назначенным по приказу воинам Капитан взглядом указал на стоящую рядом тонкую ускалицую женщину «Мой адъютант, Ракель Воут!» Затем он поклонился и сотворил знамение Аквиллы Грульгар воспользовался паузой и пренебрежительно фыркнул «Вы можете продолжать выполнять свои обязанности Когда капитану Гарро или мне потребуется ваша помощь, вас об этом известят» Гаррия и Воут отдали честь и вышли Гарро проводил их взглядом Не прошло еще и минуты после перебазирования на Эйзенштейн, а Грульгар уже пытается изображать главного Натанель оглянулся на аурополе, сдерживающее космический вакуум Пока последний из штурмкатеров опускался на посадочную палубу, опираясь на голубые столбы пламени двигателей Последнее судно пришвартовалось рядом с остальными транспортами второй и седьмой рот На лице Гарро мелькнуло недоумение Он пересчитал штурмкатера Появление еще одного было для него загадкой Неужели не все воины командных отделений прибыли со своими офицерами? Штурмкатер замер и свернул хищные крылья под фюзеляж Капитан продолжал наблюдать за кораблем уголком глаза Ожидая, что борт откинется и превратится в трап А из люка появятся люди Грульгара Но ничего не происходило Значит, на борту нет пассажиров? Похоже, штурмкатер привез только неодушевленный груз Грульгар, подойдя ближе, загородил с собой корабль и одарил Гарро неприятной улыбкой Я намерен проинспектировать корабль, чтобы убедиться, что все готово к бою Очень хорошо Командор махнул горстки своих людей и, не оглядываясь, вышел Гарро со вздохом повернулся к поклонившемуся Калюбу Проследи, чтобы сервиторы разгрузили наше обмундирование и оборудование После недолгой паузы он добавил И доложи мне любые сведения о грузе с последнего штурмкатера Да, господин, я прикажу команде доставить наше имущество на оружейную палубу фрегата Гарро обернулся к сержанту Хакуру Андус, возьми с собой людей и подыщи нам подходящее помещение Пока люди Грульгара не успели занять самые лучшие комнаты После салюта сержанта капитан обратился к воинам командного отделения Я пройду на мостик, Десу, Сэндек, вы отправляетесь со мной Воен остановил его взглядом Что интересного пытается обнаружить Грульгар на нижних палубах Прости меня, господин, но такое поведение командора кажется мне немного странным И не только тебе, добавил Сэндек Он старше тебя по званию, апотекарий С неожиданной для себя резкостью ответил Гарро Он волен поступать по своему желанию и не объяснять причин Натанель махнул рукой, заканчивая разговор Иди с Хакуром, я больше не хочу тратить время на пустую болтовню В сопровождении двух воинов Гарро прошел к подъемнику, чтобы добраться до верхних уровней фрегата Он старался казаться равнодушным, но воен угодил в точку Боевому капитану было бы непростительно поддерживать домыслы и строить догадки перед строем космодесантников Но факт оставался фактом Гарро ожидал со стороны Грульгара какого-то подвоха Неужели мы так низко опустились? Где-то слыхано, чтобы люди одного легиона, глядя друг на друга, испытывали недоверие Между воинами возникла неприязнь и ревность И я... я тоже испытываю эти чувства Капитан! Тимитер, подняв взгляд, увидел перед собой лицо одного из своих младших офицеров Сэр, наше отделение на северном фланге упирается в значительную преграду Защитники с осчетверенной пушкой засели в бункере, построенном из ферракрита И простреливают все подходы Могу я дать команду обойти огневую точку? Тимитер насмешливо фыркнул Парень, мы гвардия смерти Если на дороге встречается булыжник, мы не обтекаем его, как водный поток А разбиваем на куски Капитан жестом подозвал воинов командного отделения Показывай, где это препятствие Они, пригнувшись, пробежали по неровной земле И спрыгнули в неглубокую траншею, заваленную телами убитых защитников и осколками снарядов Вокруг беспрестанно свистили пули и гремели взрывы Но Тимитер все же слышал горестные монотонные причитания врага Проходя мимо небольшого возвышения, он намеренно вышел из строя И раздавил ногой рупор громкоговорителя, упавший со столба Устройство заискрило и умолкло Вот здесь, господин! Показал офицер Плоский шестиугольник едва возвышался над землей И гладким ферракритовым стенам было явно не больше пяти-шести лет На его поверхности виднелись только свежие трещины и выбоины после снайперского обстрела в самом начале атаки гвардии смерти Как и докладывал молодой космодесантник, дуло с четверенной пушки накрывали атакующих непрерывными потоками трассирующего огня Несколько безжизненных тел в зоне обстрела отмечали место, где боевые братья пытались приблизиться, но погибли, не достигнув цели Тимитер нахмурился Пули и обычные снаряды здесь не помогут Зави воинов с огнеметами и плазменными снарядами Офицер отдал приказ, и космодесантники с огнедышащим оружием вышли вперед Тимитер передал свой комбиболтер молодому офицеру, а сам подозвал одного из воинов Дай-ка мне свой факел Получив огнемет, Тимитер встряхнул его и с удовольствием прислушался к плеску жидкого прометия в почти полном резервуаре Болтеры должны отвлечь внимание защитников, огнеметы поддадут им жару Космодесантники открыли огонь, и, как и ожидал Тимитер, все четыре ствола тяжелого орудия повернулись в их сторону Люди поняли его план, и не было необходимости разжевывать все детали Как только в стрельбе возникла пауза, гвардейцы смерти, покинув укрытие, окатились стены и огневые щели бункера потоками горящей жидкости и перегретых газов Защитники не могли быстро повернуть орудие, и несколько мгновений Тимитер ухватило, чтобы вместе со своими людьми проскочить к самым стенам бункера На всякий случай он приказал сержанту бросить в огневую щель связку мощных гранат, а сам одним прыжком перелетел через крышу на противоположную сторону Едва приземлившись, Тимитер ринулся внутрь по извилистому входному коридору, а первого же защитника так швырнуло феррокрытовую стену, что послышался резкий треск костей В бункере поднялась суматоха, и капитан бросился в гущу противников В низком помещении было полно дыма, по стенам полыхали языки пламени, а нагревшееся от непрерывной стрельбы орудие еще добавляло жару Капитан активировал одолженный огнемет и провел перед собой широкую дугу пламени, держа струю на уровне груди солдат Люди превратились в пылающие факелы, начали оглушительно взрываться неиспользованные боеприпасы Один из истваанцев, охваченный огнем, с криком подбежал к Тимитеру и обхватил его обеими руками Капитан выключил огнемет и выпустил его из рук, а потом схватил подбежавшего человека и разорвал надвое Сбив с себя пламя, он поморщился, а подоспевшие воины уже ворвались внутрь и покончили с остальными Бункер замолчал Тимитер бросил взгляд на уходящие вниз туннели Закройте все выходы, приказал он Не хочу, чтобы эти крысы бегали у нас за спиной, когда мы пройдем дальше Когда смолкли пушки, капитан снова отчетливо услышал пронзительные стенания, доносившиеся из висящего на стене громкоговорителя Ударом кулака он разломал аппарат на части Уничтожайте это приспособление везде, где только заметите Добавил Улис Этот мятежный шум действует мне на нервы Сэр! Окликнул его один из воинов, показывая наружу через амбразуру Тимитер выглянул и увидел огромную тень, спускавшуюся к горизонту на столбах возвратного пламени двигателей А затем почувствовал, что земля загудела, словно гигантский колокол На мгновение пол ушел из-под ног космодесантника, и Тимитер услышал треск ферракритовой крыши, расколотой взрывной волной Тень замерла и превратилась в массивный вертикальный цилиндр, стоящий в облаках пара на некотором удалении от места приземления десантных капсул По размеру он был сравним с целым жилым кварталом города Улья, и ребра жесткости после входа в плотную атмосферу все еще оставались вишнево-красными Раздался оглушительный скрип металлического корпуса, затем сегменты боковой поверхности опустились на землю, таща за собой гибкие шланги и изрыгая новые облака белого пара Изнутри гигантской капсулы послышался мощный боевой клич, а когда пар рассеялся, появился колосс, закрытый бронированными пластинами, из которых торчали многочисленные дула пушек и пулеметов Титан императорского класса, каждым своим шагом сотрясая землю, направился к Харалу «Диесыра!» — произнес Тимитер название огромной боевой машины «Значит, наши собратья из Легио Мортис решили присоединиться к общему штурму» Он еще ненадолго задержал взгляд на гигантской конструкции, затем решительно тряхнул головой и позвал «Сигнальчик, свяжись с принципом Диесыра и доложи ему боевую обстановку» Молодой офицер, помрачнев, протянул Тимитеру его комбиболтер «Господин, с локсвязью возникли проблемы?» «Объясни» — потребовал Тимитер «Появились сложности при попытках задействовать определенные каналы, включая связь с Титаном и кораблями на орбите» Тимитер поднял глаза от оружия «Местные блокируют сигналы?» Космодесантник покачал головой «Вряд ли, сэр, десантная капсула для этого слишком малая цель Похоже, что определенные вокс-частоты просто отключены» Капитан коротко кивнул, принимая к сведению информацию «Значит, обойдемся без них. Если положение со связью ухудшится, держи меня в курсе, а мы будем придерживаться принятого плана атаки» Тимитер выбрался из духоты замолчавшего бункера и устремился вперед «На город Харал!» — крикнул он «Обширная тень скользнула по земле, и капитан, посмотрев вверх, увидел, как стопа Диесыры проплывает над ними и опускается далеко впереди на крышу соседнего бункера» «Тяжелый грохот артиллерии мгновенно затих, и из-под обломков укреплений потянулись струйки дыма» «Гвардия смерти!» — обратился к своим воинам Тимитер, вешая болтер на плечо «Оставим гиганту крупные объекты! В окопы, братья! Очистим эту землю от мятежной нечисти!» Бронзовые створки входной двери капитанского мостика с легким шипением разошлись, пропуская Гарро и двоих его воинов Гаррия, резко подняв голову, тревожно оглянулся на Воут, а затем, как и во время встречи на посадочной палубе, принял мрачно официальный вид «На мостике, боевой капитан Гарро!» — произнес он, отдавая салют Тот кивком поблагодарил за представление команды «Церемонии были уместны внизу, мастер Гаррия, а здесь давайте не будем утомлять себя правилами протокола и займемся неотложными делами, хорошо?» «Как пожелаете, капитан, возьмете на себя управление кораблем?» Гарро покачал головой «Пока в этом нет необходимости» Он быстро осмотрел помещение, откуда осуществлялось командование судном Как и подобало рядовому боевому кораблю на службе гвардии смерти, интерьер не мог похвастать обилием украшений В отличие от многих других звездных судов, где стены закрывали панели из дерева или металла Внутренние поверхности Эйзенштейна оставались неприкрытыми Вокруг рубки измеились связки кабелей и труб Отдельные пучки спускались к панели управления регистратора и наблюдательной системы Гарро они напомнили искривленные корни древнего дерева Воут, казалось, уловил охот его мыслей «Корабль не блещет красотой, но у него сильное сердце, капитан Он безотказно служил императору с того дня, как был спущен с лунной верфи, задолго до моего рождения Гарро подметил, что она избегает останавливать взгляд на его раненой ноге Даже под силовыми доспехами в его походке до сих пор можно было обнаружить некоторую напряженность Гарро положил руку на центральный навигационный пульт и стал изучать космический компас, заключенный в стеклянную сферу и поддерживающее поле Скромная бронзовая табличка, привинченная у основания пульта, содержала сведения о названии корабля, классе и деталях постройки Натанэль наскоро просмотрел данные, и на его лице появилась довольная улыбка «Удивительно! Выходит, Эйзенштейн отправился в космос в тот самый год, когда я стал космодесантником» Он бросил взгляд в сторону Воут «У меня такое ощущение, как будто мы с ним родственники» Адъютант улыбнулась в ответ, и Гарро впервые ощутил подлинное единение с командой «Эйзенштейн» – заговорил Сэндек, пробуя, как звучит название на его губах «Это слово происходит из старинного тиранского диалекта «жермани» Означает «железнокаменный» Это ему подходит» Гарри кивнул «Ваш воин совершенно прав, капитан Гарро А еще это имя принадлежало двум замечательным людям эпохи Терры Одному летописцу и одному ученому «Такая богатая история у простого фрегата», – заметил Дёциус Глаза капитана корабля сердито сверкнули «При всем уважении к вам, господин, военной флотилии Империума не может быть простого фрегата» «Извините моего боевого брата», – мягко вмешался Гарро «Он слишком разнежился в просторных залах на борту стойкости» «Это прекрасный корабль», – продолжал Гарри «И нам предстоит продолжить его славный послужной список» Гарро слегка усмехнулся «Мы здесь не ради славы, мастер Гарри, просто выполняем свой долг» Он прошел в переднюю часть рубки, где неестественным голубым огнем сияли ряды мониторов и операторских пультов «Каков наш статус?» «Остаемся на месте», – ответила Воут «Приказ воителя предписывает нам оставаться на этих координатах до тех пор, пока все космодесантники не вернутся на свои корабли Затем ждать дальнейших распоряжений» Боевой капитан кивнул «Боюсь, что сегодня мы внесем не слишком большой вклад в историю» «Наш примарх приказал оставаться на высокой орбите и ждать, не попытается ли какой-нибудь корабль под прикрытием наземной операции ускользнуть в открытый космос» Гарро едва успел договорить, как из-за перегородки, закрывавшей угол помещения, прозвенел колокольчик Тяжелый, звуконепроницаемый занавес отошел в сторону и остался открытым, придерживаемый толстым серебристым шнуром За ним открылась затемненная вокс-рубка, небольшой ольков, где можно было в относительном уединении получать особо важные сообщения На свет вышел молодой долговязый офицер со сложной гарнитурой, прикрепленной к вороту и с электронным планшетом в руке Он сделал пару шагов и вытянулся по стойке смирно «Автоматическое послание! Приоритетный шифр! Доставка немедленно!» Он нерешительно повел глазами, не зная, к кому обращаться, Гарро или Гарри «Сэр!» Капитан корабля протянул руку «Передайте мне блокнот, мистер Маас!» Затем он взглянул на Гарро «Вы позволите, капитан?» Натанель кивнул и стал наблюдать, как Гаррия торопливо прочитывает страничку «Ага!» – произнес Гаррия спустя несколько мгновений «Похоже, лорд Мортарион нашел нам другое применение! Ваут, прикажи разогреть маневровые двигатели!» Адъютант отошла отдать необходимые распоряжения, и Гарро взял у капитана планшет «Возникли осложнения?» «Нет, сэр! Новые приказы!» Капитан корабля наклонился к сервитору рулевому и отдал несколько коротких команд Послание в электронном планшете было коротким и недвусмысленным Переданное прямо по ВОКС-каналу духомщения, заверенное личными рунами повелителя смерти и советника Хоруса Малагарста Директивы предписывали Эйзенштейну покинуть занятую позицию и опуститься на нижний орбитальный уровень Гарро, как и все космодесантники высокого ранга, имел некоторый опыт в управлении звездными кораблями И сейчас, вспоминая сведения, полученные во время сеансов гипноза, он по указанным координатам определил новое положение фрегата Полученная картина заставила его нахмуриться По словам Тиффона, Эйзенштейн должен был действовать как перехватчик возможных беглецов со ствана-3 Но на новой предполагаемой позиции корабль окажется слишком близко к плотному слою атмосферы третьей планеты И не сможет реагировать с необходимой быстротой Эффективно выполнить задачу перехвата корабль был способен, только оставаясь на высокой орбите Чтобы у команды было время засечь цель, навести орудия и уничтожить вражеские корабли Потеря высоты влекла за собой сужение сектора обстрела Изучив соответствующие координаты поверхности, Гарро расстроился еще больше Новая позиция Эйзенштейна выводила его в пространство непосредственно над Харалом А Гарро был уверен, что там уже не осталось ни одного корабля, способного выйти в космос С самым мрачным видом боевой капитан вернул планшет Маасу Если бы на борту фрегата были десантные капсулы с воинами второй волны вторжения Логика нового приказа не вызвала бы сомнений Но Эйзенштейн не был рассчитан на подобного рода операции По сути, он был просто носителем артиллерийских орудий Борта фрегата с обеих сторон ощетинились дулами тяжелых пушек И на таком расстоянии от поверхности планеты Единственной возможной операцией была бы бомбардировка мира с дальней дистанции Но это казалось немыслимым В конце концов, Хорус на военном совете уже отклонил требование Ангрона Стереть город Харал в порошок снарядами с дальней дистанции Воитель вряд ли мог так быстро изменить свое решение А если бы и изменил, на поверхности все еще оставались сотни верных ему воинов Гарро ощутил на себе пристальный взгляд Гаррии Капитан, если у вас нет возражений, я хотел бы исполнить приказ Гарро рассеянно кивнул, ощущая необъяснимый холодок тревожного предчувствия Выполняйте, мастер Гаррия Гвардеец смерти подошел ближе к обзорному иллюминатору И сквозь армированное стекло посмотрел наружу Снизу уже приближалась окутанная тучами сфера Истваана-3 Что-то не так, господин? Детсу заговорил приглушенным шепотом, неслышным для остальных членов экипажа Да, ответил боевой капитан и сам поразился своей откровенности Но клянусь террой, я еще не понимаю, в чем дело Калеб плотнее запахнул полы матросской робы и осторожно двинулся по служебному переходу За долгие годы он мастерски научился оставаться незаметным, даже находясь на виду у всех А теперь для любого постороннего наблюдателя Денщик выглядел обычным судовым слугой Значок принадлежности гвардии смерти и седьмой роте надежно скрывался под серой тканью Часть его мыслей безостановочно вертелась вокруг недопустимости такого поведения Но Калеб продолжал идти, стараясь не обращать на них внимания Неужели он настолько изменился? Тот факт, что вместо того, чтобы открыто идти по своим делам, он маскировался под рабочего Эйзенштейна Было части преступлением, и все же Калеб был уверен в правильности своих поступков С тех пор, как император внял его мольбам в лазарете и спас хозяина от смерти, Денщик осмелел Приказы капитана предопределялись свыше Возможно, так было и раньше, но теперь Калеб в этом твердо уверился Боевой капитан приказал ему проследить за грузом последнего штурмкатера, и он намеревался выполнить поручение Если таково было пожелание Гарро, значит, это была и воля императора, а, следовательно, он прав в своем выборе После ухода с посадочной палубы воинов седьмой роты Калеб расположился так, чтобы следить за работающими сервиторами И одновременно не выпускать из виду последний из прибывших штурмкатеров Всего через несколько минут вернулся человек Грульгора, этот грубиян Макир, и привел с собой целую толпу слуг, чтобы разгрузить челнок Калеб увидел, как из люка выкатываются тяжелые стальные контейнеры, которые слуги подвешивали к цепным вагонеткам, направленным в сторону кормы Все контейнеры были одинаковыми, прямоугольные стальные ящики, местами поцарапанные и побитые, отмеченные знаком аквилы, с ярко-желтыми предупредительными надписями на боках В них могло быть что угодно На таком расстоянии Калеб не мог прочитать сопроводительные свитки, прикрепленные на крышках Он с любопытством наблюдал, как один работник, оступившись, чуть не уронил контейнер, подхватив его в метре от пола Макир вихрем налетел на провинившегося слугу и сбил его с ног ударом кулака Калеб не разобрал произнесенные им слова, но ярость гвардейца смерти была очевидной Целый поезд вагонеток дернулся и покатился Калеб нерешительно посмотрел ему вслед Да, у него был приказ проследить за выгрузкой имущества и оборудования Но Гарро еще хотел получить информацию относительно характера груза штурмкатера Калеб убедил себя, что последнее распоряжение было более важным Иденщик, держась на некотором расстоянии от поезда и стараясь не попасться на глаза Макиру Последовал через весь корабль за грузом Вагонетки остановились у ряда подъемников, который шел вдоль центральной оси фрегата По обе стороны стального туннеля располагались люки и приспособления для загрузки боеприпасов в основные артиллерийские орудия Эйзенштейна Большие открытые воронки были готовы принять боевые снаряды, хранившиеся на складах над ними Контейнеры из вагонеток перенесли на подмостки у орудий левого борта Калеб в полном недоумении скользнул взглядом вдоль одной из огромных пушек И через бронированное стекло смотровой щели увидел мерцавшую вдали поверхность планеты Рабочие начали открывать контейнеры Иденщик, стремясь увидеть как можно больше, переместился ближе за выступающий край предохранительной перегородки Предназначенной для герметизации отсека на случай самопроизвольного взрыва боеприпасов или повреждения орудия Изумление Калеба еще возросло при виде массивных фигур гвардейцев смерти, наблюдавших за работой слуг Впереди всех с обнаженной головой стоял командор Грульгар Он выкрикивал приказы и направлял рабочих энергичными взмахами руки Ближайший к нему контейнер с шипящим свистом открылся наподобие подарочной шкатулки Внутри оказалась шестиугольная рама, а за ней дюжина круглых стеклянных сосудов Каждый из шаров имел около метра в диаметре, и все они были заполнены жидкостью мутно-зеленого цвета Каждая капсула несла на себе черный символ из трех пересекающихся разорванных колец И повинуясь какому-то животному инстинкту, Калеб при виде этих обозначений изо всех сил вцепился в стоящее перед ним ограждение Быстрый мысленный подсчет показал, что если все контейнеры одинаковы, то Грульгар получил более сотни таких капсул Все сходилось, внезапная ярость Макира, присутствие при разгрузке командора, величайшая осторожность, с которой трудились работники Как бы ни называлась содержащаяся в стеклянных шарах жидкость, она без сомнения представляла смертельную опасность Сделанные выводы настолько поразили Калеба, что он вскочил на ноги Внезапно вся его храбрость от смелой выдумки испарилась, и Денщика охватил ужас Он резко развернулся, чтобы убежать, но тотчас наткнулся на спешившего куда-то с полным подносом инструментов сервитора Поршневые конечности машины-раба не выдержали толчка, и металлические детали со звоном посыпались на пол Шум привлек внимание космодесантника Грульгара Калеб увидел, что Макир направился прямо к его убежищу и отступил дальше в тень Страх охватил его так же плотно, как одежда корабельного рабочего Едва привыкнув к темноте, Калеб понял, что находится в нише, откуда нет другого выхода Тупик заканчивался глухой металлической стеной, и лишь под самым потолком, куда он не мог забраться, шли узкие мостки Его непременно обнаружат, его обнаружат и узнают, и тогда станет известно, кто его послал У Калеба отказали ноги Грульгар его непременно прикончит, в этом он не сомневался Дюнщик помнил угрожающее выражение его глаз там, на стойкости Но смерть ничто по сравнению с катастрофическими последствиями провала Калеб Арен погибнет, но при этом он подведет своего господина и повелителя человечества Макир, держа одну руку на рукоятке боевого ножа, искосо взглянул на лежащего сервитора и продолжал идти Дюнщик молча молился «Император, повелитель людей, защити меня и сохрани от врагов твоей божественной воли» В следующую секунду он ощутил, как чья-то рука схватила его и подняла с палубы на мостки Приземлившись, Калеб заморгал от неожиданности «Воен!» – прошептал он Апотекарий приложил палец к губам и крепко сжал руку Калеба Дюнщик посмотрел вниз Макир, внимательно обследовав нишу, фыркнул и отправился обратно к Грульгору Спустя несколько мгновений воен отпустил Калеба и заставил его лечь «Господин!» – прошептал Дюнщик «Что вы здесь делаете?» Воен тихо зарокотал в ответ «Мои подозрения, как и твои, полностью оправдались Но, в отличие от тебя, я умею действовать скрытно Спасибо, что спасли мне жизнь, сэр Если бы Макир меня там обнаружил, опасность еще не миновала» По голосу Апотекария было ясно, что он крайне встревожен Калеб посмотрел на грузчиков и стеклянные шары «А что это за сосуды?» Теперь рабочие осторожно снимали кожухи с боеголовок ракетных снарядов И заменяли в них взрывчатое вещество на стеклянные сферы, наполненные жидкостью Воен заговорил, но казалось, слова настолько ему противны, что застревают в горле «Это капсулы с истребителем жизни», — выдавил он «Это специально разработанное вирусное средство такой мощности, что применяется только в самых крайних случаях, обычно против наиболее злостных ксеносов» Апотекарий отвернулся, но выражение его лица успело ужаснуть Калеба «Если уж космодесантник боится» «Это биологическое оружие высшего порядка, убийца миров Иметь такое в своих арсеналах имеют право только самые большие и надежные корабли» «Они привезли его со стойкости?» Калеб недоуменно моргнул «Зачем, господин? И почему они заряжают им орудия над планетой?» Воен бросил в его сторону суровый взгляд «Слушай меня, Калеб, беги к капитану и расскажи обо всем, что видел И как можно быстрее, маленький человечек, беги, быстро!» И Калеб побежал «Что это?» Диоциус услышал тревожные нотки в голосе Гаррии И поднял голову от гололитического дисплея капитанского мостика Капитан корабля разговаривал со своим связистом Моасом «В этом секторе не запланировано никаких передвижений? Или схема развертывания изменилась, а я об этом не знаю?» «Никак нет», — ответил Моас «Никаких изменений, сэр!» И все же сигнал с повелителя Хируса абсолютно ясен «Громовой ястреб Сандрониуса входит в зону наших действий И он не доложил о миссии полета» «Андрониус — корабль Эйдолана», — вмешался Сэндек «Может, он внезапно возжелал присоединиться к нашим боевым братьям на поверхности?» Капитан Гарро, морщась от боли в ноге, подошел ближе «Ты уверен?» — спросил он офицера-связиста Моас кивнул и показал электронный планшет «Абсолютно уверен, сэр! Громовой ястреб детей Императора проходит через зону досягаемости наших орудий» «Хорошая возможность превратиться в цель» Пробормотал Сэндек и Детсу согласился с ним, сдержанно кивая Космодесантник подстроил галлопроектор, чтобы удостовериться в представленных Моасом сведениях И удивленно моргнул В контролируемом Эйзенштейном секторе оказался не только катер, но и звено перехватчиков класса Ворон, идущих в боевом порядке Гарро повернулся к женщине «Пахнет неприятностями! Разверните корабль на курс перехвата!» Воут передала рулевым приказ боевого капитана, и Детсу обратился к Гарро «Господин, может это какая-то проверка? Сначала нас переводят с предписанной ранее позиции, а потом наши собственные корабли не идентифицируют свои цели?» «Я ничего не могу тебе на это ответить» «Капитан!» — настойчиво окликнул Гарро Сэндок «Истребители преследуют громовой ястреб, они только что открыли огонь» «Наверное, предупредительный залп», — заметил Гарри Воут покачала головой «Нет, регистратор указывает на энергетические возмущения на корме катера, десантный корабль получил удар» Снова прозвенел знакомый колокольчик, и Моас вышел из своей ниши «Боевой капитан Гарро, я получил открытое послание по главному ВОКС-каналу» «Давай скорее!» — приказал Гарро «От лорд-командира Эйдолона, с борта звездного корабля Андрониус Послание гласит «Громовой ястреб похищен, его пилот действует в нарушение приказов воителя, а потому признан изменником Всем кораблям флотилии предписывается уничтожить корабль, как только он появится в виду» «Расстрелять наш собственный корабль?» Сэндек не сдержал негодования, едва представив себе такую возможность «Он что, лишился разума?» «Громовой ястреб поворачивает!» — доложила Воут «Он подходит к зоне действия наших орудий! Подтвердите, что корабль беглез в нашем секторе!» Она посмотрела на Гарро «Он уже в пределах досягаемости наших ласпушек, сэр!» Лицо капитана Гаррии словно окаменело, и на мгновение в рубке повисла гнетущая тишина «Капитан Гарро, каков будет ваш приказ?» Боевой капитан оглянулся на Дёциуса, затем обратился к Маасу «Вы можете установить связь с громовым ястребом?» «Да, сэр!» «Тогда действуйте!» «Но, господин, приказ...» — протянул Дёциус Гарро резко обернулся «Эйделон может отдавать любые приказы! Я не стану стрелять в своего товарища-космодесантника, пока не узнаю причины!» Капитан шагнул ко входу в нишу ВОКС-связи и взял из рук Мааса переносной коммуникатор «Громовой ястреб, находящийся в зоне контроля Эйзенштейна!» — крикнул Гарро «Назовите себя!» Через треск помех донесся взволнованный ответ «Натан Рэй?» Дёциус заметил, как побледнел Гарро, узнав этот голос «Это Саул! Я расслышу твой голос, брат!» «Саул Тарвиц!» — прошептал Сэндек «Первый капитан детей Императора!» «Невозможно! Это человек части! Если уж он стал изменником, значит, галактика сошла с ума!» Дёциус осознал, что не может отвести взгляда от потрясенного лица Гарро «Наверное, так оно и есть» Он не сразу понял, что сам произнес эти слова Часть вторая Разделённый обед Глава восьмая Точка невозвращения Жертва Особая клятва Толлин Сэндек всегда гордился своим упорядоченным мышлением и ограничиваемой, регламентируемой волей Для него было делом чести следовать логике и целенаправленно служить 14-му легиону и императору Сэндек избегал иррациональности и беспечности, присущей некоторым из его боевых братьев Раль часто подшучивал над его сдержанностью и утверждал, что Сэндек возвёл понятие «стоицизм» в высшую степень добродетели Интересно, что бы сейчас сказал его погибший брат, глядя на откровенно растерянное лицо? Потребовалось всего несколько мгновений, чтобы вывести Сэндека из равновесия Угнанный громовой ястреб, сигнал от Эйдолана, немыслимый приказ уничтожить судно вместе с ретящим в нём офицером-космодесантником Сэндек тряхнул головой, стараясь привести мысли в порядок Может, дётся у справ, и это какая-то проверка Что-то вроде внепланового испытания готовности команды Эйзенштейна к сражениям Или Саул Тарвиц действительно стал предателем и заслуживает только уничтожения? Если уж имперский губернатор Вардус Праал оказался способен на мятеж, может, и космодесантник поддался ереси? Капитан Горош сжал микрофон побелевшими пальцами и полностью сосредоточился на разговоре «Тарвиц, именем императора, что происходит? Неужели эти истребители действительно пытаются тебя сбить?» Сэндек молниеносным взглядом оценил обстановку на гололитическом изображении Ответ на запрос Горо был очевиден Датчики фрегата фиксировали потоки энергии, которые вылетали из корпусов воронов и били в корму громового ястреба На его глазах, похожие на хищных птиц-перехватчики, опять организовали атакующий строй Они готовились нанести завершающий удар Толлин слышал, как Горо кричал в вокс-микрофон, требуя объяснений, любых объяснений «Скорее, Тарвиц! Они тебя почти настигли!» От следующих слов Тарвица у Сэндека сердце сжалось в груди «Это предательство!» Отчаянно кричал капитан Детей Императора «Все это предательство! Флотилия готовит бомбардировку поверхности планеты вирусными снарядами!» Все, кто был в рубке и слышал переговоры, замерли от изумления «Что? Нет!» — воскликнула Воут, качая головой Офицеры остальных служб оторвались от своих пультов и недоверчиво уставились на Горо «Этого не может быть!» — тревожно добавил капитан корабля и шагнул вперед «Деоциус напрягся всем телом» «Он ошибся! Там, внизу, наши братья!» Все голоса слились в общий гомон, и Сэндек смог разобрать только обрывки разговора Горо с Тарвицем «Клянусь тебе своей жизнью! Я не лгу!» — крикнул Саул, и тяжесть его слов как будто придавила плечи боевого капитана Сэндек разобрал и последние слова «Всем космодесантникам на Истване-3 грозит гибель!» Он перевел взгляд на изображение голопроектора Тарвицу оставалось жить несколько секунд Громовой ястреб уже вилял из стороны в сторону и истекал топливом, а вороны быстро его нагоняли Горо выскочил из ниши связиста и бросился к командному пульту «Артиллерия!» — закричал он «Передайте мне команду лазерных орудий! Немедленно!» Пальцы Воут заплясали на переключателях «Батарея ближнего боя активирована, сэр!» — доложила она «Регистраторы вычисляют траекторию снарядов!» Женщина нерешительно мигнула «Сэр, вы намерены его сбить?» «Переключите наручную наводку!» Горо жестом отстранил Воут от пульта «Если уж кто-нибудь должен нажать на пусковую кнопку, пусть это буду я!» Одной рукой боевой капитан вцепился в край пульта, а другой ударил по кнопке активации «Выстрел произведен!» — монотонным голосом доложил один из сервиторов «Батарея высокоэнергетических лазерных орудий над фюзеляжем Эйзенштейна синхронно повернулась и замерла, направив дуло в сторону громового ястреба и воронов По сигналу с мостика снаряды беззвучно рванулись в бездну, лишь на одно мгновение наполнив темноту мерцающим потоком энергии Копия параллельных когерентных лучей устремились вперед и нашли цель, проникая сквозь металл, керамид и пластик Топливные танки взорвались ослепительным фейерверком Густое облако радиоактивных обломков разошлось в идеальную сферу Сэндек прищурился на яркий свет, затопивший капитанский мостик через обзорные иллюминаторы А картина голопроектора исчезла в вихре сплошных помех Космодесантник отыскал взглядом Гарро, а тот, покинув пульт управления, тяжело захромал к станции вокс-связи «Он убил его!» — едва слышно произнес Толин «Клянусь кровью, он убил Тарвица!» Дёциус, раздираемый противоречивыми чувствами, заглянул в его глаза «Таков был приказ!» «Это был приказ Эйдолана!» — огрызнулся Сэндек, Изменив своей обычной сдержанности «Ты видел вырезанного на налокотнике капитана Орла? У Тарвица есть точно такой же!» — Хакур мне рассказывал «Гарро и Тарвиц побратимы! Он не мог вот так просто его убить!» Но если Тарвиц стал изменником Подойдя к нише, Гарро схватил Мааса и сильным рывком выбросил из-за пульта вокс-связи Затем нагнулся, чтобы поместиться в тесном углу И задёрнул за собой звуконепроницаемый занавес, отгородившись от всей остальной рубки Сэндек услышал вопрос Воут, обращённый Гаррие «Что он собирается там делать?» «Доложить Эйдолуна об исполнении!» — предположил капитан корабля Космодесантник наклонился почти вплотную к границам гололитического куба Мерцающие завихрения разноцветных энергетических потоков Не давали увидеть картину после взрыва Разошедшиеся волны отражались от верхних слоёв атмосферы И на несколько минут ослепили корабельные датчики «Толин!» — снова заговорил Дёциус «Что бы ни связывало боевого капитана с Тарвицем Никакие чувства не могут перевесить долг Эйдолон лорд-командир! Он старше по званию, чем Гарро!» «Нет!» — покачал головой Сэндек, не переставая манипулировать с переключателями Чтобы перемотать назад запись недавних событий «Я не могу поверить, что он на такое способен!» «Солун, ты знаешь его не хуже меня!» «Люди прозвали капитана Примолинейным Гарро!» «Он образец благородства для всех легионов-космодесантников!» «Как ты можешь думать, что наш командир согласился уничтожить своего боевого брата По прихоти одного из детей Императора?» «Тогда что там произошло?» — спросил Дёциус «Ты же видел, как взорвался громовой ястреб!» «Я видел взрыв!» — поправил его Сэндек Он еще пощелкал переключателями и запустил запись короткой схватки в замедленном режиме Индикаторы показывали, что Эйзенштейн повернулся и произвел выстрел Лазерные лучи метнулись к скоплению кораблей, а затем все потонуло в помехах Космодесантник медленно кивнул Он вообще не целился в громовой ястреб Выстрел был направлен в ведущего ворона Остальные истребители оказались слишком близко и детонировали от взрывной волны «Тогда где же Тарвиц?» — Сэндек показал пальцем себе под ноги Он был совсем близко к слою атмосферы Иствана-3 Могу поспорить, что он воспользовался временным отключением датчиков и ускользнул вниз Дёциус оглянулся, убеждаясь, что остальные члены команды капитанской рубки не слушают их разговор «Значит, Тарвиц ускользнуло, а вместо него уничтожены пятеро пилотов?» «Это были всего лишь пилоты-рабы, а не космодесантники Сомневаюсь, что Эйдолон будет их оплакивать» Сэндек бросил взгляд на узел связи «И наверняка он сейчас разговаривает не с Андрониусом» С мрачной убежденностью добавил он «Если все так, как ты говоришь, значит, мы только что стали свидетелями неповиновения нашего командира Прямому приказу старшего по званию офицера Это нарушение долга и в лучшем случае грозит суровым дисциплинарным взысканием» Дюциус помрачнел «Ты знаешь, что я не в восторге от выскочек Фулгрима Но если об этом услышит воитель, его гнев падет на всех нас, на всю гвардию смерти» Сэндек поморщился «Как ты можешь так быстро менять свои привязанности? Наш капитан не способен на такие поступки без особых причин Если он это сделал, я не сомневаюсь, что у него были свои соображения Может, ты хотя бы узнаешь, в чем дело, прежде чем заботиться о своей репутации?» Дюциус сверкнул глазами «Хорошо, брат, я спрошу его прямо сейчас» Не успел Сэндек его остановить, как Дюциус проскочил мимо голопроектора И быстрым шагом направился к нише Вокс-связи Он решительно схватился за край занавеса и отдернул его В этот момент оба космодесантника услышали слова, произнесенные боевым капитаном в микрофон Вокса «Да поможет вам Терра!» — сказал Гаро, а в ответ донесся только треск помех Гаро поднял голову от коммуникационного пульта и встретил взгляды своих воинов Дюциус поразился опустошенному, сломленному выражению его лица Даже в койке, в лазарете, в состоянии исцеляющего транса после ранения на Истван-Экстранусе Капитан не казался таким разбитым и уставшим, как сейчас «Господин?» — спросил Дюциус «Что происходит?» — «Надвигается буря, Солун» — безжизненным голосом произнес боевой капитан Откровения Тарвица, не переставая, звучали в его голове, лишая силы его волю и мышцы, словно какое-то странное недомогание И Гаро пришлось потрудиться, чтобы выбраться из нишевок связи То, что сказал Саул, важность его открытия ошеломляла Гаро, игнорируя любопытные взгляды команды Эйзенштейна и нескрываемое неодобрение Мааса, тотчас прошедшего к своему посту, тяжелыми шагами вышел в капитанскую рубку Оглянувшись через плечо, он отдал приказ офицеру связи «Маас, свяжитесь с Андрониусом! Доложите, что преступник уничтожен и при взрыве погибли его преследователи! Никто не выжил!» «Так и было на самом деле?» — осуждающе спросил Дюциус «Тарвиц передал мне, передал нам предупреждение. Вы слышали, как он говорил по Воксу?» «Господин, я слышал лишь отчаянные крики о предательстве и вирусных снарядах, и, основываясь только на этом, вы не выполнили приказ?» Сэндек и его собратья перешли в самую отдаленную часть помещения и стали говорить очень тихо «Если Тарвиц так сказал, значит, так оно и есть!» С успокойной настойчивостью ответил Гаро Дюциус фыркнул «При всем уважении, капитан, я не так хорошо знал этого человека и не считаю, что его слов достаточно для отказа выполнять команду» Ярость Гаро мгновенно рванулась наружу, и капитан, схватив Дюциуса за ворот, сильно встряхнул «Зато я достаточно знаю Тарвица Малакасос, и его слово стоит тысячу приказов Эйдолона!» Он поднес на локотник к лицу Дюциуса «Ты видишь, что здесь выгравировано? Этот знак дает мне все необходимые гарантии Когда ты проведешь столько же времени в сражениях, сколько провел я, ты узнаешь, что некоторые вещи превосходят даже приказы наших повелителей» Он отпустил молодого космодесантника, но все еще яростно сжимал кулаки Сэндек побледнел от потрясения «Если все, что он сказал, правда, если в составе флотилии есть корабли, готовые сбросить на поверхность губительные снаряды, значит погибнут тысячи наших собратьев» Он покачал головой «Клянусь, чтобы стереть с лица планеты город Харал, не требуется приносить подобные жертвы» «Как мог Хорус такое допустить? В этом нет никакой логики» «Точно!» — кивнул оправившийся от шока Дёциус «Какая причина могла побудить воителя к столь страшным мерам?» Гаро открыл рот, чтобы ответить своим боевым братьям, но понял, что не в состоянии произнести вслух эти слова Откровенный ужас, зияющая пустота в его мыслях не позволяли пошевелить языком Предательство! Он не мог выговорить слово, не мог вытолкнуть его из горла Чтобы сам Хорус, великий Хорус, прекрасный и могущественный воитель на это пошел От этой мысли все тело охватывало слабость Но за одним выводом следовал и другой Если Хорус планировал предательство, значит, он действовал не один Замысел был слишком грандиозен, чтобы даже воитель мог с ним справиться в одиночку Да, вместе с ним в заговоре участвовали и его братья Ангрон, всегда готовый встать на путь, ведущий к кровопролитию Фулгрим, убежденный в своем превосходстве над всеми остальными И сам поверитель смерти, тоже был в тайном сговоре с воителем Мортарион Гаро вспомнил жесткие янтарные глаза, вспомнил разговор и настойчивость своего примарха Для моего брата Хоруса важно объединить всех космодесантников Он так сказал У нас должна быть одна общая цель, иначе мы проиграем Был ли Мортарион откровенен, ссылаясь на воителя? Гаро отвернулся, прижав ладонь ко лбу, стараясь разобраться в раздирающих его противоречиях В этот момент створки входных дверей рубки разошлись И впустили дрожащую фигуру с перекошенным от страха лицом «Калеб?» Денщик, едва держась на ногах, поклонился «Мой господин, вы должны пойти со мной! Быстрее! Брат военный я! В артиллерийском отсеке мы обнаружили!» Калеб никак не мог отдышаться и судорожно втягивал воздух «Грульгар со своими людьми! Заряжают главные орудия! Заряжают сосудами с истребителем жизни!» «Вирусные снаряды!» – отрешенно произнес Сэндек «Да, господин, я видел это собственными глазами!» Гаро подавил свое смятение и выпрямился «Показывай дорогу!» Воен, задыхаясь от ужаса, продолжал наблюдать Из каждой стеклянной сферы, поднятой на спину рабочего грузчика, его отчаяние становилось все глубже Как всякий квалифицированный апотекарий, он по долгу службы должен был знать действия биологических и вирусных веществ самых разных типов И истребитель жизни тоже был ему знаком Теперь воену казалось, что лучше бы он ничего не знал В памяти на мгновение возникла картина практических занятий с магосымбиологом Когда преподаватели проводили демонстрацию действия разных отравляющих веществ на незащищенные тела осужденных преступников Тогда, через непроницаемое армированное стекло, он увидел, какие разрушения наносит всего одна капля, пожиравшая кричащих от боли еретиков А здесь, в стеклянных сферах, перед ним плескались галлоны густого физиологического раствора, в каждой капле которого гнездились миллиарды убийственных микробов По его подсчетам, запасов только одного Эйзенштейна хватит, чтобы уничтожить население большого города Командор Грульгар, не выказывая никаких признаков страха, ходил между грузчиками и своими людьми и лично контролировал процесс Воен понял, что тот взял на себя ответственность за операцию и, более того, испытывал гордость от причастности к ужасному событию На вспомогательной галерее раздались осторожные шаги, и Воен обернулся Гаро выглядел мрачнее грозовой тучи, за его спиной виднелись встревоженные лица Сэндека и Калиба Боевой капитан не стал тратить время на предисловие — Это правда? — Да, — Воен указал рукой — Посмотри туда, маркировка стеклянных сфер не оставляет сомнений Это смертельный яд, господин, оружие, которым даже император предпочитает не пользоваться Он покачал головой — Зачем Грульгар это делает? Что за безумие им овладело? — Взгляд Гаро не дрогнул — Это не безумие, брат Это предательство — Нет, — настаивал Воен, отчаянно пытаясь объяснить ситуацию, как пытался с тех самых пор, как отослал Калиба — Возможно, если я поговорю с Грульгаром, то смогу добиться от него правды Я могу подойти к нему, как член ложи Он прислушается Капитан качнул головой — Он не станет тебя слушать Поверь мне, это можно прекратить только одним способом Гаро выпрямился, вышел из тени и стал медленно и решительно спускаться по трапу, ведущему на основной уровень артиллерийской палубы Он нагнулся, проходя под выступающим краем аварийной задвижки, а потом крикнул — Игнатий Грульгар, подойди и объяснись Голос капитана гулко раскатился в высоком просторном проходе над оружейными станками Воен вместе с остальными осторожно последовал за командиром И апотекарий заметил, как напрягся Грульгар при виде нежеланных гостей — Гаро, — усмехнулся он — Для тебя было бы лучше забрать своих людей и уйти То, что здесь происходит, тебя не касается Стоящие вокруг него космодесантники и даже рабочие замерли в молчании Гаро опустил ладонь на рукоять вольнолюбца — Я не уйду Грульгар, самодовольно улыбаясь, кивнул Он явно не ожидал ничего другого — Ответь мне, — требовал Гаро — Именем императора, отвечай! — Лицо командора искривило пренебрежительное гримаса — Именем императора? — насмешливо переспросил он — А где он сейчас? Что значит в данный момент его имя? — Нечистилиц! — внезапно выкрикнул Калиб — Почему мы должны перед ним отчитываться? Грульгар продолжал издевательски ухмыляться — Он нас покинул! — В тот момент, когда мы больше всего в нем нуждались, он бросил нас И сбежал на твою драгоценную терру! И что он сделал с тех пор? Командор раскинул руки, обводя жестом своих людей — Он продал наши права сборищу глупцов и политиканов Гражданских личностей, которые никогда не нюхали пороху Он их, а не нас, сделал господами, дал право устанавливать законы Теперь у него нет права нами распоряжаться Услышав такое откровенно мятежное заявление, воен едва удержался, чтобы не вскрикнуть А когда раздался гул сердитых голосов космодесантников второй роты, задохнулся от возмущения — Только воитель и повелитель смерти могут нами командовать! — продолжал Грульгар — То, что мы здесь делаем, происходит по приказу Хоруса и Мортариона! Гарро с угрожающим видом шагнул вперед И движением большого пальца активировал кнопку на рукояти вольнолюбца Так что часть его лезвия выскочила из ножен — Ты и твои люди должны покинуть артиллерийскую палубу и прекратить это безумие! Грульгар коротко рассмеялся — С тобой двое космодесантников, яденщик А у меня полное командное отделение и бригада судовых рабочих Соотношение сил не в твою пользу — На моей стороне правда, — заявил Гарро — Я спрашиваю тебя в последний раз! Командор окинул боевого капитана оценивающим взглядом — Ну, хорошо! Вперед! Он запрокинул голову и показал рукой на незащищенное горло — Убей меня, если тебе так хочется! Гарро нерешительно замер И в душном помещении раскатился хохот Грульгара — Ты не можешь! Я видел это по твоим глазам! Одна мысль о том, что придется решить жизнь кого-то из космодесантников, Приводит тебя в ужас! Он оглянулся — Твой дух так же хромает, как и твоя нога — Вот почему ты слеп, Гарро! Под этой суровой наружностью скрывается слабая душа Ты боишься сделать то, что необходимо! Рука Гарро в латной перчатке сжала рукоять меча, Но, казалось, оружие примерзло к ножнам и не желает выходить Проклятый Грульгар! Но Гарро понимал, что этот хвостун отчасти прав В его голове против воли вновь прозвучали слова йоргольского псайкера Гвардеец смерти, такой уверенный в своей правоте И так боишься увидеть трещину в своей вере Он резко втянул воздух, и Грульгар окончательно убедился в его нерешительности Внезапно командор выхватил из-за пояса короткоствольный болт-пистолет и выстрелил Едва Гарро это увидел, как вольнолюбец сам впрыгнул ему в руку И лезвие вспыхнуло голубоватым огнем В тот же момент все пришло в движение На палубе загрохотала стрельба Раздались крики и скрежет металла по металлу «Стреляйте осторожнее!» Приказал Грульгар, вытаскивая свободной рукой боевой нож Гарро успел заметить, что воен и Сэндек тоже приготовились к бою А Калеб, нагнувшись, ушел с линия огня Он вспомнил Дёциуса, оставленного в капитанской рубке Искусство молодого космодесантника в рукопашных схватках сейчас бы очень пригодилось Грульгар не солгал Соотношение сил действительно было очень невыгодным Но нагромождение механизмов и оборудования А также наличие поблизости хрупких стеклянных снарядов Не давало воинам развернуться в полную силу На ровном поле схватка уже давно бы закончилась Но не здесь Гарро ринулся вперед к командору Но дорогу ему заступили двое воинов, вооруженные тяжелыми боевыми молотами Капитан двигался быстрее Удар слева он парировал мечом А нападавший справа получил удар по голове От которого едва устоял на ногах Гарро развернулся на месте и лезвием вольнолюбца рассек рукоять одного молота А хозяина второго заставил отступить ложным выпадом, направленным в живот Продолжая двигаться вперед, капитан все же нанес удар второму противнику На этот раз тяжелым эфесом меча И космодесантник упал с разбитым, окровавленным лицом Натанаэль не в первый раз проливал кровь своих боевых братьев Много раз ему приходилось сражаться против живых противников до чистой победы в тренировочных камерах Но эти сражения контролировались И их целью никогда не было убийства Гарро в душе проклинал Грульгора, поставившего его в подобные условия Боковым зрением он видел, что сэндеки воен тоже вступили в бой Почувствовав, что еще один противник заходит сзади Капитан шагнул в сторону как раз в тот момент, когда закаленный клинок боевого ножа ударился в плечо Ни секунды не раздумывая, Гарро перехватил меч и ударил назад вдоль своего тела Вольнолюбец прошел сквозь корпус противника И капитан обернулся, чтобы выдернуть оружие Нападавший воин с грохотом упал на палубу И у Гарро сжалось сердце Гвардеец смерти был мертв и погиб от его руки Грузчики всем скопом бросились на Калиба Ни один из них не был настолько смел или настолько глуп, чтобы посягнуть на космодесантника А потому они избрали для себя другую цель Денчик осыпал их проклятиями за то, что они встали на сторону Грульгора, а не Гарро Но только зря расходовал дыхание Матросы видели только то, что у командора больше людей А потому спешили продемонстрировать свою лояльность сильнейшему Калиб дрался изо всех сил, но рабочие словно обезумели Они кусались, царапались и норовили схватить за волосы Денчик ощутил, как чьи-то пальцы рванули его одежду и вцепились в горло Металлический обруч сильно вдавился в грудь И Калиб почувствовал, как в нем разгорается ярость Ударом головы он отбросил ближайшего противника Выругался и понял, что гнев придал ему новые силы На вас спадет проклятие императора, мерзкие подонки! Внезапно перед глазами блеснул темный металл И что-то тяжелое ударило в его висок Калиб почти не почувствовал боли, но схватил упавший предмет Запахло оружейным маслом Это был короткоствольный пистолет Денчик, боясь выронить оружие, перехватил его поудобнее Растолкал своих преследователей и выстрелил Звук показался совсем негромким, но в толпе кто-то закричал Калиб перекатился по полу в сторону и вскочил на ноги, сжимая в руке горячий металл Пальцы привычно нащупали затвор и курок И следующая пуля поразила противника в глаз Оружие давало ему шанс на спасение и было божественным подарком Бог император защитит, пробормотал Калиб Я его слуга и его подданный Тяжело дыша и прихрамывая, он отошел в сторону И вдруг увидел впереди капитана гвардии смерти в светлых с зеленой отделкой доспехах Космодесантник поднял болт-пистолет и очень тщательно прицеливался в гущу дерущихся Денчик инстинктивно проследил за дулом, определяя его цель Гаро был занят рукопашной схваткой с другим космодесантником И явно не подозревал о готовящемся смертельном выстреле Нет, он не должен погибнуть! Мысль обожгла мозг Калиба Я не могу этого допустить, он избран богом-императором Калиб поднял маленький пистолет и вслух прочел молитву Божественный, направь мою руку! Он выстрелил Пуля ударила за мгновение до того, как Грульгар спустил курок Короткоствольный пистолет был настолько маломощным, что его пуля лишь царапнула металл тяжелого болт-пистолета Но этого оказалось достаточно, чтобы сбить прицел командора Болт из пистолета Грульгара прошел на волосок от головы Гаро Грульгар отреагировал с немыслимой быстротой И с разворота метнул в Денчика боевой нож Клинок космодесантника по самую рукоять вонзился в грудь Калиба А сила удара отбросила его на один из пультов управления оружейной палубы На все это, начиная с выстрела Денчика, потребовалось меньше секунды Кровь хлынула в горло Калиба, заполнила рот, просочилась в легкие А в этот момент послышался еще один звук Отрывистый, звонкий треск разбитого стекла Затуманенный взгляд Калиба отыскал тонкую струйку темного тумана Со злобным шипением, поднимавшуюся над треснувшей колбой «Колба!» — закричал воен, отскакивая от своего противника Болт неудачного выстрела Грульгера вскользь задел хрупкий сосуд И на стеклянной сфере образовалась паутина трещин «Уходим!» — скамандовал он и потянул за собой Сендека Черный газ превращался в медленно поднимавшуюся зловещую пелену Звенящую, словно рой злобных насекомых Грузчики, стоявшие ближе всех, уже начали раздирать ногтями незащищенную кожу Многих стало тошнить Еще несколько секунд, и страшная дымка расползется по всей палубе Гаро поспешно окинул взглядом помещение и отыскал Калиба Денщик, с кровавой пеной вокруг рта, не отрываясь, смотрел на него «Господин!» — закричал он, несмотря на клокотавшую в горле кровь «Перед вами великая цель! Такова воля Бога Императора!» Денщик, тяжело дыша, оперся на пульт «Его рука коснулась вас! Император защитит!» Гаро, предупреждая Калиба об опасности, махнул ему рукой, но тот собрал последние силы и нажал кнопку аварийной защиты Под стальным потолком взвыли сирены, завертелись огромные шестерни и толстые железные пластины стали опускаться к выемкам в полу Гаро в броске пролетел под опускающейся заслонкой и по инерции прокатился к тому месту, где уже стояли сэндеки воен Один из людей Грульгора, воин по имени Макир, тотчас бросился вслед за Гаро Он опоздал на долю секунды, и под заслонкой прошла только верхняя часть туловища Железная стена, словно массивная гильотина, обрушилась на космодесантника и рассекла его пополам, ломая керамиты кости Сердце Гаро билось о стенки грудной клетки, мощными ударами толкалось в горло Фантомная боль терзала несуществующую ногу Противовзрывной щит проронил сэндек и тяжело сглотнул Воен кивнул Он спас наши жизни Заслонка не пропустит вирус Этот маленький человек пожертвовал собой ради нас и всего корабля Скрежет металла постепенно уменьшился Щит встал на место и все замерло Гаро поднялся, подошел к заслонке и приложил к ней руку Металл оказался теплым, как свежая кровь Возможно, от начавшегося в отсеке гниения уже поднялась температура Он попытался выбросить из головы мысли о том, что происходит внутри О разлагающихся телах, о вываливающихся внутренностях и потоках гнои Попытался, но не смог Слова Калиба продолжали сверлить мозг Теперь ему стало ясно, что голос, говоривший об императоре и божественности во время исцеляющей комы Принадлежал Калибу И вот верный слуга отдал свою жизнь в обмен на спасение господина Передо мной великая цель, пробормотал Гаро «Какая цель?» «Сэр!» Шесендек был вынужден почти кричать, чтобы быть услышанным сквозь вой сирен «Что ты сказал?» Гаро повернулся спиной к щиту «Очистить этот отсек! Скажи Гарье выпустить воздух в открытый космос! Истребитель жизни доберется до каждого контейнера и выпустит весь запас, но он не может существовать без атмосферы! Я хочу освободить от него корабль!» Воен кивнул «А тела, капитан? Они будут разлагаться и...» «Оставь их!» — бросил Гаро, едва сдерживаясь «Нам надо двигаться быстрее, а не то мы к ним присоединимся!» Капитан Угрюма вернул вольнолюбца в ножны «Смерть собрала первую жатву!» На Эйзенштейне, как и на стойкости, имелась своя обсерватория, расположенная в верхней части корпуса перед самым капитанским мостиком фрегата Но, конечно, она была не такой большой, а когда в ней собрались несколько высоких и широкоплечих космодесантников, показалась совсем маленькой Входные створки раздвинулись и впустили еще двух гвардейцев смерти, и при взгляде на них Дёцеус поморщился Апотекарий воен вошел в зал вместе с Эндеком, и выражение их лиц заставило Дёцеуса удержаться от слов Он только оглянулся на сержанта Хакура, стоявшего подаль с воинами своего отделения, и увидел, что старина Андус настроен не более оптимистично, чем вновь прибывшие «Мерик, что происходит?» — спросил ветеран «Мне срочно приказывают все бросить и отправляться сюда Никто ничего не говорит, а тем временем я слышу отдаленный вой сирены и обрывки матросских сплетен о выстрелах и взрывах» «Не было никаких взрывов», — мрачно произнес Сэндек «А где капитан?» — спросил Дёцеус «Он будет здесь через минуту», — ответил воен «Пошел позвать кое-кого еще» Очередной уклончивый ответ не удовлетворил Дёцеуса «Пока я был на мостике, с артиллерийской палубы поступил сигнал пожарной тревоги Целый отсек в середине был заблокирован Значит, как доложил сервитор-контролер, выведены из строя четыре пушечные установки А потом я слышу тебя на воксканале с требованием провести там декомпрессию Что произошло внизу?» Он повернулся к апотекарию «Сначала ложа, потом тарвец, теперь еще и это! Я требую объяснений!» «Капитан все тебе объяснит», — сказал апотекарий «А что с Саулом Тарвицем?» — вмешался Хакур «Я слышал, он сейчас должен быть на Андрониусе» «Он сейчас в городе Харалия, если не сгорел при спуске на поверхность планеты» Все так же угрюмо пояснил Сэндек Он нарушил присягу, угнал громовой ястреб и направился к Иствану-3 Лорд-командир Эйдолан отдал приказ о его уничтожении Изумлению Хакура не было предела «Это смехотворно! Ты, вероятно, ошибаешься!» Детса устряхнул головой «Мы все были в рубке, мы слышали приказ, но Гаро не повиновался, он позволил Тарвец убежать!» Молодой космодесантник все еще никак не мог смириться с происходящим И действия командира сильно подорвали его доверие «Это мятеж!» «Да, это так!» Гаро только что вошел в зал вместе с капитаном корабля Гарьей и его адъютантом Воут По кивку Гаро женщина закрыла за собой створки и только тогда Детса Ус понял, что вслед за капитаном не последовал его денщик Калиб Боевой капитан прошел в центр комнаты и положил на контрольную панель обсерватории матерчатый сверток Тяжелым, оценивающим взглядом он обвел всех собравшихся людей У Детсауса возникло ощущение, что Гаро не решается произнести слова, замерзшие на его губах Наконец он тяжело вздохнул и кивнул, словно принимая решение «Когда мы покинем эту комнату, станем мятежниками!» — заговорил Гаро «Наши братья направят на нас все орудия Я намерен предложить вам решиться на сомнительный выбор Но другого пути нет У нас не будет другого шанса Только мы одни можем донести предупреждение «Какое предупреждение, господин?» — озадаченно нахмурившись, спросил человек Хакура Гаро взглянул на Детсауса «Предупреждение об измене!» Гаррия откашлился В отличие от своего подчиненного офицера, он, казалось, не испытывал смущения в тесном обществе гвардейцев смерти «Уважаемый боевой капитан, при всем моем почтении, это мой корабль И я хотел бы знать, что происходит на борту, прежде чем двигаться дальше» «Это правильно» — кивнул Гаро Он перевел взгляд на свои закованные в броню руки, сделал глубокий вдох И сдержанным, размеренным тоном рассказал о столкновении с Грульгаром Упоминание вирусных снарядов повергло изумленных слушателей в шок А когда Гаро рассказал о выступлении командора против императора И последовавшей за этим схватке на артиллерийской палубе, воцарилась гнетущая тишина От обилия немыслимых фактов у Детсауса закружилась голова Казалось, будто пол под ногами превращается в трясину и его затягивает в гущу сомнений и смятения Лицо Волт стало белым, как бумага «Этот истребитель жизни не распространится по кораблю?» Сэндек качнул головой Он был вовремя изолирован Смертоносный вирус быстро уничтожит сам себя «Я бы рекомендовал не пользоваться этим отсеком в течение ближайших шести часов», — добавил воен «Для надежности». Военный заряд после открытия декомпрессионных люков был успешно выброшен в космос, но в телах погибших могли остаться спящие колонии бактерий «Наших людей!» — Хакур покачал головой «Я с трудом могу в это поверить. Я знал, что Грульгар был хвостуном и всегда стремился к славе. Но такое... Почему он решился на предательство?» Ветеран обратил Гаро вопрошающий, почти наивный взгляд «Почему, господин?» Гаро и сам хотел бы как-то объяснить поведение Грульгара Как и воен, он в глубине души еще надеялся, что все произошедшее окажется странным кошмаром или таинственным безумием, охватившим его соперника Но в тот момент, когда он взглянул в глаза Грульгара, Гаро понял, что это не так Грульгар никогда не стал бы участвовать в деле, если бы имелась хоть малейшая вероятность провала Решимость, абсолютная уверенность, написанная на лице командора, без слов рассказала Гаро всю правду Капитан подтвердил слова Тарвица, и все части головоломки сошлись, как сходятся обойма и магазин Болтера Все мелочи, все странные отклонения и сомнения, зловещее предчувствие, настроение на борту стойкости и духомщения Все, что в последние дни так тревожило Натанаэля, соединялось в одно целое Саул Тарвиц, мой друг и побратим, успел меня предупредить Рискуя собственной жизнью, он угнал один из катеров детей Императора и полетел на планету, чтобы рассказать о неминуемой вирусной бомбардировке Эйдолон, стараясь этого не допустить, приказал его расстрелять Гаро снова кивнул Я не стал выполнять этот приказ И сейчас, пока мы разговариваем, Саул уже спустился на поверхность Иствана-3 И убеждает всех космодесантников спрятаться в укрытие до начала бомбардировки Моя уверенность в его словах непоколебима, так же, как непоколебимы связывающие нас узы Гаро, протянув руку, похлопал по плечу Хакура Затем он по очереди пристально посмотрел в глаза каждого воина Словно проверяя, какое впечатление произвели на них ужасные откровения Теперь вам известна страшная правда Грульгар и Эйдолон не сбившиеся с пути одиночки, преследующие свою собственную выгоду Они солдаты в грядущей бесчестной войне Их поступки не зависят от их личного желания Они продиктованы приказами самого воителя Он не стал обращать внимания на раздавшиеся в ответ возгласы Все это затеял Хорус при поддержке Ангрона Фулгрима И как нетрудно мне это признать нашего господина Мортариона Напротив горо в кресле наблюдателя Гарья сжался в комок, пытаясь осознать слова капитана Рядом с ним застыла Воут, ее лицо исказилось словно от физической боли Почему? Прошептал капитан корабля Разрази меня, Терра, если я могу найти хоть какую-то логику в этих замыслах Ради чего они все это затеяли? Что надеяться получить Хорус в противостоянии с Императором? Все, бросил Дёциус Воен печально склонил голову В ложе до меня через вторые и третьи руки доходили слова воителя о том Как далеко от нас сейчас Император И о неприятной необходимости подчиняться Совету Терры Резкость этих речей заметно возросла после ранения Хоруса на Давине И его таинственного исцеления Предательское лезвие ударило из-за угла Заметил Сэндек Гаро продолжал Хорус лично отбирал все соединения для атаки на Хорал Он выбрал только тех воинов Кто, как он считал, не пошел бы под его знамена по первому зову Вирусная бомбардировка уничтожит единственное препятствие на пути к полному мятежу Если это так, запальчиво заговорил Дёциус Тогда почему мы тоже не оказались на поверхности? Твоя непоколебимая преданность Императору и Терре ни для кого не секрет Гаро грустно улыбнулся и похлопал ладонью по набедренным пластинам брони Если бы Дева Битва с Экстрануса не заставила меня прибегнуть к этому куску железа Мы бы без сомнения были рядом с Тимитером и его воинами И не знали бы, что клинок уже приставлен к горлу Но судьба распорядилась иначе И нам надо воспользоваться предоставленным шансом Бегство Тарвица не может долго оставаться в тайне, сказала Воут Когда воитель узнает, что вы сделали, Эйзенштейн окажется под прицелом всей флотилии Я в этом ничуть не сомневаюсь, согласился Гаро У нас в лучшем случае всего несколько часов «И что ты предлагаешь?» — спросил Сэндек «Этот фрегат — всего лишь один корабль Мы не сможем предотвратить бомбардировку и помочь наземным войскам Или попытаться сразиться с воителем» Гаро покачал головой «Если Саул доберется вовремя, нам не придется предотвращать бомбардировку Если нет...» — он тяжело сглотнул «Мы ничем не можем помочь этим людям» Дюциус первым понял, к чему он клонит «Ты предлагаешь уйти?» «Следи за своими словами!» — оборвал его Хакур Дюциус не обратил на него внимания «Он хочет, чтобы мы сбежали!» «У нас нет другого выбора Если мы останемся, погибнем Но если удастся вывести этот корабль из системы Мы получим шанс сдержать волну предательства Необходимо продолжить дело, начатое Тарвицем Мы должны донести предупреждение о вероломстве до Терры и Императора» Он оглянулся на смуглого капитана «Мастер Гаррия, способен ли Эйзенштейн преодолеть пространство до Солнечной системы Или, по крайней мере, до ближайшей к ядру Империума звезды?» Гаррия медленно качнул головой «В любой другой день я бы ответил утвердительно, но сегодня не могу быть ни в чем уверен» «В последнее время в Варпе сгущаются тучи, грозящие штормами и турбулентностью», — вступила в разговор Воут «Осуществлять межзвездные перемещения становится все труднее Если мы прямо сейчас предпримем такую попытку, наши навигаторы будут виртуально слепыми» «Но все же прыжок возможен», — заметил Хакур «Мы сможем отсюда убраться, хотя бы вслепую» Гаррия усмехнулся «Корабль может попасть в сильное эфирное течение Мы можем оказаться в десятках световых лет от цели, где угодно» «Где угодно, только не здесь», — решительно сказал Гарро «Я приказываю начать подготовку. Барик, Ракель» Он пристально посмотрел на них, впервые называя по именам «Будете ли вы мне препятствовать?» Офицеры флотилии обменялись между собой взглядами, и он понял, что они на его стороне «Нет», — ответил капитан корабля «Большинство моих людей верны своему долгу, и они не подведут Но есть и недовольные Я думаю, в команде найдутся такие, кто последовал бы за Хорусом» «На борту еще остались космодесантники из роты Грульгора», — добавил Сэндек «Они скоро начнут задавать вопросы» Гарро обратился к Хакуру «Андус, бери всех, кого сочтешь нужным, и обеспечь безопасность на корабле Если понадобится, применяй силу в любых пределах Понятно?» Как только стал ясен смысл приказа Гарро, на мгновение установилась тишина Затем ветеран отдал честь «Да, господин» Гарро, склонившись над пультом, развернул принесенный сверток Внутри оказалась дюжина узких полос бумаги, густо исписанных торопливым, но твердым почерком Боевой капитан раздал по одному свитку каждому из присутствующих, включая Гаррио и Воут Женщина подозрительно посмотрела на листок бумаги «Что это?» «Особая клятва», — ответил Диоциус «На ней мы поклянемся исполнять свой долг» Гарро приготовился что-то сказать, но ему помешал звон раздвинутых створок Офицер-связист вбежал в обсерваторию, но замер с открытым ртом, обнаружив тайное собрание «Масс!» — рявкнул Гаррия «Великая терра! Надо стучать, прежде чем врываться в зал!» «Прошу прощения, сэр!» — выдохнул вокс-оператор «Но у меня срочный приказ, предназначенный лично для командора Грульгера, а он не отвечает» Гаррия выхватил из рук Мааса электронный планшет, быстро пробежал глазами его содержимое, затем прочел вслух «От Тиффона! Сборто терминус эст!» Послание гласит «Орудия должны быть на готове, скоро начнется бомбардировка» «Получено разрешение уничтожать любого, кто будет препятствовать проведению операции» Все взгляды обратились к Гарро Смысл послания был ясен Тиффон давал Грульгеру разрешение уничтожить Гарро и его людей Натанаэль взял свой лист бумаги «Итак, клятва!» — громко произнес он и сделал глубокий вдох «Принимаете ли вы свою роль в этой миссии? Согласны ли посвятить все свои силы, чтобы донести известие до Терры, невзирая на любые препятствия? Присягаете ли на верность четырнадцатому легиону и императору?» Капитан обнажил свой меч и повернул острием вниз Хакур первым положил руку на лезвие «На этом свитке и этом оружии, клянусь!» Его примеру последовали по очереди все космодесантники и последним поклялся Дёциус Затем Гаррия и Воут на глазах у изумленного Моаса присоединились к общей клятве Как только все стали выходить из зала, Дёциус остановил своего командира «Прекрасные слова!» — сказал он «Но кто же был восприемником клятвы?» Гарро показал на звезды «Инператор!» Он остался один в жилом отсеке Все другие воины во главе с Хакуром, согласно его приказам, рассредоточились по кораблю С целью установить над фрегатом полный контроль Гарро показалось, что он уловил эхо отдаленной болтерной стрельбы И он печально сжал губы На борту Эйзенштейна оставалась лишь горстка людей Грульгара Как и воины 7-й роты, большая часть космодесантников погибшего командора была рассеяна по всей флотилии И лишь несколько отделений могли сейчас противостоять плану Гарро Добровольное согласие Гаррии присоединиться к особой клятве укрепило его доверие к капитану корабля И через него к офицерскому корпусу рубки Среди офицеров флотилии, несомненно, найдутся недовольные Но они быстро привыкнут подчиняться приказам космодесантников Иначе их жизнь продлится недолго По справедливости он должен был бы сейчас вместе с остальными бороться за безопасность на корабле Но вихрь противоречивых чувств, овладевших разумом, не давал Гарро сосредоточиться Надо было хоть ненадолго остаться в одиночестве, чтобы примириться с создавшимся положением Снова и снова его мысли возвращались к тем людям, с которыми ему приходилось сражаться в составе гвардии смерти И он никак не мог понять, что заставило их отвратить свои души от императора По большей части его братья были честными и хорошими людьми Игород думал, что знает о них все Но теперь он в этом сомневался Больше всего его пугало не то, что сородичи с готовностью отказались от верности императору Но то, что они стали просто орудиями Они без колебаний выполняли приказы, даже если цель была совершенно непонятна Слишком многие космодесантники предпочитали исполнять приказы, а не задавать вопросы И Гарро претила мысль, что Хорус воспользовался их непоколебимой преданностью в своих черных целях В голову пришла мысль включить передатчики Эйзенштейна на полную мощность И рассказать правду о предательстве всей 63-й флотилии Он был уверен, что среди воинов найдется немало благородных людей Таких как Локен и Таргадон из личного легиона Воителя И Варен из Пожирателей Миров Если бы он только мог с ними связаться и спасти их жизни Но эта идея была невыполнимой Более того, такой поступок означал бы самоубийство для всех, кто находился на борту фрегата Каждая минута молчания давала Гарро дополнительный шанс уйти от преследования И донести предупреждение на Терру Локену и остальным его единомышленникам придется самим выбираться из этого кошмара Предупреждение Терры было важнее жизни горстки космодесантников Гарро оставалось лишь надеяться, что придет время, когда он снова увидится со своими друзьями Или на Терре, когда все закончится Или же здесь, когда он вернется в составе флотилии возмездия А сейчас эти люди могли рассчитывать только на самих себя, как, впрочем, и Гарро со своими воинами Боевой капитан зашел в подготовленную для него калибом оружейную нишу И посмотрел на украшенные орлом доспехи, висевшие на стойке На панцире не было ни единого пятнышка И поверхность блестела свежей полировкой Словно комплект только что был вынесен из музея А не защищал его в битве всего неделю назад Он приложил ладонь к прохладному керамиту И позволил себе погрузиться в печальные воспоминания о погибшем денщике «Твоя смерть была не напрасной, калепарин», — произнес вслух Гарро «Ты оказал неоценимую услугу гвардии смерти и седьмой роте» Капитану хотелось пообещать слуге, что его имя не останется в безвестности Он с радостью бы высек его на стене памяти на Барбарусе Как если бы денщик был полноправным боевым братом Но Натанель понимал, что этому не суждено сбыться Гарро вообще сомневался, что когда-нибудь еще увидит промозглые небеса родного мира гвардии смерти После событий на Истваане путь туда ему заказан Душе Калеба придется удовольствоваться почетным местом в воспоминаниях его господина Гарро недовольно поморщился «Что я делаю? Думаю о душе и разговариваю сам с собой в пустой комнате?» Он покачал головой «Что со мной происходит?» Рядом с доспехами на темно-зеленой ткани лежал болтер И, как и доспехи, сиял незапятнанной чистотой Словно только что вышел из рук оружейников легиона Гарро, сняв перчатку, провел пальцами по прямоугольному прикладу На поверхности имелось множество гравировок на высоком готике, повествующих о подвигах и сражении Было здесь и тисненное зеленой краской имя боевого брата, прошедшего войну с этим болтером и погибшего с оружием в руках Личный болтер Гарро был разбит во время схватки на Истван Экстранус После жестокой звуковой атаки Девы Битвы от него остался только бесполезный кусок искореженного металла Теперь этому оружию предстояло занять место в его кабуре И Натанеэль с горькой радостью взял болтер на изготовку Недавно сделанная надпись на нем гласила «Пир Раль» «Спасибо, брат», — прошептал Гарро «Я уничтожусь с десяток врагов от твоего имени» По обычаям космодесантников вещи Раля были собраны И то, что еще могло служить, осталось в 14-м легионе Так воины чтили память своих погибших собратьев Наконец взгляд Гарро остановился на заплечном мешке из груботканной материи Забытом в самом углу ниши Он опустился на корточки и взял его в руки Вещи калиба Гарро вздохнул Когда погибал космодесантник, всегда находился боевой брат Готовый позаботиться о тех немногих вещах, что оставались после смерти Но у простого денщика не было близких друзей Гарро охватило незнакомое чувство грусти по ушедшим услуге Оно не имело ничего общего с той жестокой яростью, которая охватывала его после смерти Раля Или сотен других воинов, убитых в его присутствии Только теперь, когда калиба не стало, Гарро понял, как высоко ценил в маленьком человечке собеседника, слугу и товарища В первое мгновение капитан решил бросить мешок в ближайший утилизатор и покончить с этим Но посчитал, что это было бы бесчестно по отношению к калибу Тогда, с неожиданной для его массивных и огрубевших пальцев осторожностью, он вытащил скудные пожитки бывшего денщика Запасные лезвия, инструменты для ухода за оружием, смену одежды и пластинку, сделанную из болтерной гильзы Он повернул пластинку в пальцах и поднес к свету На Гарро взглянул выгравированный образ императора, величественного и всевидящего Гарро спрятал икону в поясную сумку Рядом с ней лежали свернутые в трубку довольно помятые листки, перевязанные потрепанной веревкой Их уголки заметно обветшали от многократного перелистывания Текст был отпечатан на примитивном ротаторе, с пропусками и смазанными строчками, на разношерстной бумаге Местами встречались даже рукописные вставки Гарро отыскал несколько небрежных иллюстраций, ничего не говоривших ему о содержании Хотя часто встречались реки императора и контуры терры Божественное откровение, прочел он вслух Так вот какой секрет ты хранил от меня, Калиб Гарро знал об этой секте В нее входили обычные люди, несмотря на мирской свет имперских истин, верившие в божественность императора человечества Кто еще, утверждали они, смог бы сокрушить все другие религии и чуждых богов, как неистинное божество? Разве император не единственное в своем роде богоподобное существо? Император, несмотря на открытое неприятие религии, не пресекал их восхвалений и преклонения Бессмертный и всевидящий, обладающий непревзойденным разумом и психологическим потенциалом В глазах божественного откровения он был настоящим богом И теперь, Гарро, многое стало понятно Связь Калиба с культом бога императора всегда была у него перед глазами Хоть и скрыта внешним почтением и сдержанностью слуги Сотни случайных на первый взгляд слов и поступков внезапно обрели особый смысл и засияли откровения Калиб на орудийной палубе осудил Грульгера за непочтительные слова в адрес императора И еще раньше, сквозь пелену исцеляющего забытья, Гарро слышал молитвы из уст Калиба Обращенные к императору просьбы о защите Перед вами великая цель Монотонно повторил он предсмертные слова своего денщика Такова воля бога императора Его рука коснулась вас Император, император защитит Он знал, что не стоит продолжать, что идет против буквы имперских истин, которым посвятил всю свою жизнь Но все же Натан Эль Гарро продолжал читать и впитывать слова с потрепанных страниц трактата Хоть боевой капитан никогда и не признавал этого открыто, несколько часов за чтением потрясли его до самой глубины души Он всегда считал себя клинком в руке императора или стрелой в колчине человечества Оружием, которое должно быть направлено на поражение врагов людского рода Но кем он стал сейчас? Клинки затупились и обратились друг на друга, а древки стрел оказались переломанными Твердая основа верования Гарро превращалась в зыбучие пески под его ногами Разум отказывался принимать произошедшее событие Против него обратились его боевые братья, его господин и даже сам воитель На его мече кровь гвардейцев смерти и предстоит проливать ее вновь и вновь А еще гнет тяжелых предчувствий, загадочное пророчество мертвого младенца Ксеносов, предсмертная мольба Калиба «Это слишком!» — вскричал Гарро и упал на колени, крепко сжимая в руке листки бумаги Ужасное бремя знаний отравляло его мозг и грозило иссушить душу Никогда еще за столетия службы космодесантник не чувствовал себя таким абсолютно беззащитным И в этот момент он понял, что может вызвать о помощи только к одному человеку «Помоги мне!» — крикнул он, обращаясь к бескрайней тьме космоса «Я растерян!» Руки Гарро сами собой сложились на груди в знамении аквилы «Император!» — взмолился он «Дай мне веру!» Глубоко внутри своего существа капитан вдруг почувствовал, как что-то освободилось и распрямилось, вливая в его кровь поток новой энергии Он не мог найти явлению никакого объяснения, но в глубине полутемной оружейной, нише его разума, коснулось слабое эхо какого-то голоса Голосом из сна его звала и плакала бледная, миниатюрная и в то же время сильная женщина «Спаси нас, Натане!» — Гарро вскрикнул и отпрянул, едва не потеряв равновесие Слова прозвучали совершенно отчетливо и близко, будто бы женщина стояла рядом с ним, в этой же комнате, и говорила прямо в ухо Гвардеец смерти, тяжело дыша, медленно выпрямился и поднялся на ноги В воздухе пронесся тонкий, протяжный звон, исчезнувший, едва Гарро успел его заметить И голос, и звон коснулись непосредственно его разума, как и пророчества йоргольского мутанта, и в то же время совершенно иначе Гарро поразился столь прямому воздействию, но он не ощутил враждебности, как при телепатической связи с чужаком Капитан с трудом перевел дух, все произошло неимоверно быстро Он все еще стоял, уставившись на пачку бумаг в руки, как вдруг в зал ворвался Дёциус с окаменевшим от ярости лицом Солун Дёциус увидел, что его командир спрятал в поясную сумку какие-то бумаги и отвернулся, словно не хотел встречаться с ним взглядом «Дё... Дёциус?» — запинкой выговорил Натанаэль «Докладывай!» «Мы встретили сопротивление!» — проворчал Дёциус «Я... мы справились с оставшимися людьми Грульгора Они предприняли попытку прорваться к посадочной палубе У нас несколько легкораненых, но их мы остановили» Лицо Дёциуса исказилось гримасой «Произошла схватка!» Гарро обернулся «Они сделали бы с нами то же самое, если б мы это позволили» «Для чего, как ты думаешь, Тифан назначил Грульгора на тот же корабль, что и меня, если не для уничтожения всего нашего отделения при первом же удобном случае» С губ Дёциуса уже был готов сорваться гневный ответ Он хотел крикнуть, что это возможно и так, но опасность грозила только одному Гарро Космодесантник сердито уставился в пол Больше всего его раздражала невозможность сделать выбор самому Теперь, что бы ни произошло, его судьба связана с судьбой боевого капитана Да, имея он возможность выбирать, вероятно, он и сам бы так решил Но неизбежность подстрекала его к мятежу Его командир прочёл на лице чувства своего воина «Парень, говори откровенно!» «Что ты хочешь от меня услышать?» Раздражённо бросил в ответ Дёциус «Правду! Если не выскажешься здесь и сейчас, потом не представится такой возможности!» Ответил Гарро, стараясь говорить спокойно «Я хочу, чтобы ты говорил откровенно, Солун!» Дёциус довольно долго молчал, обдумывая свои обиды «Я убил здесь трёх человек, носивших доспехи моего легиона» Заговорил он, кивая на коридор, уходящий вглубь корабля «Не ксеносов, не мутантов, а гвардейцев смерти, моих братьев-космодесантников!» «Они перестали быть нашими братьями в тот момент, когда примкнули к Хорусу и выступили против Императора» Гарро вздохнул «Я разделяю твою боль, Солун, и в большей степени, чем ты можешь себе представить Но они стали изменниками!» «Изменниками?» Дёциус не сдержался «Кто ты такой, чтобы так утверждать, боевой капитан Гарро? Какое ты имеешь право делать такой вывод? Ты не воитель и не примарх, даже не первый капитан И всё же ты сделал выбор за всех нас!» Гарро ничего не ответил Дёциус сознавал, что такой тон в разговоре со старшим офицером грозит суровым взысканием Даже наказанием, но не мог остановиться «А вдруг? Вдруг это мы стали мятежниками, капитан!» Хорус, как только узнает о том, что произошло, вне всякого сомнения, объявит изменниками именно нас «Ты видел всё, что видел и я», — спокойно произнёс его командир «Тарвиц, Грульгар, убийственные приказы Эйдолона и Тифона!» «Если есть какое-то другое разумное объяснение их действиям, я бы очень хотел его получить» Дёциус шагнул вперёд «Есть одно обстоятельство, которое ты мог пропустить. Задай себе вопрос, капитан, а если Хорус прав?» Он едва успел договорить, как на корабле взвыли сирены тревоги «Повтори, что ты сказал!» — крикнул Тимитер, толкая космодесантника, который нёс с собой вокс-передатчик дальнего действия Между штурмгруппой Гвардией Смерти и истуанскими защитниками беспрестанно с гулом проносились снаряды И расслышать на их фоне человеческий голос было непросто Кроме того, по мере продвижения Диас Ира выпускал над их головами один мощный болтерный залп за другим «Господин, у меня только отрывки сообщения, и я не смог поймать ни его начало, ни конца!» «Тогда скажи, что получил!» — настаивал Тимитер, пригибаясь под прикрытием разгромленного ферракритового сооружения Стараясь не обращать внимания на летающие вокруг вражеские снаряды и рубиновые лучи лазеров «С орбитой всё ещё нет никакой связи!» — доложил Гвардеец Смерти «Я перехватил сообщение Люциуса из Детей Императора, предназначенное для отделения локасты сынов Хоруса» «Люциуса? И что он сказал?» «Мало что удалось разобрать, но я отчётливо услышал, что речь шла о биооружии» Димитер прищурился «Ты уверен? На совещании перед боем не было никаких упоминаний о том, что у истванцев имеется такая возможность В конце концов, этот город — их святыня, вряд ли они стали бы располагать здесь что-нибудь подобное» Внезапно Тимитер поднял голову и замолчал Оглушительный грохот боя, удары пули, разрывы снарядов давно стали для него привычным фоном Но теперь что-то изменилось Это Титан Диас Ира находился в нескольких сотнях метров от того места, где остановился Тимитер И он уже привык к содроганию земли под его опорами, даже определил их ритм, но громадная боевая машина, напоминающая обликом человека, встала высокой железной цитаделью И только некоторые узлы испускали шипящие струйки пара Минометные снаряды продолжали лететь над их головами и ударялись в корпус Титана, впрочем, не причиняя ему никакого вреда Но со стороны экипажа не было никакой реакции на обстрел Могучие пушки Титана по-прежнему были повернуты в сторону противника, однако они молчали «Во имя Терры, что это за фокусы?» — воскликнул Тимитер «Свяжись с Титаном! Вызови к Воксу принца Сатурнета! Пусть объяснит!» Капитан четвертой роты навел на корпус Титана свою оптику Нигде не было видно достаточно серьезных повреждений, чтобы они могли повлиять на боеспособность машины Тем более Тимитер не мог понять, почему она остановилась В поле зрения попали амбразуры Диесиры, и внезапно он заметил, как все они быстро закрылись Темитер продолжил тщательный осмотр и заметил, что закрыты и вентиляционные отверстия на бедре Титана В обычном состоянии из них вылетали облачка отработанных охлаждающих газов, но теперь задвижки были наглухо задраены Острый кинжал мрачного предчувствия уколол его сердце «Я не могу связаться с Диесиро!» — воскрикнул его спутник «Почему они не отвечают? Они должны меня хорошо слышать!» «Белоружие!» Темитер вытянул руку и проверил замки доспехов на шее Мрачные предчувствия не отступали Запрокинув голову, капитан стал вглядываться в желтоватое небо над огромными стальными плечами Титана Там, наверху, он заметил мерцающие проблески, словно кометы, вошедшие в плотные слои атмосферы, оставлявшие за собой длинные белые шлейфы конденсата Их вид побудил Темитера к действию «Общий канал отделения! Быстро!» — закричал он «Всем гвардейцам смерти рассредоточиться и искать укрытие! Угроза биооружия! Отступаем на запад к комплексу бункеров!» Второй космодесантник транслировал его приказы уже на бегу, когда он и Темитер покинули свое ненадежное укрытие Темитер увидел, как дредноут Хуренфал разворачивается на месте «Улис Темитер!» — раздался громкий, скрипучий, синтезированный голос воина-ветерана «Кто это сделал?» «Нет времени, старина!» — бросил на бегу капитан «Сейчас надо скорее отвезти людей под надежную защиту» С каждым торопливым шагом Темитер все сильнее осознавал важность происходящего С неба падали бомбы, и существовал только один человек, имевший достаточную власть, чтобы их сбросить Горой Дёциус преодолели трап, ведущий на смотровую галерею над жилым отсеком как раз в тот момент Когда флотилия воителя открыла огонь поезд Ваану-3 Бесчисленные серебристые вспышки, едва уловимые невооруженным взглядом Пролетали вокруг Эйзенштейна и других небольших кораблей, закрепившихся на низкой орбите над городом Харал Горони требовалось рассматривать даже такие мимолетные вспышки, чтобы понять, что они означали Тяжелые снаряды класса «Атлас», предназначенные для дальности орбита-поверхность Управляемые сервиторами реактивные бомбы колоссальной разрушительной силы Казалось, что только орудия Эйзенштейна не участвовали в этой акции А все остальные корабли 63-й флотилии сообща проводили операцию неслыханной жестокости Снаряды падали частым смертоносным ливнем Быстро уносились к поверхности, поворачивали и нацеливались на заранее выбранные объекты по всей планете Из-за этой плотной пелены, предвещавшей неминуемую смерть Было почти невозможно рассмотреть светлое пятно на главном континенте, где стоял город Харал В полном отчаянии Горо смотрел, как орудия предательства Хоруса Вспыхивают красными огнями при входе в плотные слои атмосферы И обрушиваются на головы его боевых братьев Лицо Дёциуса, при виде столь могущественного акта уничтожения Исказилось от странного, почти болезненного восхищения Тимитер и Хуранфал остановились на невысоком гребне перед стальной дверью бункера И стали криками подгонять своих братьев бежать быстрее и не оглядываться Укол страха пронзил сердце Тимитера, но он опасался не за свою жизнь, а за остальных Они мгновенно подчинились его приказу и в боевом порядке бежали от врага по только что отвоеванным траншеям Сотни воинов уже были в бункерах и закрывали двери, чтобы переждать губительную бомбардировку Но оставалось еще много тех, кто уже не успеет достигнуть укрытия Он снова посмотрел наверх, в белесое небо, и снова задавал одни и те же вопросы Кто нас предал? Почему во имя Терры? Почему они это сделали? Улисс! — рявкнул стоявший рядом ветеран Прячься! Быстро! У нас осталось несколько секунд! Нет! — ответил Тимитер Сначала должны укрыться мои люди Идиот! — зарычал Хуронфал, забывая о протоколе Я останусь! Ничто не может проникнуть сквозь мою защиту, а ты уходи! Он подтолкнул Тимитера к двери массивной клешней манипулятора Проклятье! Уходи скорее! Улисс Тимитер сделал шаг назад, но взгляд его все еще оставался прикованным к небу Снова повторил он, и в этот момент ослепительно белые вспышки залили планету мертвенно-белым огнем На большой высоте над их головами произошла детонация снарядов первой волны И серии воздушных взрывов освободили черную разрушающую лавину Колонии вирусов, способные на гипербыструю мутацию И обладающие способностью размножаться с экспансиональной скоростью Набросились на бактерии естественной среды Затем пришла очередь второй волны И над городом Харалом взвилась черная туча смерти Эти снаряды, не взрываясь, долетали до поверхности И только тогда выбрасывали колонии вирусов, окутавшие улицы, площади и окопные траншеи Истребитель жизни сделал то, ради чего был изобретен Едва его молекула соприкасалась с органическим веществом Вирусы устремлялись внутрь и начиналось разложение Все живые существа в городе Хараля, все животные и растения Все мельчайшие организмы вплоть до микробов подверглись действию вируса В одно мгновение были стерты все грани между биологическими видами И жизнь покинула планету Плоть охватила гниение Кости становились хрупкими и рассыпались за считанные секунды Кровь превращалась в гной Смерть объединила и стваанцев и космодесантников И те, и другие погибали в страшных мучениях Люди, бежавшие навстречу Тимитеру, гибли на ходу Воины падали на землю Их тела превращались в красноватую жижу И вытекали зловонными струйками через трещины в доспехах Он понимал, что слишком долго медлил и отдал последний приказ Закрыть все двери! Немедленно закрыть! Люди в бункере сделали так, как им было приказано А Тимитер уже ощутил на губах привкус крови И кожу стала покалывать от рвущихся внутрь микроорганизмов Металлическая дверь за его спиной с лязгом захлопнулась Затем раздалось шипение гидравлического замка Тимитер надеялся, что воины успели спастись Если повезет, в бункере не окажется вирусов Он успел сделать еще пару шагов Но мышцы ног отказывались повиноваться И Тимитер покачнулся Хуренфал подхватил его Я же говорил, надо прятаться, глупец! Отчаянным жестом капитан сорвал с головы шлем Теперь он стал бесполезен Вирусы с легкостью проникали сквозь защитные фильтры И устремлялись в легкие Рука бессильно упала на металлическое плечо дредноута И, скользнув вниз, оставила на поверхности отпечаток темной слизи Только теперь охваченный болью Тимитер понял На гладкой поверхности керамических доспехов Имелась тонкая трещина Она не могла повлиять на боевые качества Хуренфала Но вирус легко проник внутрь панциря И теперь пожирал остатки плоти воина-ветерана Ты солгал! Это прерогатива ветеранов! Последовал ответ Мы уйдем вместе, не так ли? Спросил Хуренфал, поддерживая Тимитера И увлекая его подальше от бункера Тимитер собрал остатки сил, чтобы кивнуть Он уже ослеп и только ощущал, как жжет Остатки зрительных нервов, уходящих в мозг Как быстро размягчаются мягкие ткани губ и языка Двигательные системы Хуренфала тоже были на грани распада Но он оттащил Тимитера на безопасное расстояние от бункера И остановился Это наша смерть! Прохрепел его речевой аппарат Мы сами ее выбрали И лишаем тебя твоей победы Одним коротким импульсом мозга Воин Дредноут разорвал цепь управляющего контроля Над встроенным генератором И вызвал мощную перегрузку Через миг на разбитом снарядами плато У стен города Харала Вспыхнули две крошечные звездочки Отметившие еще две жизни, унесенные смертельным ураганом Гаро отвернулся от темной пелены, окутавшей умирающий город И взглянул на своего спутника Ну, теперь ты веришь? Или тебе нужны еще какие-то доказательства безумия, кроме лишенной жизни планеты? Голос Дёциуса упал до благоговейного шепота Это непостижимо Такое всепоглощающее разрушение Гаро почувствовал, что у него кружится голова И оперся рукой на толстое закаленное стекло смотровой галереи И это еще не все Для завершения убийства будет нанесен еще один, последний удар Но вирус завладел всей планетой Он уничтожил все живое Чем еще может угрожать им воитель? Голос Гаро звучал размеренно, без всяких эмоций Когда все умрут, истребитель жизни скоро уничтожит сам себя Но оставит множество гниющих тел людей и животных Останки в процессе разложения начнут выделять газы Представь себе, Солун Вся планета превратилась в одно гигантское кладбище Вся атмосфера будет насыщена удушающим запахом смерти На глазах обоих космодесантников от флотилии Отделился один из кораблей и опустился на самый нижний уровень Так что его орудия могли стрелять по поверхности Это был дух мщения Блистательный боевой корабль самого воителя Ну конечно, горько промолвил Гаро Хорус Он собирается сам поставить убийственную точку Другого я и не ожидал Боевому капитану хотелось закрыть глаза и отвернуться Но перед его взором упорно вставали лица тех, кто оставался там, внизу Он видел Тимитера и Тарвица Представлял себе их гибель Надеялся, даже молился, чтобы они могли пережить первую волну А теперь им предстоит перенести финальный удар Дух мщения прекратил снижение И с угрожающей грацией повернулся носовой частью вниз К Истваану-3 В полной тишине бортовые сдвоенные ласпушки Выбросили струи огня Ослепительные снаряды коснулись атмосферной оболочки планеты И темные тучи мгновенно окрасились огненно-оранжевым цветом неудержимого пламени Искра в пороховую бочку Выдохнул Дёциус Образующиеся при разложении мертвых тел газы легко воспламеняются Пламя охватит всю планету И все это дело рук Хоруса Добавил Гаро, стараясь держать бешено бьющееся сердце Казалось, что они несколько часов наблюдают Как огонь перекидывается с одного континента на другой Как гибнут в пламени города А над всем этим парит флагманский корабль воителя Единственного виновника уничтожения мира Истваан-3 Время словно остановилось И двое космодесантников продолжали смотреть на гибнущую планету Наконец тишину нарушил пронзительный сигнал общей вокс-сети фрегата А затем раздался бесстрастный голос Гарри Капитан Гаро, вас ждут на капитанском мостике У нас возникла проблема Натанель медленно отвернулся от улиминатора и зашагал прочь Дёциус помедлил еще несколько мгновений Но затем последовал его примеру И бросился догонять своего командира Капитан Гаррия не мог заставить себя посмотреть в обзорный иллюминатор рубки Медленная смерть планеты внизу казалась ему непростительной жестокостью И душа капитана не могла смириться с убийством целого мира Не для того он принимал присягу, чтобы участвовать в подобных ужасах Он накинул взглядом рубку и обнаружил, что Маас уставился на него из нишевок связи Все еще сжимая в руке листок сообщения Гаррия пересек помещение и постарался придать своему лицу обычное властное выражение «Ты выполнил приказ?» — спросил он «Я...» Маас поморщился «Я отослал сообщение по вашему приказу, сэр» Недовольство отчетливо читалось на лице молодого офицера Но Гаррия не было дела до настроений связиста, которому приказали отправить заведомо ложное послание Сообщение, помеченное руной командира Грульгора, тщательно скопированный воут, направлялось на терминус эст В сжатых выражениях, которые, как надеялся Гаррия, имитировали речь космодесантника, он информировал первого капитана Тиффона о том, что Эйзенштейн не мог принять участие в бомбардировке Иствана-3 по причине неисправности орудийного отсека Это была слабая уловка, прозрачная, как лист бумаги, на которой он писал сообщение, но она могла обеспечить им еще немного времени За такие поступки вас лишат звания, приглушенно прошипел Маас Вы уже на грани открытого мятежа против командования воителя Тщательнее выбирай слова, мальчик, возразил Гаррия Мятеж — это захват корабля его служащими, а когда это делает сам капитан, действие называется баратрией Как ни назови, это все равно неправильно Неправильно? Ярость Гаррии мгновенно вспыхнула ослепительно белым пламенем Хочешь, я тебе покажу, что действительно неправильно, мальчик? Он силой поднял офицера связи и ткнул его лицом в обзорный иллюминатор, за которым умирала планета, а затем отпихнул от себя Убирайся в свою конуру и держи свои мысли при себе! Сэр, вы позволите? Подошла к нему Воут Появился еще один корабль Я проверила, он направляется к нам и скоро будет на расстоянии выстрела из дальнобойного орудия Пушки наведены? Воут кивнула Я взяла на себя смелость определить угол стрельбы, но на этот раз нам не удастся никого обмануть Если мы выстрелим, свидетелями станут все корабли флотилии Входные створки с негромким шипением раздвинулись И на мостике появился капитан седьмой роты вместе с одним из своих воинов Капитан, мрачно произнес Гарро У вас срочное дело? Гаррия кивнул Покажи ему ракель Воут тронула несколько переключателей голопроектора и появилось изображение ближнего к фрегату сектора пространства Красная стрелка неуклонно приближалась к судну Еще один громовой ястреб Пояснила Воут Его траектория упирается в наш корабль Тарвиц! Воскрикнул пришедший с гора космодесантник по имени Диоциус Он что, все это время был на орбите? Или вернулся с поверхности? Ракель качнула головой Нет, идентификационный код этого судна другой Он обозначен как Дельта-9 Принадлежит легиону сынов Хоруса Место расположения – дух мщения Он знает! Воскрикнул офицер-связист Хорус знает о том, что здесь произошло Он намерен Заткнись, Маас! Оборвал его Гаррия Возможно, он прав Заметил Диоциус Гарро, игнорируя голопроектор Подошел к обзорному иллюминатору И поискал глазами корабль Спустя пару мгновений Он указал рукой на приближающуюся точку Вот он, я его вижу Капитан, каков будет ваш приказ? Капитан тревожно повозился в кресле Ощущая странное повторение ситуации С этого все начиналось С появления одинокого громового ястреба Тарвица И его предупреждения Странное выражение, непонятное для Гарри Мелькнуло на лице Гарро, словно мимолетное облачко Затем боевой капитан резко развернулся И прошел к коммуникационному пульту Не говоря ни слова, он снял вокс-микрофон И обратился к подходящему кораблю Штурмкатер Громовой Ястреб, назовите себя! Гарро оглянулся на Воут, словно говоря «Будь на готове!» Из вокс-приемника раздался гортанный голос С сильным акцентом уроженца Хтони «Мое имя Яктон Круз, бывший сын Хоруса» «Бывший?» Повторил Гарро «Да, бывший» Диотсу скивнул своему командиру «Я знаю его, сэр, старый вояка, отстававший от времени Третий капитан в легионе Хоруса И его прозвали в полуха» Гарро принял информацию, но ничего не ответил «Объясните!» – потребовал он Гаррия неожиданно увидел, как напряглись и побелели его пальцы Даже через треск помех на вокс-канале В голосе ветерана слышалось отчаяние «Я больше не принадлежу к этому легиону Не могу принимать участие в замыслах воителя» Боевой капитан отложил микрофон и провел руками по лицу «Это может быть западней!» – воскликнула Воут «Корабль может быть битком набит космодесантниками из окружения Хоруса» «Тогда пусть приходят!» – проворчал Диотсу с «Всем ухищрением я предпочел бы честную драку» «А вдруг там бомба?» «Нет!» – голос Гарро заставил всех умолкнуть «Она на борту! Она не лжет!» «Она?» – мысленно удивился Гаррия «О ком это он говорит?» «На этом корабле летят беглецы, я в этом уверен!» «Открыть посадочный люк и приготовиться к приему громового ястреба!» Массивный корабль без особого изящества взгромоздился на приемные салазки и реактивные двигатели умолкли Палубные сервиторы с натужным скрипом налегли на манипуляторы чтобы продвинуть громовой ястреб вперед и вниз на ту самую раму, где всего сутки назад приземлились Гарро и его воины Отделение встречало незнакомцев с заряженными и нацеленными болтерами но сам боевой капитан отказался вынимать оружие Он заметил, что воен и остальные потихоньку следят за ним и с их лиц нисходит вопросительное выражение Гарро понял, что боевые братья считают его безумцем Он бы и сам так думал, окажись на их месте Натанеэль ни в чем не винил товарищей Ведь они не видели того, что довелось увидеть ему Он и сам вряд ли смог бы найти слова, чтобы объяснить свои поступки Он знал, вот и все Хоть он и не мог сказать ничего определенного В душе Гарро был уверен, что корабль несет им такой же драгоценный груз как предостережение, которое он поклялся доставить на Терру даже ценой собственной жизни Во сне все опять возвращалось к тому сну Передний борт громового ястреба зашипел гидравликой и опустился открыв четверых людей, приготовившихся к выходу Впереди стоял пожилой морщинистый воин в доспехах сынов Хоруса Он вышел с некоторой гордостью присущей, как замечал Гарро, всем космодесантникам, родившимся на Хтонии Но лицо воина выражало печаль как у человека, слишком много повидавшего на своем веку Космодесантнику явно пришлось сражаться совсем недавно и некоторые раны еще кровоточили, но он не придавал этому значения Так значит, ты и есть Гарро, произнес он Молодой Гарвель пару раз о тебе говорил Он сказал, что ты хороший человек А ты, Яктон Круз Я бы хотел сказать, что рад встрече, капитан но это было бы слишком далеко от истины Круз напряженно кивнул Да, верно Он немного помолчал, вглядываясь в глаза Гарро Наверное, ты ждешь вот этого Старый воин протянул свой болтер и все космодесантники тревожно замерли Возьми его, парень Если ты задумал нас прикончить, сделай милость, не тяни время Мы больше не можем убегать Гарро принял болтер и передал его Сэндеку Я попрошу, чтобы оружие почистили и вернули тебе Сказал он Боюсь, в ближайшее время мне потребуется помощь каждого вооруженного человека Капитан шагнул вперед и протянул Крузу руку Я должен исполнить свой долг и передать предупреждение об измене Хоруса Терре и Императору Ты согласен к нам присоединиться? Согласен Ответил Круз и пожал протянутую руку Я обязуюсь приложить все силы к выполнению этой миссии Хоть их и не слишком много Боюсь, что из всей третьей роты остался только один лунный волк Да и тот уже далеко не молодой Лунный волк? Переспросил Десуус Но твой легион Глаза старого воина гневно сверкнули Я больше никогда не стану сыном Хоруса Запомни это хорошенько, парень Гарро слегка улыбнулся Пусть будет так, капитан Круз Я приветствую тебя на борту космического корабля Эйзенштейн Нас осталось меньше сотни боевых братьев Этого достаточно, если судьба будет к нам добра Гарро кивком указал на рану Круза Тебе нужна помощь медика? Лунный волк отмахнулся от вопроса и повернулся, чтобы представить остальных пассажиров корабля Я становлюсь забывчивым Локен просил меня обеспечить их безопасность и я привез их сюда Прошу о них позаботиться Натанаэль взглянул в лицо пожилого человека и мгновенно его вспомнил Это ты? Я тебя знаю! Старик в одежде итератора высокого ранга, впрочем уже пришедший в негодность, сохранял достоинство, соответствующее своему положению, несмотря на встревоженное выражение лица Он слабо улыбнулся Надеюсь, с хорошей стороны, боевой капитан Я Кирилл Зиндерман, главный итератор имперских истин Слова механически слетели с его губ, но вспомнив о сложившейся ситуации, он счел нужным добавить По крайней мере, до последнего времени Боюсь, за несколько прошедших дней я немного изменился Как и все мы Несколько задумчиво согласился Гаро Я вспомнил, что видел тебя на борту духомщения Ты проходил через посадочную палубу И куда-то спешил Ах да Зиндерман оглянулся на двух других пассажиров Я слишком тщеславен и надеялся, что известен своими речами Впрочем, это не имеет значения Он постарался успокоиться Побег с корабля Хоруса, несомненно, наложил свой отпечаток на этого человека Зиндерман прикоснулся своей слабой рукой к налокотнику Натанаэля Спасибо, что предоставили нам убежище, капитан Гаро Позвольте мне представить моих спутников Леди Мерсади Олитон, документалист, одна из летописцев императора Летописец? Натанаэль с интересом посмотрел на женщину с эбонитовой черной кожей И особенно на ее голову, показавшуюся из-под капюшона грубой дорожной накидки Задняя часть черепа выдавалась над шеей гораздо больше, чем у обычных людей И блестело, словно стекло Он тутчас вспомнил Йоргольского псайкера Но ксеносмладенец появился в результате хаотической мутации И был уродлив, тогда как документалист даже в этой непростой ситуации казалась изящной и привлекательной Гаро осознал, что непозволительно долго рассматривает гостю и кивнул Простите, миледи, я никогда раньше не встречался с документалистами Он совершенно не ожидал увидеть ничего подобного Олитон, казалось, была сделана из стекла, и он боялся к ней прикоснуться, чтобы не сломать Ты напоминаешь мне Локена? Неожиданно выпалила Мерсаде и сама удивилась своей несдержанности У тебя такие же глаза Гаро снова кивнул Благодарю за комплимент Если капитан Локен хотел, чтобы вы оказались в безопасности, значит это и мое желание Не бойтесь Зиндерман уловил ее смущение и отвел Олитон в сторону Еще один беглец, капитан Натанель взглянул на последнего пассажира громового ястреба И у него перехватило дыхание Перед ним стояла женщина в простой одежде И Натанель изумленно моргнул, не зная, видит ли реального человека Или это опять какое-то загадочное видение Ты! Выдавил он из себя Гаро знал ее, хотя и никогда не встречал Он чувствовал соль ее слез на своих губах Слышал эхо ее голоса во время исцеляющего забытия И потом в жилом отсеке Мое имя Эуфратия Киллер Представилась она, приложила ладонь к нагруднику его доспехов И тепло улыбнулась Спаси нас, Натанель Гаро Спасу Сдержанно ответил он, на мгновение утонув в ее пристальном мерцающем взгляде С трудом оторвавшись от созерцания Капитан жестом приказал своим людям разойтись Но затем вздохнул и задержал военно Проводи гражданских лиц на внутренние палубы Там они будут в большей безопасности Проследи, чтобы у них было все необходимое Затем доложишь мне Сбоку подошел Круз Парень, у тебя есть план действий? Пробиться за пределы зоны обстрела флотилии Сказал подошедший Хакур Уйти подальше от системы и прыгнуть в варп Хм, коротко и ясно Очень похоже на гвардию смерти Хакур поднял взгляд на лунного волка То же самое я не раз слышал о принципах действия твоего легиона Старый космодесантник кивнул Это верно Мнения о наших братствах редко подвергаются изменениям Он повернулся к Гарро Итак, к бою Гарро в смятении все еще смотрел вслед Кииллер и остальным беглецам К бою Ответил он Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»